коллеги добрый день давайте начинать нашу шестую конференцию автоматизация маркетинга тема которой мы занимаемся уже шесть лет многие спикеры с нами опять же ежегодно приносят все свои интересные кейсы истории новые инструменты которые не запустили и рассказывают их для нас мы начнем конференцию небольшим обзором по рынку и поговорим с несколькими экспертами которых мы пригласили поучаствовать в нашем кулинарном заседании позадаем им вопросы о состоянии рынка о его будущем о формате ну и соответственно о том как они сам самостоятельно развиваются при этом и я конечно предлагаю приглашаю ивана иван боровиков майнбокс кирилл чистов наверное еще пока не прибыл матвей кардаш матвей и леонид голованов где-то точно был вот он хорошо двух расстреляем коллеги самый первый вопрос в каком положении находится рынок автоматизации маркетинга у нас сейчас в россии и первое слово наверное как раз ивану и 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 А какие-то новые аудитории пришли, новые рынки, там, B2B, еще кто-либо? Что-то, что не приходило? Леонид? И за декабрь первые два месяца 2021 года произошел реальный такой откат в люди. Я сейчас поясню о чем это. Все пытались в прошлый год так-то сэкономить, оптимизироваться в специалистах, в персонале. И мы ощущали, что на стороне компании работают на гостоночнике. Опять самое время возвращается, когда они цеховики. Каждый занимается своими направлениями в бизнесе, в диджитре. А опять как-то сваливают все это на одну-две девочки, которые ведут весь спектр работы. Причем это в крупных компаниях, в крупных клиентах. Потому что надо оптимизировать, надо избавиться от непонятных гостов, от персоналов. И тут в декабре происходит откат, и люди опять набирают и фрилансеров, и штат. И мы начинаем полноценно уже общаться за полноценные компании, за полноценную работу, а не пытаться подстроиться под условия клиентов. Это первое замечание по трендам. А второе замечание, на рынок оптимизации пришли клиенты, которых еще вчера не было. Я скажу так, промышленные предприятия. Причем они пришли под флагом D2C, то есть каких-то вот таких вот экзотических вещей. Вот давайте, как бы, я не знаю, здесь я не знаю, из-за калашникового консервы. Должны были, но еще и пока нет. Вообще, я респект уважен. Каждый второй клиент из промышленности делал калашников. То есть, появились лидеры на рынке D2C, и, соответственно, за ним и потерялись промышленности. Причем, если раньше они приходили с кейсами автоматизации, я не знаю, набора ленирного персонала, ну, вот такие вот бытовые применимые дети, да, там, робот, обзванивающиеся, в общем, там, этих сотрудников, там, бла-бла-бла. А вот теперь они приходят за экспириенсом, говорят, а как в какой-то, там, не знаю, CV-компании, да, или так там в Балберсе делают. Мы хотим так же само. А что у них там, какие комплексы, там, работы, я не знаю, там, в базе, да, клиенты. И мы здесь становимся уже такими проводниками для новых участников рынка. Я считаю, что это будет только увеличиваться. Здесь, как коллега сказал, по поводу страховщиков и банкиров, тут тоже такое замечание, особенность. Редактор, который недавно вышел на цифровой рынок, то есть в 19-е годы, с нации 19-го года, это вот как раз страховые компании в большей степени, в Мостополге всякие, там, потянулись за манды страхования, уже с ними, да, в сеть. То есть эти, не в кредитные организации, не в кредитные организации, они попали в очень клевую волну такую, да, у них, типа, там, все с нуля начинается. И они рискуют, они всевозможные, там, эксперименты могут себе позволить, и в отношении с ними, когда, там, такая интересная творческая работа стоит. То есть если с Мостополгами интернет-группой ты уже отрабатываешь их кейс, да, то здесь ты можешь просто предложить, там, в ее, в какой-то кейсе, да-да-да, давай-давай-давай, что-нибудь сделаем. Ну, это естественно заманчивается. А рост, он многократный? Это десятки процентов? Многократный рост. Люди как специалисты наконец-то получили в компании такие права, полномочия, акцентировать финансы, акцентировать внимание на цифровые. То есть блокдаун и сокращение каналов офлайна позволило вот этим вот нашим, вам в том числе, агентам влияния в компании просто на себя акцентировать бюджеты, акцентировать новые продажи, обслуживания клиентов. И это здорово, вот эта смежная форма движуха. Приход. От тебя убежал. Раз, вот. Приход компании к автоматизации в твоем случае приносит компаниям уменьшение затрат на маркетингах или, и в том числе на фото, или же нет? Сейчас нет вот этого значимого, такого буквально триггера, да, о том, что мы там заплатили 50% фото, там ничего такого сейчас нет. Все равно это как и в РФА, да, как в РФА, ну, у роботов, которые документы оборотов и так далее. Все равно это идут купилирование отчасти люди-роботы, люди-роботы, люди-роботы. И этот период, я думаю, продлится еще года-полтора-два, когда роботы смогут занять самостоятельную такую сепарацию от людей, короче говоря, сделают, да, независимую позицию, то есть такое цифровое полноценное сотрудничество. Пока что это вот, я применю термин, а цифровое полноценное, то есть есть условно отделка, а есть рекрунтуры, но есть и цифровое полноценное, ну, понимаем, да, степень, да, вот здесь все. И когда будет HRD и цифровое полноценное, я думаю, что через полтора-два исключительно такой большой босс, который продюсирует у робота, и робота, который делает задачу большого босса. Поясню, почему вопросов, потому что мы с Иваном, по-моему, года два или три назад как раз общались на тему, на это же, станет ли дешевле. Он как раз сказал, что дешевле не станет, а вот KPI, да, он должен, рой должен быть вырасти. Ничего не изменилось? Все так. Хорошо. К чему идет рынок? Каких сервисов рынок ожидает? Что ожидается на рынке? И что есть, какое мнение есть у ваших клиентов, когда они говорят, что, ну, вот, нам не хватает того-то, мы думаем, вот, как бы нам что-то сделать такое, чтобы вот нам клиенты повалили. Каких инструментов не хватает? Я отвечу, я тут, по-моему, на таком. Я бы не говорил там «завесенный», да, я сейчас скажу за такое узкое направление. Сыроходим, нонходим. То есть сейчас очень большой сброс на сервисе, который можно запустить, который можно запустить очень быстро от генерации идей до воплощения. То есть это прям такой вот тренд, когда, ну, зачем надо IT-бразделение подключать, да, да, можно без них сделать? Ой, зачем нам там АОК-телс, там, разработчики, да, а давайте как-то что-нибудь вот так вот сделаем, чтобы идея не углубилась в пески разработки, согласование ТЗ, согласование бюджета IT-департамента. И чтобы это вот есть клиентом, есть его подразделение, его бюджет, и он мог это сделать, не знаю, ночью придумал, утром уже реализовался 4 часа. И все сервисы автоматизации бизнеса, это, говорим нам, а тот же опыт американский и ЛПА-шный, да, они так или иначе будут направлены, чтобы обеспечить воплощение вашей креативной идеи. Чтобы вы не обладали там навыками программирования, я не знаю, составления каких-то сложных алгоритмов, чтобы вы могли визуально создать какое-либо, я не знаю, приложение, действие, да, для ваших клиентов прямо здесь и сейчас. Чтобы вы в одно лицо, как креатор, там, не знаю, создатель всего этого дела, могли это сделать, не поддаваясь влиянию или не останавливаясь, там, апрепоны, я не знаю, IT-департамента. Приветствуем как раз Матвей Кардашан. Матвей, спасибо, что присоединился. Спасибо. Мы как раз недалеко ушли. Как поживает АМСРМ и какое у вас видение состояния рынка в текущий момент? Рынк автоматизации машины. Да, спасибо большое, Олег, за представление. Меня действительно Матвей зовут, я из компании АМСРМ. Сразу хочу извиниться за небольшую задержку. Я думаю, надеюсь, те, у кого есть маленький ребенок, меня поймут, что такое бессонные ночи. Я думаю, что, ну, как, отвечу на первую часть вопроса. У нас все хорошо. Все настолько хорошо, что совсем скоро мы будем проводить свое собственное мероприятие. Может быть, вы слышали, там проведем очередной релиз нашего продукта, расскажем о наших новинках. Это Амакон, который состоится 15 апреля в Мегаспорте. Но все, закончили минутку рекламы. Какое видение у нас рынка маркетинга, я так понимаю? Строго говоря, нужно оговориться, что мы, АМСРМ, конечно же, больше не про маркетинг, мы больше про продажи. Но, смотря на текучие обстоятельства, мы четко можем понять, что маркетинг, на самом деле, с продажами, им кажется, потому что и то, и другое – это чисто история про коммуникацию. Когда мы говорим про маркетинг, первая ассоциация – это коммуникации, которые связаны с привлечением новых потенциальных клиентов. Это про лидогенерацию и история. Когда мы говорим про продажи, это обратное, это то, что мы будем делать с этими лидами, которые к нам пришли, как мы будем с ними дальше взаимодействовать, как мы будем с ними общаться, чтобы они у нас что-то купили. И там, и там – это история про общение. А в общении, мне кажется, на сегодняшний день доминирующий тренд – это мессенджеры. И мне кажется, что мессенджеры – это то, куда мы все с вами будем очень активно уходить. И есть у меня два объяснения, почему это так. Одно немного эмоциональное, но более понятное. Мы для того, чтобы пообщаться, не знаю, с семьей, с коллегами, с друзьями, да по сути, с кем угодно, сегодня используем в первую очередь WhatsApp, ВКонтакте, кто-то Telegram. Но это мессенджеры, так или иначе. Однако, если мы хотим что-то купить, как-то связаться с каким-то брендом, не знаю, хотим купить автомобиль, хотим купить квартиру, что-то еще, мы вынуждены либо идти ногами в магазин, либо звонить, либо писать письма, либо оставлять заявки на сайте. То есть в личном общении мы всегда выбираем мессенджеры, а когда нам нужно как-то связаться с какой-то компанией, мы почему-то выбираем другие каналы коммуникации. Но на самом деле это не мы выбираем, это просто компании не предоставляют достаточной, так скажем, палитры каналов коммуникации, не дают нам порой возможность пообщаться с ними в мессенджерах. Это дикая диспропорция. Я уверен, что долго так продолжаться не будет, и в скором времени все-таки бренды начнут соображать, что без мессенджеров мы никуда не уйдем. И второе объяснение, оно более практичное. Множество исследований на сегодняшний день есть, например, компании-статисты, которая ежегодно считает, сколько людей на нашей планете пользуются мессенджерами. И в 2021 году эта цифра, по их прогнозам, достигнет, по-моему, 2,5 миллиардов человек. Тут, конечно, можно возразить, что по сравнению с населением Земли в 7 миллиардов это не очень большая цифра. Однако нужно понимать, что та же самая статиста, вообще это очень крупная исследовательская компания, очень уважаемая на мировой арене, они не считали в этом исследовании стариков и детей. То есть они заранее ориентировались только на максимально платежеспособную, максимально работоспособную аудиторию, на молодых людей. И это та движущая сила, которая на самом деле определяет, какие каналы коммуникации мы будем использовать в будущем. И когда я говорю о трендах, тренды, что это такое? Это некие предпосылки, которые мы можем разглядеть сейчас, которые намекают нам на то, что мы будем делать в будущем, какое общение будет в будущем. Я уверен, что оно будет в большинстве все-таки через мессенджеры происходить. И поэтому, если говорить о том, что сейчас на рынке главное, на что нужно ориентироваться, я думаю, что нужно как можно скорее переориентировать свой бизнес под коммуникацию с вашими клиентами именно в мессенджер. Если коротко, то так. А голос? Что будет с голосом? Регулярно различные эксперты говорят, что все, люди перестают разговаривать, голосовой трафик падает. Исчезнет ли он? Учитывая, что все уйдут в мессенджеры, будут что-то там писать. Клабхаус уже практически... Вчера комиссанты фэнс сказал, что там, по-моему, вообще россиян порядка 10 тысяч человек. Не знаю, откуда они взяли цифру, но все же. Что будет с голосом? Ну, как раз-таки пример с Клабхаусом, мне кажется, наглядно показывает, что привычные нам каналы коммуникации, они никуда не денутся. Ну и потом, как только появился Клабхаус, по-моему, через неделю или через две, крупные мессенджеры, Телеграмм в главе как раз-таки заявил, что мы тоже будем делать голосовые комнаты. Смотрите, у нас такой же функционал есть. Кроме того, еще до всяких голосовых комнат в мессенджерах тех же самых мы уже не можем вспомнить даже, как давно есть возможность обмениваться голосовыми сообщениями. Мы можем звонить в мессенджерах. Мессенджеры еще и уникальны тем, что они стараются объединить в себе все привычные нам каналы коммуникации внутри себя. Тот же телефон, зачем он нам, когда мы можем позвонить в мессенджеры? Кроме того, в этом же самом мессенджере, неважно, какой мы возьмем, WhatsApp, Telegram, там уже история нашего общения с этим человеком. Мы уже переписывались, мы уже обменивались какими-то голосовыми сообщениями. И вот мы теперь можем созвониться. То есть у нас всегда перед лицом полностью вся история нашей коммуникации. Это удобно и это просто. Кроме того, мессенджеры, если еще пару аргументов накидать, они суперудобны. Они подразумевают, что нам не нужно писать какое-то масштабное сообщение человеку. Когда мы переписываемся в e-mail, мы не можем просто написать «Привет, как дела?» Это очень странно. Никто так не обменивается e-mail. В мессенджере мы можем это сделать. Когда мы говорим о встрече, мы тоже не будем ее проводить, не знаю, минуту, две, три. Мы же ехали, скорее всего, через весь город на эту встречу. Мы к ней как-то готовились. Ну и просто по законам жанра, ради приличия, мы должны как минимум полчаса, час на этой встрече провести, побеседовать с человеком или с группой людей. Мессенджер же, наоборот, он подразумевает минимальное количество издержек. То есть нам не нужно тратить много усилий, нам не нужно никуда ехать. Вот он, мессенджер на смартфоне. Мы берем и вбиваем любое короткое сообщение, это тоже важно. Мы не обязаны писать несколько абзацев, как мы это делаем в e-mail. Мы не обязаны ради приличия по телефону, как мы это делаем, две минуты тратить на то, чтобы сформулировать свою мысль. Мы не обязаны писать огромный, в общем, текст из нескольких абзацев. Мы можем просто написать «Привет, как дела?» Это воспринимается нормально в мессенджерах. Плюс, как я уже сказал, в них есть все те возможности, о которых ты меня спрашивал, Олег. Это возможности поисообщения, возможность также позвонить. Есть видеообщение, опять-таки, в мессенджерах. То есть, с моей точки зрения, это самый уникальный формат общения, который сейчас дает рынок. И нужно активно пользоваться именно ими. Голосовые сообщения, точнее, голос никуда не денется. Конечно же, пока наше поколение, простите уж, бумеров, еще свое не отжило, мы будем пользоваться телефоном и ездить на встречи. Голос для нас никуда не денется. Но, когда мы говорим о трендах, опять-таки, о будущем, то нам нужно смотреть на то, что сейчас делает поколение условных нулевых. Что будет делать поколение наших детей. И тупо можно посмотреть на мои младшие сестры. Она родилась в нулевые, и ей-то, по факту, очень редко нужно с кем-то что-то решать голосом. Она мало с кем общается по телефону, ну, кроме разве что мамы, меня. Есть какие-то тусовки в барах с друзьями, а всю остальную коммуникацию она полностью упаковывает в мессенджеры. С кем-то нужно списаться, делать этого в ВКонтакте, в Телеграме, в любом другом мессенджере. Ей голос, по факту, не нужен. И, на самом деле, с моей точки зрения, это очень показательно, потому что поколение нулевых, оно реально вот такое. Им, по сути, голос, как инструмент коммуникации, очень редко нужен. Тут тоже, что голос — это же источник эмоционального окраса. То есть, если мы хотим без эмоций, то мы должны быть эмоций. Может, без эмоций. Однако в тех же самых мессенджерах есть смайлики, есть знаки припинания, которые то же самое поколение нулевых очень умело используют. И мы понимаем интуитивно, что если в конце сообщения условно стоит точка, то значит это сообщение с каким-то грубым оттенком. В то же время, если там какой-то приветственный смайлик, скобочка или реальное эмоджи, то тогда мы понимаем, что человек как-то душевно к нам расположен и так далее. То есть, мне кажется, что пока что голос никуда не денется, но со временем все это перетечет в мессенджер и просто заменится теми же самыми смайликами, знаками припинания и так далее и тому подобное. Хорошо. Давайте к голосу приступим к автоматизации. Когда компания и насколько компания автоматизирует все свое голосовое общение со своими клиентами, потребителями, партнерами и так далее. Потому что я наблюдаю, что и все мы получаем безумное количество каких-то звонков от банков, страховых компаний, ювелирных компаний с предложением того всего пятого-десятого. Помню Маликова в СУИ, да? Нет, это первый был, по-моему, Бузова и кто-то еще. Я не помню, кто первый был. Во-первых, хорошо это или плохо, потому что негатива много к этому, но вопрос, уляжется ли этот негатив и что будет дальше, в общем? А что будет дальше? Хорошо или плохо, отвечу. Это хорошо, потому что люди так или иначе научатся общаться с автоматической системой, с роботами. То есть сейчас, позвонив в наш зеленый банк, вы никогда не попадете на оператора напрямую. Вы можете это сделать только в том случае, если скажете роботу, желательно три раза, да, соедини меня с оператором, там, у меня украли карточку. Эти магические слова вас соединят напрямую с оператора в течение 20 секунд. Лайфхак записываете, да? У меня украли карту. Или вы позвоните в, я не знаю, там, в желто-черный пчелооператор, да, и вам тоже робот начнет рассказывать, как замечательно с ним жить, чем он может вам помочь. И тоже, чтобы попасть на оператора, надо просто сказать, я там, ну там, грубо или ласково, да, задолбался уже с вами, короче, хочу сменить оператора на зеленый оператор. И тут же сразу с вами свяжется, робот передаст вашу просьбу, да, на оператора, без ожидания вы девятой на линии, да, вы поговорите с оператором. Это лайфхаки. А предтеча всего этого, да, спам, который мы получаем в звонках, особенно там от микрокредитных организаций, от инфобизнеса всевозможного, от этих вот прямых, я бы сказал, коммуникаций, которые бьют в лоб иногда полбу, да, нашего клиента, это нормально. То же самое происходило в почте 15 лет, там, 10 лет назад, когда у нас из двух писем, которые поступали, да, вернее, из 50 писем два письма были полезны, остальное был спам. Наш телефон, я думаю, научится определять и уже умеет, и Google, и Яндекс, те самые спам-номера и просто их блокировать, да, или какие-то другие еще функционалы. А что касается компаний и применения роботов в автоматизации, да, это такая широкая поляна теперь стала, да, то есть это, начиная от подтверждения заказа, где человек просто вот сейчас вот выкорчевывается, и почта, e-mail, и смс выкорчевываются, другие коммуникации. Потому что самый дешевый способ подтверждения заказа и, давайте так, проверки номера телефона, валидации, что этот заказ не фейковый, а что там сняли трубку, и там человек, ну, процентов на 50 реально заказывал этот товар. Это звонок роботам, не надо держать людей, робот сам все за вас сделает, это две минуты разговора, там стоит условно 3 рубля, да, а смс-ка 3,50 уже от альфа имени, то есть уже разница существенная. И самый большой момент такой, что если представить весь рынок в виде вот бабочки, то вот на одном конце бабочки очень малый бизнес, когда, не знаю, кофейня с одним баристой и с одним хозяином, им очень нужна автоматизация, потому что, ну, нет у него больше никого сотрудников, он один, и Жора, и Гоша, и Георгий Иванович, короче говоря, а на другом конце бабочки находятся крупные корпорации. Я был на экскурсии в компании Сибур и видел такое футбольное поле, которое заставлено копирами и оборудованием, где просто оформляют на работу людей со всей страны. То есть трудовые книжки сканируются, сносятся в систему. И там стоят девочки с очень высшим образованием, за очень приличные деньги работают, это человек 400 где-то, если не больше. Они каждый день в этом open space принимают и увольняют кучу народу. Вот этим компаниям, гигантам, да, я бы сказал, им тоже нужна автоматизация, в том числе и голосовая. Это вот середина этой бабочки, компании, которые на рынке могут себе позволить набрать людей, закрыть это все дело людьми, дырку в коммуникациях, или какие-то другие программные решения. И здесь как раз тренды будут строить вот эти компании, которые посередине. Когда они осознают, что им выгодно и полезно в перспективе автоматизировать процессы, в том числе и голосовые процессы, тогда рынок попрет вверх автоматизации. Потому что большие компании, их мало, да, с правой стороны, их там буквально 2-3 десятка, которые автоматизируют. Ну, Сбербанк, пример, он сам для себя автоматизирует все практически, да. А маленькие компании, немалодоходные, влияние на рынок сильное, ну, на продукты для рынка, да, сильное влияние не будут иметь. И вот рассчитывать надо только на центральную часть этой бабочки, на тех, которые сейчас выкручиваются из ситуации, заменяя непонятную, долгую, нудную, дорогую автоматизацию зачастую, да, человеческими ресурсами. Глупыми, тупыми и не всегда обязательными. При этом государство уже высказалось о том, что хочет регулировать объем звонков. О, это американская тема, это все же, все прекрасно знают, если кто занимается автоматизацией, да, вообще, в Штатах там есть целый реестр, причем он федеральный, он есть по Штатам в каждом Штате реестр. И чтобы совершать звонки буквально своим клиентам, вы должны не попасть в этот реестр буквально черных, так сказать, звонящих. А колл-центр мексиканский, латиноамериканский, давайте так, много национальные, которые раньше существовали, мы опаздываем от Штатов где-то в роботизации процессов лет так на 7-8. Это вот конкретный пример по РПА и по голосовым роботам. Сейчас любой стартап в России, который может себе позволить выйти на американский рынок, то есть финансовую подушку какую-то имеет, он уже столкнется с тем, что там, ну, поляна целая, восточноевропейских, индийских, там, или каких-то еще разработчиков, которые с помощью технологии Гугла или там других производителей вот этих вот движков голосовых, да, уже активно давно работают. Так вот, мы так как отстаем, и регулятор отстает у нас. Вот регулятор, я думаю, в ближайшие 2-3 года все-таки пойдет на такое печатание законов, да, не будем сейчас обсуждать плохо или это хорошо, но регуляция будет, и звонки будут к вам поступать именно, так сказать, правильные звонки, правильные роботы будут звонить. Я в это верю, потому что регуляция СМС рынка там сколько, 4, 5 лет назад произошла, да, и это сильно сократило спам СМС, сильно сократило, потому что регулятор может штрафануть и оператора связи, и отправителя на серьезную сумму, там, до 500 тысяч рублей, если не ошибаюсь, там, вот такая неподъемная иногда бывает, да, но в то же самое время дикий рынок продвижения, ну, микрокредитные организации тому пример. Я тут был на конференции 2 недели назад, провел исследование перед конференцией, теперь у меня в спам-листе, наверное, уже 25-30 СМС-сообщений от МКК. То есть я зарегистрировался в четырех сервисах, чтобы понять, как у них CGM работает, да, и вообще, как они клиентов привлекают и так далее. Все, я попал в тот самый список, который перепродается, мой номер телефона уже, наверное, раз 6-8, наверное, во все там эти базы перепроданы. Ну, не подумавшись, сделал. К нам присоединемся Кирилл Чистов, Adobe Launchpad. Кирилл, у вас направление совсем отдельное по сравнению с коллегами. Вы стартап-студия, вы выводите стартапы на рынок, помогаете им в развитии. Поэтому вам, наверное, отдельный специфичный вопрос. Как стартапы, которые занимаются разработкой проектов автоматизации маркетинга, видят рынок, как они ощущают потребности клиентов? Раз, раз. И какие у них сейчас наиболее популярные предложения для рынка? Что они чаще всего стараются разработать и что предложить? То есть это они в мессенджеры уклоняются, в обработку данных, в аналитику. Что наиболее сейчас популярно? Всем привет. Да, спасибо за вопрос. На самом деле здесь есть несколько вещей, которые можно отметить. Ну, во-первых, стартапы, они все разные. То есть у нас есть такая специфика, что мы работаем со стартапами на очень ранней стадии, по сути, как кофаундеры. Ну, то есть когда им только мысль пришла. Да, но здесь очень важно, что есть уже у команды за плечами. И вот вдогонку к предыдущей теме, как вот устроен рынок, кто там справа большие, кто слева, кто посередине, мы немножко по-другому эту историю видим со своей стороны. Мы видим, что есть очень много предпринимателей молодых, у которых уже есть накопленный опыт, накопленная экспертиза работы в крупной компании, работы в том числе с технологиями распознавания речи, построение алгоритмов для голосовых ассистентов, сервисов и так далее. и понимание того, как это, собственно, применяется в бизнесе. И при этом есть желание сделать свой бизнес. И это такая своеобразная поляна, на которой довольно много специалистов и молодых компаний пасутся, даже в России, несмотря на все преграды, которые есть для успешного предпринимательства. И эти люди, соответственно, создают новые технологии, которые позволяют быстро выделиться на фоне среди середнячка. То есть, в свою очередь, они являются целями для больших компаний. И мы работаем, на самом деле, и со стартапами, и с корпорациями. И стартапы зачастую являются точками и ускорителями роста для корпораций. То есть, корпорация не может создавать продукты сама часто, потому что она тяжелая, долгая и непроворотливая. Но вот эта внешняя стартаперская кровь и возможные сделки разных видов от корпоративных акселераторов до слияния и поглощений, они помогают этой корпорации подпитываться этим ростом и этой энергией и двигаться быстрее. Ну и там есть несколько примеров на рынке. Здесь что отметить можно, что на самом деле я как раз считаю, что для середнячков очень мало остается места. Потому что корпорации четко идут в сторону экосистем, суперапов и так далее. Там, где, обладая большой клиентской базой, большим капиталом и возможностью инвестировать в разные направления, гораздо большее деньги, чем это доступно среднему бизнесу, корпорация, естественно, вокруг себя выстраивает некий мир, эту самую экосистему, которую уже оснащает в том числе технологическими разработками. Теми, которые среднему бизнесу просто недоступны в силу невозможности их окупить за время жизни. С другой стороны, большие корпорации являются донорами кадров и талантов для вот этого сегмента предпринимателей, с которым мы работаем. И здесь получается такая пищевая цепочка. Я вот не уверен насчет среднего сегмента, как минимум в России. Здесь, мне кажется, у них меньше всего поводов для такого спокойствия. Нужно что-то искать свое и быть одновременными предпринимателями, и стремиться к большому росту, к накоплению денежной массы, чтобы можно было эти инновации притворять жизнь. То есть, самая неудобная получается ситуация. Ну и мне кажется, что сейчас просто есть ряд бизнесов, в которых не умение эти технологии вовремя для себя раскрывать и применять, оно очень быстро приводит к тому, что экономика схлопывается не в ту сторону у бизнеса. И конкурировать и с молодыми компаниями, и с корпорациями, с корпорациями на эффекте масштаба, с молодыми компаниями, потому что они умеют по дешевке, так скажем, очень экономично исполнять и гораздо быстрее бизнес-процессы, заменяя собой, по сути, уже старые компании, которые давно сидят в этой нише. Ну и вот мы это наблюдаем, соответственно, помогаем стартапам быстрее в этом смысле находить свои ниши, свои сегменты и так далее. Ну, отвечая на вопрос, как они находят потребности, вот на ощупь. То есть, ходят по рынку, разговаривают с клиентами, с потребителями, с бизнесами, из первых рук получают информацию о том, что нужно, что болит, как можно это решать. И, наверное, у парочки, троечки, сотни получается что-то интересное сделать и вырасти, масштабироваться так, что они попадают на передовицы или на IPO и так далее. Иван, через тебя, точнее, через Майндбокс, проходит колоссальный объем данных. Государство тут и заявило желание создать какую-то единую базу данных всей Руси, обезличенную. Поэтому вопрос, ну, конечно, хорошо это или плохо, потому что, как бы, мне, как, так сказать, физическому человеку, мне непонятно, то есть, мои данные где-то там, что-то, зачем-то. Вот. Зачем это нужно государству? Что это даст рынку, бизнесу? Потому что, вроде бы, государство обещало тоже дать какой-то доступ. Но так как это данные обезличенные, тоже непонятно, как все это использовать. Что происходит? Хороший вопрос. Кто бы мне сказал? Смотри, на самом деле, ну, как бы, здесь новости никакой нет. Государство собирается добраться до данных уже достаточно давно. Да, то есть, пресловутый закон, там, 152 ФСЗ о персональных данных, там, закон о локализации данных 242, по-моему, как бы, о локализации данных в пределах Российской Федерации, все эти ограничения по трансграничной передаче данных и так далее. То есть, я думаю, что государство зреет, как обычно у регуляторов бывает составанием, там, типа, на 7-10 лет от реальной потребности, зреет осознание, что, с одной стороны, данные, как бы, это возможности, а с другой стороны, данные – это риск, да, и я думаю, что, там, последние-предпоследние выборы в Штатах, они очень ярко этот риск, на самом деле, показали. То есть, по факту, что мы имеем? Мы имеем корпорации, финансовые институты, предпринимательские, типа, Facebook и Google и все остальное, которые, на самом деле, потихонечку за счет использования эффективного сбора и использования данных начали лезть на территорию, которую, вообще говоря, считали свои политики, да, и они начали влиять на политику, на настроение, на все остальное, как бы, это очень интересное разграничение, и я прям за запас себе попкорном на ближайшие лет 15 вперед, наверное, буду с удовольствием наблюдать, как корпорации с государством будут мучительно друг к другу кушать, и что из этого получится. Честно говоря, у меня нет пока понимания, как эта история повернется конкретно в России, хотя последние телодвижения, которые я в этом направлении вижу, например, появление электронных чеков, например, появление средств цифровизации этих чеков, проверки чеков через ФНС. То есть, по сути, государство строит, как бы, обеляет рынок, пытается визуализировать или, по крайней мере, цифровать движение товаров, услуг и денег и использует людей, как, по сути, независимых аудиторов со стороны, чтобы подчеркнуть, где какие-то вещи происходят хорошо, где происходит плохо. На мой взгляд, пока это скорее благо. То есть, оно зачищает рынок, оно дает, как бы, возможность и стимул для компаний конкурировать больше, наверное, не каким-то, не информационно симметри, как это переводится, господи, не разность информации у разного рынка, а, по сути, качеством своего продукта. То есть, я выигрываю не потому, что я там больше секретов сохранил, и там кого-то круче обмануло, а потому что у меня классный продукт, который стоит справедливые деньги. Все эти усилия, направленные на прозрачности, я надеюсь, что они в рынок будут менять ровно в этом направлении. И мы, ну, то есть, что мы делаем в Вайнбокс для этого, мы, по сути, пытаемся помочь государству идти все-таки по какому-то более осознанному пути, поэтому мы сейчас вошли в состав Ассоциации Больших Данных и надеюсь, что будем помогать государству заниматься законотворчеством, продвигая там, ну, голосуя за правильную инициативу и не голосуя за неправильную, по сути, и надеюсь, что это как-то улучшит. А так, ну что ж, данная это новая нефть, новая ядерная технология, и понятно, что там одни будут хотеть строить электростанции и делать добро, а другие будут хотеть на эту войну, потому что они в войне не зарабатывают. Ну, постараемся сделать так, чтобы войны не было. Я, на самом деле, хотел еще добавить чуть-чуть вот к тому, что говорили коллеги до этого. Очень много клевых слов. Спасибо тебе за такой наброс в сторону менеджеров, я полностью поддерживаю, и прямо это клевая история. Я, на самом деле, хотел что здесь чуть-чуть добавить, я хотел, может быть, суммировать как точки зрения коллег и как бы немножечко подвести какое-то, не знаю что, систематизировать сказанное. Мы в Майнбоксе и с точки зрения продуктового развития, и с точки зрения развития рынка, если говорить на ритейл, мы видим две большие боли, да, каждая из которых имеет свою организационную и техническую сторону. Я сейчас говорю про боль, которая называется развитие бизнеса, включающая маркетинг и, на самом деле, и продажи того, чем занимаются коллеги, да, я, отчасти мы. И вторая история — это управление разработкой, ее подсказуемость. И, на самом деле, каждая из этих проблем, она нормально не решена в организации ни с точки зрения понимания топ-менеджмента, там, не знаю, CEO-владельцев, как вообще этим управлять. Вот и как бы каждый новый кусочек сложности, который всегда здесь появляется, мессенджер, новый канал, что-то еще, он делает историю еще хуже, да. И несмотря на то, что технологический стек для того, чтобы делать маркетинг в мессенджерах или, там, не знаю, сопровождать лида на протяжении всей воронки у нас есть, у нас нет инструментов, обучающих CEO и топ-менеджеров, как этим правильно пользоваться, как этим управлять, какие ставить цели, что, собственно, проверять там, да. И я считаю, что это самый главный шоу-стоппер в этой точке рынка. И хайп, и, там, буст технологий сквозной аналитики, который только-только начинается, он эту историю явно подчеркивает. Но, к сожалению, пока со сквозной аналитикой у нас история такая, как с подосковым сексом, да. Все как бы говорят, но никто не делает. Но здесь же какое-то безумное количество сервисов для этого. Они не решают эту задачу пока, я вижу. То есть я думаю, что здесь еще будет большой прорыв, когда сервисы, с одной стороны, будут закрывать историю с интеграцией данных, да, а с другой стороны, будут эти данные обрабатывать таким образом, чтобы они были понятны для людей по иерархии компаний. То есть CEO понимал, какие ему решения принимать, когда, там, маркетолог понимал, какие ему рассылки слать, когда. Просто объем сложности, он уже такой, что человек эту голову держать не может. Такая же ерунда с разработкой. Коллеги совершенно правильно сказали, что вот но-код сервиса, там, подальше бы всех душных айтишников, там, да, и вот у нас запрос рынка, и он валидный, да, потому что, ну, я недавно общался с одной крупной компанией, там, а вы, и у нас там в разговоре, вы не могли... Поэтому вопрос со своим отделом IT проконсультируйте. Значит, у людей там, это самое, падает, падает забава, они говорят, лучше бы ты нас, известно, куда послал, да. Вот, то есть эта боль кросс-культурного заводействия, она действительно есть, и она, на самом деле, точно так же имеет эти две линзы, да, то есть, с одной стороны, технологической, да, то есть, процесс разработки, его можно с помощью софтверных инструментов отстроить таким образом, чтобы он стал управляемый и понятный, и организационный, да, те же самые инструменты, они могут даже на уровне CEO, даже на уровне человека, который не из этой индустрии, давать некое понимание вообще, как разработка устроена, и как делать так, чтобы, ну, собственно, как ее управлять, какие ставить задачи, когда увольнять, когда нанимать, и, собственно, как все это выглядит. Я думаю, что и там, и там, это у нас две самые большие области, где будут прорывы большие. Ну, то есть, владельцу бизнеса или, там, директору, ну, все равно какая-то волшебная кнопка, в данном случае дашборд, куда он зайдет, ему там все будет понятно. Типа того. Просто объем сложности происходящего внутри... Ну, давай. Да, у вас же есть сквозная аналитика, кстати. Да, есть и сквозная аналитика, есть. Я немножко про другое хочу сказать сейчас. Я вижу, это мое субъективное мнение, подчеркиваю, это даже не от клиентов, это мой вижен такой, что клиенты становятся, давайте так, прошаренными, грамотными, и происходит девальвация специалистов у них в отделе. То есть, когда SEO владеет большим объемом знаний, ну, что греха таить, у нас сейчас цифровых курсов, да, достаточно много, особенно для топ-менеджеров, которые по поверхностям, да, там, по верхам это все проходит, и он начинает оперировать, играть терминологией, играть какими-то сервисами автоматизации, да. И, в принципе, сейчас происходит обратная сторона, когда SEO или там собственник бизнеса начинает смотреть в сторону своих спецов диджитальных, типа, а может, они не нужны мне, да. Ну, я пойду на Я-бизнес, сейчас вот минутка рекламы, да, на Я-бизнес заплачу 50 тысяч, да, и все будет у меня хорошо. Как будто бы я продавец каких-то окон, да, хотя у меня оборот там в 50 раз больше, нежели там для того бизнеса, для которого рассчитан Я-бизнес, да. То есть, это начинается такая дискриминация, что ли, специалистов узкопрофильных. Когда ты начинаешь образовывать SEO, он понимает, что ему эти люди максимум не нужны. И потом ты сталкиваешься с не очень грамотным, не очень погруженным буквально там топ-менеджментом, но который может так по верхам оперировать, играть какими-то вещами. И понимаешь, типа, ребята, 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 давайте как бы мы подробности с вашими ребятами, спецами обсудим, да, а их уже нету. Их уже нету в компании. Их еще нету. Нет, уже нету в компании. То есть, если их раньше привлекали, когда это была магия, когда это было шаманство с бубном, да, и когда там открутка ставок, да, считалось, там какие-то, что ты сказал, зачем ты это сказал на совещании. Так вот, я это вижу сейчас, особенно последние там 2-3 месяца, о том, что типа, не-не-не, мы сейчас все, мы сами понимаем, все, наш вот директор маркетинга, директор продаж, и я, мы все сами понимаем, все хорошо. Это меня пугает. То есть, сконцентрирую мысль, да, общее такое образование поверхностное, доступное в сети, именно по диджиталу, произвело немножко другой эффект. У нас не появилось много хороших профессиональных специалистов. У нас появилось много руководителей департаментов и директоров компаний, которые думают, что они разбираются в диджитале. Вот именно, что специалистов по автоматизации маркетинга в России, да, она там, ну, сколько, ну, 10 лет пытается как-то развиваться, максимум 10, да, Иван, ну, приблизительно. Но специалистов глубоко погруженных, их очень мало. Те, у которых есть у них какие-то безумные зарплаты, их позволит себе очень, могут малое количество компаний, а те специалисты, которые еще при этом есть, и у них не особо дикие зарплаты, они пилят свой стартап. И получается, что специалистов, есть вот эти директора, которые пробежались по верхам, они знают терминологию и понимают приблизительно, как должны работать сервисы в связке, но запустить сам весь этот процесс получается некому. Или как? А это все, мы рассчитываем компанию. Мы как компания, да, условно, сервис, это все за, ну, за них сделаем. Ну, условно, мы же вам платим, условно, какие-то деньги, да, и вот, соответственно, вы там и нам все сделаете, сделаете красиво. И по поводу дашбордов, по поводу там читания всего, можно делать миллионы, мне кажется, дашбордов, никто в них не погружается, никто их не читает, именно из руководителей. Они должны быть как, я не знаю, ну, как свечки в храме, да? Ну, то есть храм без свечей, да, без дашбордов система, ну, нет, это не пойдет. Чуть-чуть добавлю. Первое, за дашборды вообще соглашусь. Это реальная икона, там свечка в храме, все на нее молятся, никто не знает, что с ней делать. И дашборды – это не хороший результат, это никакой, это отсутствие результата на самом деле, да? Дашборд без применения и без сырых данных, и без понимания собственника, на самом деле, там, СИО, какие решения с этими данными принимать, может быть, без подсказок, оно совершенно бесполезно. Мы чуть-чуть по-другому видим ситуацию, я чуть-чуть по-другому вижу ситуацию. Смотри, вокруг Mindbox образовалась довольно большая когорта, я бы сказал, людей, которые занимаются целевым маркетингом. Мы сейчас делаем кучу всякой разной истории, там, образовывая этих людей, как этот маркетинг строить, там, да, в том числе, обучаем пользоваться платформой, строим партнерки, но партнерки, ну, не в традиционном понимании, я там тебе бабла заплачу за то, что клиент привел, а за то, что ты умел работать и пользу приносил. И для нас сейчас, на самом деле, потолком стало не отсутствие толковых людей за адекватные зарплаты, потому что они, в принципе, есть, а отсутствие умения собственников этого менеджмента принимать и управлять результатами. Ребят, смотрите, вот мы сделаем там, давайте не будем слать e-mail рассылку 17 раз на дню, там, например, на известной ювелирной компании, да, у нас не диалог, там, два года типа идет. Ну, да, давайте не будем, давайте мы сделаем там персонализацию, там, все, три герои, компания, все остальное, блин, клево работает. А потом приходит, говорит, это, ну, рассылок надо, что тут надо, рассылок давай, давай, короче, еще рассылок, и все, летит к чертям, как бы, да. И оно летит к чертям, потому что нет понимания и нет понятной конструкции в его мире, которая позволяет ему принимать правильное решение. И без нашей помощи она не появится. Не потому, что он тупой там или плохой, он не знает. И эта задача при текущем уровне сложности без автоматизации нерешаемая. Это не по сквозной аналитику, а чуть посложнее. Есть, что добавить. Да, коллеги, есть, что добавить, потому что, в принципе, нужно уже передавать слова. Хорошо. Ну, только одна небольшая добавка. Я полностью соглашусь, на самом деле, с коллегами, и правда, и на той, и на другой стороне. Но хочу добавить к Леониду, что, да, действительно, есть такая история, когда собственники бизнеса, генеральные директора, перетягивают слишком сильно на себя одеяло, чрезмерно, я бы сказал, и слишком большую ответственность на себя берут. Действительно думают, что они суперкрутые специалисты, нереально прокачались. Да, это из-за того, что сейчас онлайн-образование по части каких-то, по части диджитала, и не только, к слову, но и многих других направлений, оно сейчас стало супердоступным. Каждый, кому не лень, пилит курсы, каждый, кому не лень, выдает какие-то сертификаты, которыми можно похвастаться при поступлении на работу. Не знаю, делает кто-то так или нет. Но, тем не менее, да, такая ситуация сложилась, но есть у нее еще обратная сторона. Во многом, собственники, но опять-таки, это тоже будет мое личное субъективное мнение, они зачастую прикрываются вот этими знаниями о том, что они сейчас суперкрут прокачались в диджитале, что у них сейчас супербольшая экспертиза, для того, чтобы, ну, как бы так помягче сформулировать. Давайте по-другому. Собственники зачастую не хотят, чтобы их подчиненные были умнее, чем они. Есть такая история. И как раз-таки способ вот этот пробел компенсировать, это изучить какие-то дополнительные онлайн-курсы. И за счет этого они психологически, так скажем, доминируют над своими сотрудниками. И это тоже момент, который хотелось отметить. Собственно, все. Ну, на самом деле, немножко странно слышать. Вообще непонятно, почему собственники влезают на такой уровень в операционку. Их задача, как бы, добиваться того, чтобы из бизнеса прибыль извлекалась. А зачем управлять IT или... Ну, это же не... Как это? Я уверен, что любой здравомыслящий собственник, он не оперирует ценностью выращивания бюджета на автоматизацию. То есть у него есть какие-то бизнес-цели, сколько денег он хочет из бизнеса вынуть, чтобы чувствовать себя успешно, более успешно. Поэтому здесь вопрос, наверное, к топ-менеджменту. Я лично считаю, что онлайн-курсы – это большое благо, потому что с IT какая основная проблема? Очень мало квалифицированных заказчиков в IT. Приходят люди в IT, набрасывают им на вентилятор, значит, ждут, что те сами во всем разберутся и решат все задачи самостоятельно. Это, конечно, редко случается. И если предприниматель или топ-менеджер, там, директор маркетинга, финансовый директор или коммерческий, или зампред, будет в состоянии лучше сформулировать задачу, может быть, используя более понятный язык и понятие, это, конечно, ускоряет сильный процесс, и мы это видим в тех корпорациях, с которыми работаем. Потому что там мы редко встречаем ситуацию, когда IT – это какой-то мрачный департамент, набросший там паутины. Там коллеги из IT участвуют в тех же сайтах директоров и видят те же данные на тех же дэшбордах, которые про бизнес, а не про, не знаю, не про нюансы работы операционных систем, кода. И эта штука на самом деле работает. Так что я тут не согласен с тем, что дэшборды – это однозначное зло. Другой вопрос, что на них там отображается, и понятно ли это топ-менеджерам, которые должны драйвить бизнес, а не разбираться в интерфейсах. Это уже другой вопрос. И то, что мы сейчас видим, то, что дэшборды – это вообще гигиена для управленцев, но им недостаточно уже иметь просто операционную картину на этих дэшбордах. Им действительно нужно, как правильно Иван сказал, нужно, чтобы эти дэшборды им подсказывали, что им надо делать, предсказывали, когда им надо это делать, и помогали им принимать решение вовремя, не когда уже пожар случился, а когда его можно заранее избежать. Можно я чуть-чуть подсвечу двумя примерами? Иван, прям чуть-чуть. Очень коротко. Две крайние ситуации из картины «Мир», которые я писал. Крайняя ситуация номер один – фэшн-компания, она же производитель, очень крупная, известная, собственнику порядка 75 лет, у него все хорошо с деньгами, он говорит, слушай, деньги, деньги мне интересно, мне бы хочется поразвлекаться. Это диджитал-стратегия, если что. Вторая история, обратная сторона. Значит, крупнейший, один из крупнейших тревел-операторов России, большая компания, очень уважаемая, клево работающая, куча гостиниц, они кормят, наверное, треть агентского туристического бизнеса в России, у них охренительно сложный бэкэнд пишется в течение 15 лет на Паскале. Если что, технология 15-летней давности, что там происходит, когда собственники сего этой компании пытаются что-то поменять? Там есть такой хрен за 60 лет разработчик, он говорит, ну давай мне сюда свои те самые, я тебя сейчас покручу, и делать с этим ничего нельзя, потому что это коробизнес-технология. Ладно, все, давай. Да, коллеги, спасибо за ваше участие. Стартовали секцию, поставайте в зад, будем благодарны за ваши экспертные замечания, и приходите к Кириллу в секцию в 14.30, будете еще и слушать стартапы, которые пытаются взломать этот рынок. Спасибо. Аплодисменты. И мы передаем слово Денису Жильцову, компанию «Аромир», который расскажет уже непосредственно о потребителе, о том, как он интересуется нашим рынком, и что мы о нем можем знать, и что должны знать. Добрый день, коллеги. Спасибо, что пригласили. Интересное мероприятие. У меня только один вопрос технологический с точки зрения презентации и кликания на слайды. Как мы будем это осуществлять, Олег? О, супер. Давайте познакомимся. Меня зовут Денис, и я занимаюсь развитием бизнеса исследовательского холдинга «Рамир». «Рамир» — это компания, которая более 30 лет уже занимается исследованиями. Мы занимаемся анализом потребителя. Две наши ключевые компетенции — это компетенция с точки зрения потребительского поведения и компетенция медиапотребления, то есть как бы что человек покупает, что он смотрит, слушает, с кем он общается, и, соответственно, его социальный профиль, то есть кто он есть, какие у него есть установки, ценности и так далее, которые влияют на его поведение. Мой доклад, он такой, знаете, я его разделил на три части. Первое, хочу поговорить про большой тренд, про который сегодня уже коллеги поговорили немного, это история с развитием экосистем в России. Как это происходит, кто является лидером, и к чему это нас приведет. Вторая часть связана скорее... Бам-бам-бам. Раз-раз. Окей. Надеюсь, меня будет слышно. Вторая часть связана с исследованием потребителя. Пандемия, безусловно, повлияла на все сферы жизни человека, соответственно, мы про это немножко поговорим на данных, которые мы имеем. И третий блок связан с новыми инструментами эффективности маркетинга, которые мы видим, которые применяем. Возможно, это тоже будет полезно. Поехали. Так, класс. Ага, вот, получилось. Смотрите, большой тренд, который мы видим в России, один из, это, конечно, переход в систему экосистем, извините за эту автологию. То есть как бы в мире это уже происходит, в России большие компании, как вы, наверное, думаете, двигаются в создании этого, скажем так, компании вокруг потребителя, чтобы удовлетворить все его потребности. На наш взгляд, лидерами станут те, которые смогут предложить максимально персонализированные предложения для своих потребителей. Эта история... Сейчас, секундочку, я все-таки пойму, как это переключается. А можешь помочь, Олег? А, вниз, все. С точки зрения экосистем мы не являемся первопроходцами. Безусловно, в мире этот тренд уже существует, и на самом деле он реализуется по-разному. Если есть история с Соединенными Штатами Америки, где вокруг потребителей выстраивается экосистема, и, например, не только Амазон, а Walmart является одним из основных игроков, который построил уже такую экосистему. Есть и иная ситуация, связанная, например, с азиатскими странами. Например, в Китае это скорее история про социальный мониторинг, где у каждого гражданина есть определенный мониторинг, его действий, из которого складывается общий социальный рейтинг, который позволяет ему, не знаю, брать кредиты, уезжать за границу и прочее. Есть японская модель, которая связана в первую очередь с объединением государства и бизнеса, чтобы сделать жизнь человека более комфортной. На мой взгляд, наиболее гармоничная сфера, но японцы, они имеют свою специфику, конечно, нам на них равняться проблематично. В России есть ряд компаний, которые уже успешно формируют свои экосистемы, но сейчас, как правило, это скорее набор определенных сервисов, которые позволяют им иметь больше контактов с потребителем и предлагать им большее количество услуг. Но главное, что хочется отметить, что в центре этих всех экосистем находится человек, знание об этом человеке, его потребности и желание управлять его поведением. Поэтому попытка монетизировать то, что имеется сейчас, является, ну, то есть, как бы первым, мне кажется, нам еще предстоит пройти большой путь до формирования развитых экосистем, как, например, существует в Соединенных Штатах Америки. Так, дальше мы занимаемся социологией, то есть, мы исследуем потребителей, в первую очередь. Есть большое количество больших данных, которые позволяют компаниям на данный момент самостоятельно получать информацию об их клиентах и, собственно, анализировать их поведение и прогнозировать, что необходимо сделать, чтобы, не знаю, повысить средний чек или же увеличить свою маржу на своих клиентах. И, безусловно, часть информации, которую раньше они получили извне, из социологических опросов или же из каких-то других источников, она сейчас решается внутри компании. На наш взгляд, эффективная модель взаимодействия между данными, которые существуют внутри компании, и данными, которые они получают извне, это синергия, когда, с одной стороны, в какое-то хранилище данных гружаются внешние данные, получая информацию про рынок в целом, а они нас с точки зрения гранулярности, то есть более подробного информации о своем потребителе, уже внутри компании анализируют и обогащают свои данные внешними данными, чтобы получать инструменты для более персонализированного подхода к потребителю и, соответственно, таргетирования, управления коммуникацией с этими потребителями. То есть, на наш взгляд, ответ на вопрос социологии или за большие данные, что победит с точки зрения аналитических данных для управления коммуникацией с потребителями, это, безусловно, синергия этих данных. Второй блок, который хотелось рассказать, мы очень внимательно смотрели, что происходит с потребителем во время пандемии, и, безусловно, она повлияла на все сферы жизни человека, как на его потребительское поведение, так и на его моральное, не знаю, там, поведение, его поведение вне дома, внутри дома, поведение с членами их семей и так далее. Соответственно, про это хочется чуть подробнее поговорить, что это дало для компаний. В первую очередь, мы видим, конечно, экономические эффекты пандемии, и ВВП, и доходы населения сильно снизились. Исходя из наших опросов, мы видим, что более половины россиян, то есть нас с вами, стало беднее. Вот реальные доходы населения сильно упали. Это влияет и на потребительское поведение, и на бизнес-компании, которые работают, в первую очередь, на B2C рынке. Но надо понимать, что потребление упало нелинейно, не по всем отраслям. То есть люди стали больше потреблять продукты в первой необходимости, в первую очередь. Это FMCG рынок, это все, что связано с бытовыми товарами. Товары, которые, ну то есть, или услуги, которыми они раньше пользовались, сейчас они на них экономят. С точки зрения волнения россиян, то есть что их беспокоит, прежде всего, раньше экономические вопросы стояли и так на первом месте, а сейчас их влияние с точки зрения восприятия общества, оно сильно увеличилось. То есть и рост цены, инфляции, низкие зарплаты. То есть в целом наше общество чувствует себя не очень хорошо, это большой челлендж для бизнеса, особенно для среднего бизнеса, который начинает конкурировать с экосистемами, которые обладают абсолютно другими инструментами взаимодействия. Это, конечно, влечет, в том числе, за собой закрытие многих организаций в рамках среднего бизнеса. На какие же категории снижается спрос в первую очередь? Мы сделали большое исследование с BCG в рамках изучения последствий COVID для российского общества и видим как раз вот эти тренды, что, например, рестораны, предметы роскоши, какие-то, кинотеатры, то есть истории, которыми раньше люди пользовались активно, они вот в нижней зоне находятся, на них спрос практически снизился во много раз. Это зависит, конечно, от внешнего контекста, то есть кинотеатры, понятно, ходить просто стрёмно. Но как бы для бизнеса это не является, конечно, они понимают, что происходит, но это не является для них каким-то, как сказать, у них нет выхода на текущий момент, кроме как перепрофилизироваться. Но есть, например, категории, в которых есть потенциал для роста спроса. Прежде всего, это FMCG, еда, все, что связано с домашними какими-то коммуникациями, то есть Wi-Fi, коммунальные услуги, то, что люди готовы тратить больше денег. Так, поедем дальше. Мы регулярно, то есть раз в месяц исследуем индекс потребительской активности. Это некий индекс, который отражает, как люди потребляют товары первой необходимости. Если посмотреть на динамику в рамках 2020 года, вот в конце года, это уже 216% от 2012 года, то есть люди на продукты стали тратить реально намного больше. Но денег у них в целом стало намного меньше. Соответственно, из этого можно сделать вывод, что ряд отраслей просто лишились клиентов, потому что реально живых денег у них нет. Из этого, ну, ряд, например, брендов, они в пандемию сильно выиграли. Мы делали определенные исследования про какие бренды люди называли наиболее любимыми в рамках ковида, то есть с кем они там больше коммуницировали. И видим, что, например, «Пятерочка», «Магнит» и ряд сервисов электронок, так, «Сбербанк», например, или «Ютуб», или там «ВКонтакте», они сумели перестроиться в рамках пандемии, и это повлияло на лояльность их клиентов, и, собственно, они их отмечают как неких своих помощников, которые помогли им справиться с этой ситуацией. Про изменение потребительского поведения хочется, первое, сказать, что ваш клиент стал рациональнее. То есть все, что мы видим, оно связано с… у него стало меньше денег, и он начинает действовать по-другому. Прежде всего, например, мы видим, ну, то есть, вот для социологии это очень большие цифры. «Черри-пикеры» — это люди, которые при покупке в магазине прежде всего ориентируются на скидки. 19-й год — 17%, 20-й год — 25%. То есть люди… Ну, то есть, а если мы говорим про которые не экономят вообще, то есть 16% и 6% от населения в целом России. То есть люди начали стать… Они рационально действуют с точки зрения их действий, которые они осуществляют либо в магазине, либо же при выборе в ЕКОМ, и это важно учитывать. Мы также видим, конечно, разницу в потребительском поведении между различными поколениями. То есть, как бы сейчас уникальное время, мы живем первой… Наверное, это первая ситуация в мире, да, когда у нас существует четыре активных поколения, которые действуют параллельно. Это большой челлендж для маркетинга в первую очередь, потому что потребительское поведение у них абсолютно разное. То есть, если мы говорим про Зетов и, например, Иксов, да, или О, это поколение оттепеля, то есть у них абсолютно разные привычки, разные тренды потреблений, и выстраивать коммуникацию с ними надо по-иному. Также в рамках нашей работы мы ежеквартально делаем рейтинг доверия Рамира. Это вопрос открытый, когда мы спрашиваем у людей, кому вы в жизни доверяете. Интересная история, что если взять, например, селебов, да, вот с точки зрения рейтинга аффинитивности, то у поколений практически, ну, то есть нет одинаковых фамилий людей, которым они доверяют. То есть, если мы видим Икс, то тут один набор людей, и если мы видим Зетов, то это совершенно другой. А если у вас, например, товар, который, ну, Киркоров тоже, его люди называют, цвет поколения, как ты у него, цвет настроения синий, да, или черный, по-моему, уже есть. Вот, соответственно, он тоже является определенным лидером мнения у этой аудитории, несмотря на его олдскульность. Вот, но тут главное, что когда ваш бренд ориентирован на широкий рынок, например, я не знаю, шоколадная продукция, вы его продаете и Зетам, и Иксам, и использовать в рекламе, например, только Киркорова, да, ну, то есть, соответственно, является сложным, сложным выбором для маркетинга. Мы оцениваем медиапотребление, то есть, как люди смотрят телевизор, да, в разных его там ипостасях, как дома, так и на работе или же в пути, и видим такой тренд с точки зрения именно пандемии. То есть, понятно, что вот эти цифры, все очень сильно возросло, когда всех людей оставили дома, вот, но интересный, интересный инсайт, то, что, например, у некоторых аудиторий после того, как они вышли уже из, в город, там, или, не знаю, там, в село, вот, их медиапотребление по телеку возросло, то есть, как бы, вот 25-34 или даже молодое поколение, которое, у них до пандемии был среднедневной охват 24,9, сейчас 35, то есть, молодежь стала больше смотреть телевизор, поскольку, видимо, познакомилась с ней во время пандемии. То же самое мы видим и с интернетом, то есть, в некоторых аудиториях, да, вот этих поколенческих, роль интернета, она возросла, то есть, у той же молодежи она была и так высокая, стала еще выше, вот, тут единственное интересное отличие, что у людей среднего возраста 35-44, например, наоборот, они, видимо, за время пандемии немножко устали от интернет-коммуникации, и сейчас среднедневной охват на них снизился. И третий блок моего доклада, он связан с некими инструментами, эффективность, которые мы используем, помогая нашим клиентам стать более конкурентоспособными, вот, первое, что мы делаем, мы, например, меряем эффективность рекламы, так как у нас существует панель, которая позволяет не на claim data, то есть, не на опросах, а на реальном потреблении, изучить то, что человек покупает, его потребительскую корзину, и то, что он при этом смотрит на телеке или же в интернете, мы можем связать, как реальная реклама повлияла на его потребительское поведение, то есть, если он увидел рекламу Pepsi, он купил, то есть, его частота покупки стала больше или нет. вот на данном примере, например, мы просто, это не клиентская история, это скорее наша внутренняя, мы посмотрели, как две крупные рекламные компании, 360, Cola и Pepsi, повлияло на реальное, там, ну, то есть, увеличение их объема продажи, и можем оценить, что, например, при, видно, что Pepsi, с точки зрения охвата Total 14+, население, у них охват был намного шире, но они, с точки зрения маркетинга, они делали это не очень эффективно, поэтому не всегда все деньги, потраченные рекламой, как вы знаете, они тратятся эффективно, с точки зрения конечного результата, результата бренда. Так, дальше хотелось еще показать вам данные, ну, то есть, мы очень много сейчас, мы не являемся классической социологической компанией, потому что мы стараемся уходить от клейм-даты, то есть, опросов, и стараемся всю информацию получить, получать либо из внутренних источников, то есть, панелей, которые у нас работают, либо обогащая наши данные, большими данными от других операторов или партнеров. Вот, например, мы много работаем с компанией Magnit, и, соответственно, в рамках сотрудничества обогащаем их ДМП-платформу, которую они предоставляют для своих поставщиков, данными наших потребительских панелей. То есть, отчего на тех тестах, которые мы уже проводили и реальных коммерческих клиентах, то есть, эффективность коммуникации для брендов, она возрастает достаточно значительно. То есть, синергия данных вот между социологией, уже не классической, а той, которая есть сейчас, и большими данными, которые есть у крупных игроков, она возможна, и это реально работает. Про это, наверное, стоит говорить подробнее. И последнее, чем хочется закончить, это некими выводами по итогам пандемии, о чем мы, что мы поймали, что мы видим сейчас. То есть, безусловно, мы уже переживали с вами кризисы, кризисы были разные, экономические, политические, но то, что произошло в прошлом году, оно принципиально отличается от того, с чем мы сталкивались ранее, потому что люди по факту изменили свое, то есть, как бы все прошлые кризисы, они влияли, но влияли только на определенные сферы жизни людей, а текущий кризис, он повлиял практически на все сферы, ну, то есть, в которых человек задействован. Поэтому пандемия сейчас уходит, но мы уже не вернемся к тому потребителю, который был до пандемии. Это важно понимать и с точки зрения выстраивания коммуникации, и с точки зрения автоматизации маркетинга. Мне кажется, что те инсайды, которые мы получаем на больших выборках, будут хорошо использовать в тех мат-моделях, которые и в тех каналах коммуникации, которые мы используем для того, чтобы достучаться до своего потребителя. Спасибо. Я закончил. Вопросы? Денис, какая? Тогда вопрос от меня. Спасибо. Алексей Бобров, системный аналитик. Вы очень много приводили статистической информации. По поводу той информации, которую вы получаете от ваших клиентов из их внутренних платформ. Все понятно. Но вы сказали про обогащение этих данных некими своими данными статистическими. И вы приводили очень разноплановую информацию. Вот вы-то ее откуда берете? Из каких источников? Не в смысле платформы, а живые, сырые данные, откуда вы получаете? То есть, насколько этим статистическим выкладкам можно верить в смысле их связи с реальной картиной? Да, я понял вопрос. Готов ответить. Смотрите, как мы работаем. У нас есть два типа панели. Панель — это, скажем так, технологическое решение, которое позволяет нам регулярно коммуницировать с верифицированными. Сейчас проще постараюсь объяснить. В общем, у нас есть 40 тысяч панелистов, которые ежедневно отправляют нам чеки, сканируют свои чеки, которые они, ну, то есть, когда они ходят в магазины или покупают какие-то либо продукты, и отправляют нам это через мобильное приложение или через десктоп, нашу базу данных. Панель собрана таким образом по Росстату, то, что она с точки зрения квот и выборок, то есть она репрезентирует российское население в целом. Соответственно, собирая данные про вот этих 40, от этих 40 тысяч верифицированных людей, вот, мы можем сказать про объемы, средний чек, пенетрацию потребления россиян в целом, ну, с точки зрения, ну, то есть мы не можем опуститься гранулярно до каждого там города или магазина, но мы репрезентируем 220 городов самых крупных. Вот, это позволяет нам собрать модель общества, то есть, чтобы говорить об объемах поставок, там, не знаю, о поведении определенных групп населения, потому что каждый из этих 40 тысяч человек прошел анкету где-то порядка, по-моему, 100-150 вопросов у нас установочных про его соцдем, характеристики, его привычки и прочее. И это первый тип данных, который мы регулярно ежедневно получаем на нашей платформе. А второй тип данных это медиапотребление. У 4 тысяч панелистов из этих 40 установлено мобильное приложение, которое 24 на 7, как Shazam, слушает все, что происходит вокруг и передает сигнатуры на наши сервера. Мы их расшифровываем и тем самым аналог медиаскопа PeopleMetro, только другого формата, анализируем их медиапотребление TV, радио, плюс параллельно их интернет-потребление мы анализируем с помощью, если это мобильный телефон, с помощью VPN, который установлен. А если мы говорим про десктоп, то там специальный виджет, который, собственно, тоже мониторит весь интернет-трафик. Собирая все это вместе, взвешивая с помощью аналитических моделей и социологических выкладок, мы получаем репрезентативные данные о населении, которые уже предоставляем нашим клиентам. Мы на самом деле работаем практически со всеми крупными рынками, B2C, но основной, конечно, FMCG Retail, где мы там задействованы, где это реально актуально. И с помощью вот этих моделей, главное, что у нас есть, что нет ни у кого, это мы видим рынок в целом. То есть любой клиент, даже очень крупный, условно, Магнит или Сбербанк, он очень хорошо понимает про своих потребителей. Но как только потребитель ушел, ну, например, Сбербанк, он ушел там в Тинькофф за другим продуктом, или же из Магнита он перешел в Пятерочку. Все, они его потеряли. А мы с помощью вот этой репрезентативной модели видим это потребление полностью, что позволяет ну, некого другого типа аналитика уже выкладывать. Вот. А что нам не хватает от гранулярности? То есть мы не можем спуститься на самый нижний уровень, поэтому мы сейчас, ну, наш основной челлендж и как мы развиваемся, это мы дружим с большими данными и стараемся использовать их в наших моделях, чтобы повысить их точность буквально до конкретной заправки, магазина и прочего. Вот. Надеюсь, ответил. У нас сейчас должна быть сессия по кейсам автоматизации. Вот. И мы будем их, собственно говоря. Так, первый докладчик у нас уже готов, да? Да? Отлично. Коллеги, в общем, смотрите, сейчас мы будем слушать про, о том, как космические корабли бороздят, но в гораздо более конкретном виде и как это все непосредственно падает на продажи, падает на успехи компании. Давайте, ну, конкретизировать, собственно говоря, то, что, то есть, сейчас будут представлены кейсы, вы думаете о том, как это будет отражаться на вашем бизнесе, как это ложится на ваш бизнес, как это сделать здесь и сейчас вот в привязке к вашим клиентам, привязки к повышению продаж, конкретно, там, увеличению количества лидов в вашей ситуации. Тогда, ну, как бы, сессия будет наиболее перспективной, наиболее полезной. Полезной. Все? Вперед. Здравствуйте, коллеги. Да, меня зовут Кириллов Кирилл, я руководитель компании Air Production, мы Web Production специализируемся на трех ключевых сегментах, это e-commerce, это финансовый сектор и это разработка так называемых сложных сервисов. Мы работаем уже 6 лет, входим в топ-25 лучшей компании по версии рейтинга Рунета, и мы самая молодая компания среди первых 25, чем мы очень гордимся, потому что считаем, что развиваемся быстрее, чем остальный рынок. Там некоторые наши клиенты видно на экране. Сегодня я хочу рассказать о таком способе автоматизации маркетинга, как разработка B2B интернет-магазинов. Что же такое B2B интернет-магазин, для чего он нужен? Под B2B интернет-магазином я подразумеваю некий набор стандартных средств, инструментов, таких как корзина, каталог, карточка товара, возможно, программа лояльности, оплаты, логистика, но с заточкой под именно B2B, то есть под юридических лиц. Я расскажу на примере нашего клиента компании ZEITS. Это рекламно-полиграфическая компания, которая занимается выпуском рекламной продукции. Это сувенирная продукция, это различные рекламные листовки, буклетты, это текстиль. Они специализируются на работе для таких компаний, как Burger King, Dodo Pizza, KFC и других в основном как раз-таки фастфудных компаний, для которых они выпускают такого рода продукцию. Компании существуют довольно давно и они, как и многие другие, работали средствами Excel для того, чтобы осуществлять B2B продажи. Это, безусловно, очень неудобно и в какой-то момент они поняли, что процесс можно автоматизировать. Для чего они хотели это сделать? В первую очередь для того, чтобы упростить себе задачу, сразу там забегу вперед, скажу, что в процессе реализации проекта мы сделали такой проект, который позволил в три раза увеличить размер склада, в пять раз увеличить выручку, но оставить то же количество сотрудников, которые работали с помощью Excel в странной компании нашего заказчика. Даже сейчас, в 2021 году некоторые крупные сети компаний работают до сих пор через Excel. Это очень неудобно, очень плохо, но тем не менее такая история до сих пор существует. Для нашего клиента непосредственного, для клиента нашего клиента, то есть Burger King, Dodo Pizza, это ручное заполнение бланка, это необходимость припроверять данные, припроверка формул, крупные партии неудобно заказывать и нет самого главного статуса заказов. Мы не знаем, где сейчас заказ, все приходит через почту, все не автоматизировано, все путаются и не видно наглядно, что мы заказываем, потому что Excel, как правило, не содержит изображения, либо содержит какие-то очень небольшие превью изображений. Именно для этого мы и запустили так называемые веб-шопы. Помимо атрибутов, которые характеризуют основной процесс покупки, мы также добавили на работу ряд фич, так называемых, то есть ряд каких-то нововведений, улучшений, которые помогают улучшить пользовательский опыт для того, чтобы мы смогли более эффективно работать с нашим конечным потребителем. Например, это некий интерфейс сборщика. У сборщика заказа на складе есть планшет, который он крепит на руку, он интегрирован с сайтом и с сканером штрих-кодов. Сборщик ходит по складу, сканирует штрих-коды и отмечает позиции, которые он добавляет из заказа. То есть он собирает те или иные позиции, добавляет их в заказ, минуя ERP-систему, сразу напрямую с сайтом, это позволяет максимально быстро взаимодействовать. Если хотя бы одного товара, одной позиции нет в заказе, товар переходит в статус «отложено» и только тогда включается менеджер, он уже непосредственно коммуницирует с заказчиком, говорит, что ему нужно либо заменить товар на аналог, либо заказать его позже, либо какие-то другие действия произвести. Если такого не происходит, то все происходит автоматизировано. Соответственно, здесь есть такая функция, когда заказ заканчивающейся позиции. Наш заказчик сделал договор SLA со своими конечными заказчиками, в котором он обещает сбор любого заказа не больше, чем за сутки. Это довольно амбициозная задача для рекламно-производственной компании, поскольку произвести большой объем заказа за сутки невозможно. Поэтому они делают заранее прок какое-то количество заказов, какое-то количество материалов, которые, как правило, заказывают повторно, и хранят на своих складах. И для этого у них есть возможность автоматизированного заказа позиций с производства. Когда мы понимаем, что какого-то востребованного товара, например, подложки до подносов, заканчивается в наличии, происходит автоматический заказ, на производство уходит разнарядка о том, что нужно произвести новые подложки. Это позволяет моментально практически обновлять позиции и позволяет обеспечивать SLA для конечного заказчика. Также из фич и особенностей есть такая вещь, как точки продаж. Если мы говорим, допустим, о Burger King, это одно юрлицо, здесь есть один главный заказчик, и много у него разных точек. Если мы говорим о Dodo Pizza, здесь франшизная история, и у одного заказчика может быть одна точка продаж, может быть две, может быть три. Они даже в теории могут работать на разных системах налогообложения. Для этого мы ввели такую источность, как точки продаж. И имеем возможность сложной ролевой модели настройки, для того, чтобы мы могли взаимодействовать и заказывать сразу с несколькими точками продаж. Например, когда хотят сэкономить на доставке, несколько ближайших точек продаж, делают одну корзину и дозаказывают ее. Также персональный менеджер закреплен за каждым клиентом, несмотря на то, что всего он по сути один, он справляется как персональный для каждого клиента, потому что все происходит практически в автоматизированном режиме. Тем не менее, есть некий интерфейс, в котором персональный менеджер может обменяться сообщениями, файлами, какой-то документацией с конечным заказчиком и решить засущные проблемы его. Также есть такая функция, как оплата карты. Мы тоже это ввели уже в процессе работы, поняли, что некоторому действительно удобно оплачивать карты, а не генерацией счета на стороне сайта. Также есть функция, с помощью которой мы решили проблему AutoStock, то есть мы решили проблему отсутствия товара, это резервирование товара. То есть мы просматривали два варианта. Первый, что когда заказчик добавляет товар в казино, он резервируется до момента покупки, а заказчик мог про него и забыть, мог и на час добавить. Если это новый ресторан, он может набирать себе корзину несколько дней, выясняю, что ему требуется, либо мы могли не оставлять товар в резерве, который лежит в корзине, тогда часто мы сталкивались с историей, что покупатель получает нулевую выдачу, то есть он заказал товар, а ему написали, что товара уже нет в момент запроса. Поэтому мы пришли к революции, что мы должны сделать некое резервирование товара на час, то есть мы включаем таймер, и пользователь видит, что товар будет резервирован за ним, но в течение часа. Наверное, одна из самых главных особенностей наших веб-шопов, BDB-интернет-магазинов в том, что они персонализированы. мы делали под каждого конечного крупного клиента свой интерфейс. По сути, они отвечают одинаковым функциям, но настроены под конкретные задачи. Допустим, там у Dodo Pizza, условно говоря, предзаказ и оплата счетом, у Burger King возможность оплаты карты и постоплата, у кого-то есть авиадоставка, кто-то ей не пользуется, у кого-то своя служба доставки. Все эти атрибуты должны настраиваться. И мы сделали возможность настраивать эти атрибуты для каждого нового веб-шопа. Заходит клиент конечный, видит товары, которые относятся только к нему, видит эти товары со своими фотографиями, то есть он может посмотреть, условно говоря, увидеть брендированные товары, видит только то, что относится непосредственно к этому конкретному, к этой конкретной сети. И информация тех позиций, которые он уже заказывал, также видит некую историю заказов. Как же мы, собственно говоря, делали этот интернет-магазин? Мы его делали, как и большинство наших проектов, начиная с этапа предпроектного анализа. Это, пожалуй, самый главный этап в нашем проекте. Мы проводим глубинные интервью заказчика, выясняем все бизнес-задачи, рисуем BPMN-нотификацию для того, чтобы бизнес-процесс описать. Мы проводим исследования пользователей кастового девелопмента для того, чтобы понять, как потребляют те или иные услуги конечные потребители и проверяем гипотезы в рамках нашего тестирования. Проводим воркшопы совместные с заказчиками. Дальше мы делаем прототипы страниц, некое визуальное представление сайта без дизайна, представление функционала в виде диаграмм, схем. Дальше мы при исходе непосредственно продакшену переходим. Мы делаем в рамках продакшена вверстку, программирование, вот в эксплуатацию, все как и положено. Важным атрибутом также является масштабируемость. Мы понимаем, что у нашего конечного потребителя, не нашего конечного, наоборот, у нашего заказчика появляются новые конечные потребители, и мы должны иметь возможность быстро ввести в эксплуатацию новый интернет-магазин. То есть появился у них, допустим, условно говоря, Макдональдс. Мы должны не разрабатывать новый интернет-магазин, мы должны иметь возможность быстро его настроить. буквально за 2-3 дня, затратив не больше 10% от стоимости изначальной разработки, мы вводим в эксплуатацию новый интернет-магазин для каждого нового конечного потребителя. Сейчас мы в процессе разработки рекомендательной системы, это такая система, которая позволяет нам делать некие прогнозы, некие выводы на основе истории заказа. То есть когда мы понимаем, что, например, весной у ресторанов часто бывают акции, следующей весной мы заранее предлагаем ресторанам озаботиться тем, чтобы они заказали соответствующую рекламную продукцию. Этим мы решаем задачу при выполнении производства. Также, если мы понимаем, что один конкретный ресторан у нас примерно раз в 3 месяца заказывает подложки в таком-то количестве, в следующий раз мы ему за 2,5 месяца предлагаем, а не хотите ли вы заказать сейчас подложки, для того, чтобы производство смогло заранее подготовиться к вашему запросу. частично ручная и частично автоматизированная. Мы стремимся к полной автоматизации. И, соответственно, в принципе, это все, что я хотел вам сказать. Буду рад ответить на вопрос. Отлично. Тогда я начну. Можете сформулировать, Кирилл, какое прорывное свойство сейчас у того, что есть сейчас, кроме рекомендательной системы, над чем вы еще работаете? Рекомендательная система – это очень сильный вообще стимул продаж драйвер. Кроме этого еще что-то? Ну, конкретно с этим заказчиком мы пока останавливаемся на рекомендательной системе, но в целом сейчас все идет к маркетплейсам, и мы делаем возможность не только многих конечных заказчиков, но и многих поставщиков в рамках одной системы. То есть сейчас все в маркетплейсах, всякие озоны, амазоны, и не все ниши пока заняты, и в некоторых нишах, например, в строительных маркетплейсов довольно мало, и мы делаем возможность B2B интернет-магазинов, где много заказчиков, много поставщиков. Есть ли какая-то зона, которая сейчас не покрыта в области CRM с покупателями? То есть зона потребностей, которая слишком сложна технологически, но потенциально она может выстрелить очень сильно? Совсем понял CRM. Ну, подобного рода системы, есть ли какая-то зона, которая сейчас технологически еще не решена, но если когда она будет решена, например, в случае шопер-маркетинга голографические рекламы в торговых аллеях, что-то подобное, то есть что может реально взорвать этот рынок и привлекать покупателей? Понял, тренды, какие-то новые вещи, которые будут в следующие годы. Но здесь на самом деле никаких супер открытий я не открою, понятно, что есть какие-то экспериментальные вещи вроде всяких AR и VR, которые постепенно умирают, как это и было ожидаемо. Есть вещи, которые прогнозируются уже последние несколько лет, это омниканальность, это бесшовность, это улучшенный пользовательский путь, в общем, все идет в сторону персонализации, как до этого говорили коллеги, как человек или клиента ориентированность. секретарь, вот. Но человек вообще нужен будет нам? То есть вот с теми или у нас есть только производство и клиент? Только в качестве арбитража в случае каких-то проблем. Вопросы? Да, да, машин-дюрнинг. Спасибо. Да, на самом деле я не сказал, но вы правильно сказали, у них был промежуточный вариант, очень дешевый плохой сайт между Excel и нашей разработкой, но мы по сути его не брали в качестве основы, мы сделали новый, потому что он не был совсем простой, который нельзя было масштабировать, и мы его в общем-то не рассматривали. То есть если есть уже хорошая отработанная витрина, например, то есть есть хорошая витрина, но плохо с обработкой заказов и все остальное, то есть оно у вас подключается? А у вас забыл. Я могу потом посмотреть, у меня в почте в телефоне есть. Но по поводу рекомендации, насколько я понимаю, самый минимальный уровень рекомендаций это просто сроки годности. То есть если вы продаете, нет? У вас рекомендации, наверное, другие могут быть, если, например, какие-то жилеты заказывают, условно говоря, раз в год, и вы понимаете, что у них там время жизни год. В следующий раз, там, заранее, за месяц, за два, можно им рекомендовать. И так, и так, оба варианты бывают, чаще всего, конечно, новые, потому что если уже есть что-то готовое, не все любят лезть в чужой код, да, но иногда мы делаем и доработки существующего сайта, иногда мы оставляем бэк, переделываем только если бэк хорош, иногда мы, если там хорошая технология, какой-то современный фреймворк, код, но там, конечно же, все немножко сложнее, и там мы предпочитаем работать по agile, когда у нас нет конечной точки там, в бюджете, когда мы идем там, итерациями по две недели и улучшаем проект. То есть оба варианта просматриваем. Ой, у нас много патента, на самом деле. С технегом мы работали, битвы, интернет-магазин у нас был. Остальные. А, макетплейсы. Я понял. Да, мы недавно запустили marketplace B2B для республики Крым, некий инвестиционный проект Сбербанка, там и МРИАК отель участвует, как бы как информационное развитие Крыма. Это B2B площадка для заказа различных туристических услуг, связанных там с экскурсиями, с арендой инвентаря, чего-то еще. С одной стороны, там непосредственно компания, которая занимается вот этими мероприятиями, с другой стороны, гостиницы. И гостиницы уже, конечно, своим потребителям продают как от как бы два B2B заказчика и B2C заказчика. Вот мы недавно запустим этот проект, в этом сезоне он будет уже работать. Понятно. Еще один вопрос. Есть время. Нет? Отлично. Кирилл. Спасибо. Следующее выступление Тимура и Павела компания Flocktory и Oldie. Что? Спасибо. Спасибо. Друзья, коллеги, здравствуйте. Меня зовут Тим Тужба. Я руководитель проектной команды Flocktory, которая днем и ночью помогает нашим партнерам увеличивать свои результаты. сегодня я здесь с представителем наших друзей и партнеров Павлом Симоненко, экс-директором по маркетингу Oldie. Вместе с Пашей мы расскажем вам о том, как вторичные данные могут решать первичные проблемы. И начну я с вопроса, которым я уверен задавался практически каждый в этом зале. Как сделать так, чтобы клиент пришел к вам в первый раз, вернулся во второй, третий, пятый, десятый и в итоге стал адвокатом бренда? Ответ прост. Использовать данные для персонализации и коммуникации с ним. Вы скажете, это не новость. Но новость не в том, что делать, а в том, как. Какие именно данные и как их использовать для персонализации. И начать я хочу с того, что расскажу, какие данные бывают в целом. Мировая практика делит данные на три группы. First, Second и Third. Что это за данные и с чем их едят? First party data это данные, которые были собраны в рамках контура вашего бизнеса. Third party data это агрегированные данные, о происхождении которых вам ничего не известно. Second party data это данные, которые были собраны в рамках контура других бизнесов, то есть чужая first party data. при выборе нужного типа данных обычно опираются на три критерия прозрачность, релевантность и масштабируемость. Давайте посмотрим на эти данные сквозь призму этих критериев. First party data супер прозрачные, ведь вы собрали их сами, релевантные, но их мало. Third party data данных очень много, но они не прозрачные, поскольку вы не знаете, где они были собраны. В связи с этим спорная их релевантность. Second party data их сильно больше, чем ваши first party data, при этом они прозрачные, в связи с этим более релевантны. Таким образом, second party data является золотой серединой сегментации, которая открывает вам возможности и для масштаба, и для релевантности. А мы... Конечно. Сейчас, секундочку. Мы, как флоктери, являемся экосистемой технологий и данных для повышения эффективности бизнеса, которая позволяет любому онлайн-игроку в рамках построения своего диджитал-маркетинга использовать как ФПД, так и СПД. Давайте я расскажу вам чуть подробнее, что из себя представляет экосистема, для того, чтобы мы с вами были в едином контексте. Внутри экосистемы есть бизнесы самых разных категорий, от топовых e-com брендов до банков и страховых компаний. В экосистеме обрабатывается, пополняется и анализируется огромное количество данных в режиме реал-тайм. У каждого пользователя в экосистеме есть свой профайл ID, на который нанизывается вся информация, которая собирается о нем в системе. Технологические возможности всей системы позволяют организовать сбор, обработку и хранение ваших первичных данных. Кроме того, в системе есть инструменты автоматизации маркетинга, которые позволяют персонализировать коммуникацию с пользователем на базе как раз-таки ваших первичных данных. Помимо этого, в системе реализован механизм Second Party Data Exchange, который позволяет игрокам обмениваться своими первичными данными. И на базе этих трех составляющих Флоктори позволяет вам перинационализировать коммуникацию с пользователем, опираясь не только на свои данные и каналы, но имея возможность обратиться к данным и каналам других участников экосистемы. Эту платформу мы назвали Second Party Customer Engagement Platform, платформу вовлечения и персонализации работы с пользователем, как на базе ФПД, так и на базе СПД, которая открывает не только новые возможности для партнерства, но и новые стримы выручки. Что это за платформа и как работает? Она состоит из трех частей. Первое это профиль пользователя, который в свою очередь складывается из трех составляющих. ФПД это ваши данные, СПД это обогащение данными других участников системы и обогащение предиктивными алгоритмами, разработанными в Флокторе. Далее, в автоматизированном центре принятия решений система выбирает наиболее конверсионное взаимодействие, исходя из комбинации цель-канал-ценность. После этого автоматически происходит персонализированная коммуникация с пользователем в одном из каналах, где каналами могут выступать ваши собственные каналы, рекламные платформы и, внимание, каналы других участников экосистемы. Пока все звучит красиво, но хочется услышать пример. И для начала я сформулирую два вопроса и отвечу на них, конечно же, которые звучат практически на каждой конференции. Во-первых, как разбудить и вовлечь спящую аудиторию и как продолжить коммуникацию в email с тем, чей email вы не знаете. И отвечу я на эти вопросы на примере кейса с нашими друзьями и партнерами сетью магазинов электроники Олди. Паша, тебе слово. Да, Тим, спасибо. Итак, сразу к проблеме. Уверен, многие коллеги по рынку сталкивались с этим, ну или столкнутся рано или поздно. 200 тысяч пользователей перестали реагировать на нашу email коммуникацию. Что мы только не делали. Мы запускали триггер с хорошим оффером, предлагали бонусы интересные, подборки делали, ничего не помогло. в принципе ни для кого не секрет любая база рано или поздно выгорает. Но 200 тысяч мы не готовы были с этим смириться. Собственно с этим вопросом мы пришли к нашему партнеру флоктерим. Да, было сразу понятно, что запуском очередной триггерной цепочки делу не поможешь. Было нужно совершенно новое решение, которое дало бы количественно и качественно абсолютно другой результат. Что мы имели на входе? С одной стороны у нас был Олди с их болью и проблемой, с другой стороны в экосистеме есть и другие участники, назовем их партнер N. У этих участников есть регулярные, но от этого не менее важные задачи привлечения заказов по фиксированной ставке CPO. Оба партнера уже используют систему для автоматизации маркетинга, а значит у них уже есть технологическая связка, что не требует дополнительной интеграции для построения моста между ними. Какое решение было предложено и реализовано как раз на базе ценностей и возможностей, которые открывает экосистема? Пользователь заходит на сайт партнера N, совершает ряд действий и покидает его. стандартно у маркетолога есть два сценария, по которым он будет работать с таким пользователем. Работает? Да. Супер. Два сценария, по которым он может пойти. Первый сценарий это попытаться догнать пользователя в условно-бесплатных каналах, таких как push или email, если, конечно, у маркетолога есть его контакт, разрешение на отправку, да и частота, с которой он планирует с ним коммуницировать, будет достаточной для совершения целевого действия. Сценарий номер два попытаться догнать пользователя в ретаргетинге, но никто не гарантирует, что наш с вами рядовой маркетолог сможет уложиться в заданную ставку СПО. Но есть третий сценарий. Если пользователь, посетивший сайт партнера N, входит в ту самую боль 200 тысяч к Олде, Олде уже имеет право коммуницировать с этим пользователем. Чем цена такая коммуникация для пользователя? С одной стороны, у него уже есть взаимоотношения с Олде, с другой, он совсем недавно проявил свой интерес к партнеру N, посетив его сайт. Итак, как выглядела данная коммуникация. Дорогой Тим, мы с партнером N подготовили для тебя подарок, скидку, скажем, 10%. Переходи, совершай заказ, и спасибо, что ты с нами. Тим открывает письмо, переходит на сайт и совершает заказ. Оба партнера получают дополнительную монетизацию. Да, давайте поговорим о результатах. Во-первых, чуть больше четверти аудитории Олди вернулись в коммуникацию с ними, то есть стали реагировать и на их собственные последующие рассылки. Партнеры N привлекли заказы по фиксированной ставке CPO, и внимание, Олди открыли новый драйвер выручки для себя, поскольку часть денег, которые партнеры N заплатят за привлеченные заказы, будет аллоцирована Олди как новая доходная статья в их бюджет. Win-win. Но я рассказал вам только про первый вопрос. Как разбудить спящую аудиторию? А что делать с теми, чей email мы не знаем, но хотели бы коммуницировать с ними? Ровно то же самое. С небольшим изменением. на месте участника 1 у нас теперь выступает партнер N, а на месте участника 2 у нас выступает Олди. Таким образом, мы рассказали вам, как платформа Second Party Customer Engagement Platform может решать и решает первичные задачи и проблемы наших клиентов. Паша? Да, Максим. Честно скажу, на старте проекта были опасения немалые, но в принципе мы давно работаем с Флоктори, в общем у нас все получилось. Что получил клиент пользователь? Пользователь получил релевантное предложение, действительно актуальное для него. Хочу отметить подход, пользователи не засыпали спамом, это очень важно. Что получили мы? Мы получили контакт со спящим пользователем, плюс самое интересное, он после этого начал реагировать и на наши имейлы. Мы получили дополнительный маркетинговый канал, и самое приятное, мы получили дополнительный заработок, по CPI-м модели мы смогли получить дополнительную прибыль. Хочу сказать, что не стоит бояться экспериментировать, особенно если вы уверены в своем партнере. Сейчас, глядя на результат, мы в принципе смело идем в новые проекты с Флоктери, но и с другими участниками экосистемы. Спасибо, Паш, за такие слова. Будем заканчивать. Главное, что хотелось сегодня сказать, как бы это громко ни звучало, мы, как команды Флоктери, искренне верим, что в партнерстве, умноженном на готовность к экспериментам и бесконечном трудолюбии лежит ключ, которым мы с нашими партнерами каждый день открываем двери к новым результатам. Давайте вместе пробовать новое и становиться эффективнее. На этом все. Большое спасибо. Отлично, большое спасибо. Коллеги, готовьте вопросы. Мой вопрос следующий. Вот насколько безопасно для компании вовлекать, давать свою базу пользователей, давать свою базу покупателей на общее, скажем так, использование. Потому что понятно, что в кооперации есть много плюсов, но российские компании, ну, как бы чисто рожденные в 90-е особенно, да, не любят рисков, которые рождаются вот из такого рода. И активом является собственно говоря база покупателей. Вот здесь какие риски и как их минимизировать? кто будет? Давай я. Спасибо за вопрос. Смотрите, Олди не отдал свою базу никому. Олди заранее, подключившись к экосистеме, он сказал, с кем, условно, из этого примера возьмем, чьи предложения он хочет отправлять, а чьи он не хочет. Естественно, по электронике никаких подарков конкурирующий не отправлялась. При этом вторые участники экосистемы они пользуются возможностями Олди не получая каких-либо данных, каких-то имейлов. Это все заранее все договорились и собственно работает. Ну я хочу добавить, во-первых, флоптери не первый год на рынке. У нас не было этого вопроса. Я сказал, у меня были опасения, но были опасения другого плана. Именно этих не было, потому что мы с ними уже давно работаем. У ребят лицензии и так далее, то есть они, я думаю, расскажут об этом подробнее. Это вот как раз таких безопасности. Опять же, мы отдавали не всю базу, то есть можно же начать с того, что вам как бы ну в принципе ну и ладно. Ну 200 тысяч, мы с ними потеряли коммуникацию. Ну что? Ну что с ними может случиться уже? А в итоге мы получили такой... Да, да, да. Ну база любая выгорает, вы же понимаете. Ну что мы делаем, когда выгорает база? Мы, соответственно, пополняем ее и на этот хвост как бы ну и ладно. А тут, ну все-таки для нас была эта серьезная цифра. Понятно. Коллеги. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Юлия, руководитель групп стратегического развития Ригла. У меня такой вопрос. Были ли у вас такие кейсы или это не слишком применимо и не слишком хорошее решение, если у компании уже есть CRM, CDP платформа, то есть все коммуникации идут там, нас все устраивает, но при этом вот та возможность вот как раз Customer Data Exchange она могла бы быть нам интересной. Ну то есть, соответственно, переезжать и полностью менять функционал на флокторе, например, гипотетически компания, они готовы. Можно ли каким-то образом сочетать использование двух платформ, то есть вашей и, например, уже существующей компании, и если да, то были ли у вас такие кейсы и каким образом разделялись коммуникации? Не создает ли это кашу, которая хуже, чем ничего? Да, спасибо большое за ваш вопрос, Юля. Кейсы такие были, потому что та ваш CDP, с которой вы уже работаете, отправляете свои собственные рассылки, это одна история. Если вы хотите попробовать и начать работать с CEP и своим пользователем, да, ту же самую спящую аудиторию путить, вы спокойно подключаетесь, настраиваете ограничения по отправкам на своих пользователей и контролируете весь процесс. И получается, что у вас тот сегмент пользователей, которым вы хотели бы отправлять дополнительные рассылки, чтобы их вернуть или лояльность увеличить, он будет получать отдельные письма. Кому-то вы можете не отправлять. Можете и... Ну, конкретно в этом случае первое, что мы вам предложим, это сделать так. Спасибо. Боброх Алексей, системная аналитика Tokyo City. У меня сразу возникает вопрос в голове. Допустим, наша аудитория даже гипотетически пересекается, предположим, с половиной ваших партнеров, ваших подписчиков. Расскажите вкратце, какие у вас ограничения по взаимным рассылкам, чтобы из-за вот этого большого пересечения не случилось каскадных рассылок, когда, допустим, мы можем со своей стороны быть интересны там, допустим, 15-20 компаниям и в обратную сторону. И у нас получается, понимаете, за какой-то промежуток времени, мы начали работу, месяц-полтора и поехал спам просто от 15 компаний. Даже если он потенциально, ну, мы говорим про не рассылку рандомную, мы говорим про триггерную рассылку, когда есть интерес, просто этого будет очень много. Вот как вот этот момент ограничить до каких-то разумных пределов? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Одно уточнение. Вы в данном случае хотите выступать как партнер, который хочет коммуницировать с теми пользователями, чей имейл он не знает, или вы хотите сами рассылать? То есть и туда, и туда. Окей. Окей. Тим, слушай, можно? Я услышал про кейс, просто все-таки кейс Солди был запущен, и я говорил, в принципе, что у нас были опасения, вот как раз-таки эти опасения, хороший вопрос, у нас были именно эти опасения тоже, ну, да, они спящие, но тем не менее, вдруг мы их можем разбудить, и давай их забрасывать. Это, конечно, в принципе, страшно, и ограничивается это все одним там письмом. Допустим, одно письмо в сутки или же там в два дня. То есть, мы просто его сразу ограничиваем. Кстати, возвращаясь к предыдущему вопросу, этот вопрос тоже, в принципе, ну, они связаны, да, между собой. То есть, что можно сделать, если вы, вы просто можете синхронизировать базы отправок, и когда пользователь получает, это, соответственно, письмо, вот именно ему просто не будет досылаться из другой системы. То есть, ну, синхронизацию некую настроить. И самое главное, что он же может, пользователь мог интересоваться несколькими магазинами, какой именно, а мы сотрудничаем со всеми. Вот это вот, как конкретно ваш вопрос, какой ему отправить? Одно отправить. Просто одно отправляется, второе не отправляется. Вот и все. Хорошо. Вот это вот, это вот был один из таких, ну, прям насущных. А второй момент, это, соответственно, а как он будет вообще реагировать? Ну, то есть, Олди присылает оффер другого магазина, то есть, вау, как это, то есть, как он отреагирует? Нормально отреагирует. Когда мы получили результаты, то есть, там, по прошествии месяца, ну, я бы лучше закладывал два месяца, да, когда вы получаете как раз-таки вот этот дополнительный доход, приятный бонус, это как раз-таки говорит о том, то, что ваша база нормально реагирует на эти письма. Это действительно релевантное предложение для них на тот момент. И это есть как не лучшее доказательство именно этого момента. Спасибо огромное. Спасибо. Я думаю, что здесь будет еще много вопросов, потому что мы говорим фактически о том, как монетизировать вашу базу клиентов, о том, как разбудить спящих, вот, и в конечном счете я чувствую, что у нас всех посчитают, у каждого из нас будет там виртуальный айди, по которому нас будут, нами будут торговать. Спасибо огромное, коллеги, очень интересный кейс. Я думаю, что многие здесь воспользуются подобной системой и обратятся к вам. Окей, вы еще здесь, да? Отлично. Спасибо. Следующий кейс. Юрий, сейчас, секунду, Юрий Панов расскажет, как автоматизация маркетинга стать ближе к малому бизнесу. Виртуальный маркетолог, Макс. А чем кликать? А сейчас сделаем. Всем привет. Да, меня зовут Юра. Представляю проект Макс. Хоть меня и зовут Юра. Смотрите, это сервис, который позволяет предпринимателям самостоятельно запускать эффективную рекламу, причем, я бы сказал, сильно быстрее. Ближе, в кадр. Окей, хорошо. Сильно быстрее, сильно проще, я бы даже сказал, дешевле, чем то, как они это делают сейчас. В отличие от всех стальных проектов, он молодой, в принципе, год назад были только несколько слайдов. Проект делается на базе инвестиционной компании Digital Horizon и коммуникационного холдинга Publices. Ну, это такой большой коммуникационный холдинг международный. А куда? Окей. Да? Ну, можно обратно? Вот, сюда. Вот, в принципе, тоже самое из этой же индустрии, работал раньше вебедем. И в целом, когда мы говорим про то, как у серьезных ребят бывает эффективная реклама, то это значит, что на самом деле надо ответить на прям много не самых простых вопросов. То есть, ну, и кому ты хочешь обратиться, то есть, и в плане просто поведенческих характеристик, таргетов и т.д. и т.д. Что ты хочешь сказать, причем не только в плане оффера, в чем-то отличие от конкурентов, позиционирование, какие-то сервисные преимущества и т.д. Где? Ну, то есть, какие каналы будут эффективны, какой там будет справедливая стоимость, как это оптимизировать в процессе, что такое эффективный креатив, то есть, не просто креативный креатив, эффективный креатив и т.д. и т.п. Ну, в общем, это достаточно большой спектр задач, на которые работают достаточно много серьезных людей. Когда же мы говорим про малый и средний бизнес, то, в общем-то, как сегодня утром говорилось, если начинать совсем с края бабочки, в виде той кофейни, у которой есть только управляющие баристы и т.д. и т.п., они не то, чтобы в состоянии ответить на эти вопросы, то есть, для них аудитория, это, так мы всем рады, для них каналы, это обычно один канал, который мы тут все знаем, что он работает, остальные, ну, не знаю. Креатив это скорее креативное что-то, и то с неким собственным пониманием креативности, назовем так. Сколько это должно стоить на самом деле, там, целевое действие, клик, это все туманная территория, тут сколько пообещают, столько и, видимо, это и должно стоить. Причины, ну, собственно, понятны, то есть, во-первых, предприниматель, как правило, сам занимается этим, у него обычно нет соответствующей экспертизы, нет времени освоить это все, нет достаточно денег нанять большое агентство, крутых специалистов и так далее. если переходить автоматизации, казалось бы, есть уже достаточно много ресурсов, которые способны все сделать. Спасибо, сделать. Но вот сколько мы с ними говорили, они, в общем-то, видят эту картину таким образом, что в лучшем случае есть время освоить что-то одно и, не дай бог, там еще будут часто меняться интерфейсы, потому что тогда опять надо переучиваться, это стресс, фрустрация и все эти прекрасные эмоции. Поэтому, как правило, в лучшем случае они выбирают что-то одно, со всем остальным у них большие вопросы. Но одно ведет ровно к тому же, что ты делаешь что-то, не знаю, в одном директе и все вот так, как умеешь. Глядя на все это, мы что решили сделать? Мы решили собрать все то лучшее, что есть, разработать то, чего нет, ну то есть, как, например, модуль позиционирования автоматическое определение позиционирования, сделали в итоге свою генералку баннеров, там еще различные элементы напрямую, полностью автоматическое подключение ко всем рекламным платформам. Но мало того, чтобы это все даже сделать, важно для предпринимателя, это вот то, тоже о чем говорилось с утра, не дать ему просто в руки возможности, типа, вот смотри, вот тебе 26 вариантов, от этого он только теряется и убегает. Это собрать, это все, по сути, в некий понятный сценарий, который стартует, и опять вот, мне прям понравилась эта утренняя сессия, стартует с понятной ему цели, зачем он вообще пришел, что ему нужно, какой у него KPI, и в общем, выстроить эти возможности в некий сценарий, по которому, не он сам идет даже, а по которому его ведут. При этом, тоже, опять же, не могу не вернуться, обсуждали сегодня вопрос дешбордов, для нас как раз интерфейс, который мы хотели и положили поверх всего этого, он как раз ровно не провод дешборда, который опять построен часто по принципу, смотри, вот тебе 560 прекрасных показателей, то есть, для обычного предпринимателя это действительно сложно, и непонятно, ему это не надо, ему нужен простой ответ, вот у меня была задача, вот мой результат. Поэтому, мы все это положили в формат, такого, как мы называем, zero интерфейса, простым языком, того самого чата, то есть, того самого мессенджера, который, опять же, обсуждался с утра. Ну, и сделали это максимально доступно с точки зрения цены, здесь спасибо, опять же, возможностям группы Паблицис, и их отношениям с рекламными платформами, и комиссиями, которые рекламную платформу возвращают за открученные бюджеты, которые у Паблицис, очевидно, максимальные на рынке. И вот таким образом, все это упаковали, ой, не в ту сторону, упаковали. Что это в итоге дает? Это дает то, что предприниматели самостоятельно за 15 минут проходят, по сути, весь цикл до запуска рекламной кампании, по дороге получая позиционирование, медиаплан, креативы, ну и, собственно, сам запуск. Если говорить про интерфейс, то, вот, продолжая то, с чего я начал, это действительно всего лишь диалог, по которому пользователя ведет Макс, вот сверху видны шаги, которые он должен пройти, этот сценарий формируется в зависимости от ответов и его целей в начале знакомства. Опять же, возвращаясь к дискуссии утренней, мы сейчас сделали это на базе своей платформы, но, например, сейчас параллельно мы начинаем тестирование в UK и в UK мы это уже делаем на базе Facebook мессенджера. Там прям суперхороший penetration именно Facebook и мессенджера, поэтому почему бы не воспользоваться тем мессенджером, который уже есть у каждого человека и через который просто было бы с ним коммуницировать. И, то есть, таким образом, вся логика построена на том, что есть несколько вопросов и какая-то ценность. Несколько вопросов, какая-то ценность. То есть, по ценности имею в виду, что, окей, вот тебе несколько вопросов и давай вот смотри такие сервисные штуки вытащим наверх. Причем под капотом это подразумевает процесс, ну, по сути, такой вполне себе агентский. То есть, вместе с клиентом в два вопроса определили, кто его конкуренты, потому что у нас есть интеграция там с Яндекс-картами, чтобы показать, кто вокруг него есть, SimilarWebPro, чтобы показать, какие, если это онлайн-бизнес, кто у него конкуренты. И, по сути, он просто их выбирает, там дополняет, если кого-то не увидел. Все, дальше Макс уходит, анализирует сайты, соцсети, коммуникации этих конкурентов и выходит с выводами. Ну, в смысле, выходит сам к себе, под капотом имеется в виду. Плюс, несколько вопросов о том, а что в тебе хорошего, как клиенте, да, и, ух ты, ну, в общем, вы поняли, в общем, работает как обычный стратег в агентстве, но только за буквально пару минут и несколько вопросов к пользователю. Выводит он медиаплан, здесь выше, на самом деле, справедливо еще, там были сообщения про то, сколько ему, исходя из его бюджета, географии, категории, услуг или там товарных категорий, сколько справедливо должны стоить для него лиды, ну, то есть там CPC, например, да, и какой-то прогноз по его категории с точки зрения реальных клиентов. И вот как распределить, например, стоит правильно его бюджет. Там автоматические генерации баннера, опять же, всего пара вопросов про фотографию, про какой-то оффер, все остальное мы уже взяли, уже вытащили на баннеры про бесплатную парковку, которую важно подчеркнуть, там логотип, все остальное. И все, и дальше, по сути, ему выставляется счет, через полтора месяца уже он на картой сможет оплатить, и все, и как бы дальше эта вся история уходит в рекламную платформу на модерацию вместе уже с таргетами, с семантическими ядрами и так далее. Причем клиенту не надо заводить свои рекламные кабинеты, мы работаем в тех, которые относятся к нам. Вот. Как я говорил, проект молодой, но вот в феврале мы только сделали тестовые запуски, видим уже полностью автоматического сервиса, в общем-то, неплохой результат в виде там 8% конверсии из регистрации в запуске, видим, что людям в целом нравятся результаты, уже 20% из них вернулись. Это просто для примера, кто. Это то есть не агентство, не маркетологи, это реальные предприниматели, то есть там вот Белый Сад, премиальный салон известный, там Катн Кал, это сеть салонов строго, это самый известный магазин винтажный. Плюс мы также работаем с теми, у кого аудитория наша, собственно, есть. вот в понедельник запускается большой пилот с МТС, они под нас прям лендинг нарисовали, к себе на сайт поставили, с модуль банком, потому что как раз нам интересно пойти туда, где эта аудитория есть. Если говорить про в целом будущее, то для нас просто запустить рекламную кампанию это шаг первый, ну, то есть такое начало пути. Мы сейчас уже работаем над интеграцией способов фиксировать все целевые действия, которые совершаются на стороне уже клиента, и работаем над таким прям, я бы сказал, 4P-аудитом каналов продаж автоматическими, я все время еще раз подчеркиваю, что все, что я показываю, работает без человека, человека можно просто вызвать там в рамках поддержки, если какие-то вопросы есть, чтобы прийти все-таки не к трафику, а к клиентам, обещанию и гарантии клиента в пользователю. При этом вместе там с паблицис мы сейчас тоже планируем то, как можно было бы дополнить Макс уже рекомендациями в области в целом развития бизнеса, то есть, например, если у тебя есть салон и ты хочешь открыть второй, где? Окей, файн, там большие данные позволяют сказать, что давай вот здесь, вот здесь, вот здесь, или там разобраться, что происходит с товарными категориями. Ну и в силу некого финансового прошлого фонда, который в это инвестировал, естественно, наличие таких метрик, когда ты действительно все видишь, очень хорошо помогает вскорить бизнес и вполне себе выделять ему деньги. Ну, быстро скажу, что здесь, как обычно, у проектов бывает слайд про то, чем он отличается от других, там от Яндекс.Бизнеса, от каких-то тулов, и т.д. и т.п., но наш ответ в том, что я не очень хочу, честно говоря, с кем-то спорить. Мы построили, по сути, флоу, который удобен и комфортен людям, а под него можно, в общем-то, засунуть все лучшие возможности, которые есть на рынке, поэтому мой-то ответ в том, что не надо конкурировать с тем, что есть. Можно объединяться и пользоваться тем, что мы сейчас учимся приучать потребителя малый и средний бизнес к такому способу и добавлять условно благодаря какому-то крутому функционалу сервиса, который есть, какой-нибудь шаг в персональном этом сценарии и, собственно, вместе проникать в эту аудиторию и делать ей приятней и полезней и эффективней. Кажется, это все. Да, это все. Отлично. Спасибо большое. Сейчас, я думаю, мы завалим вопросами. Коллеги, готовимся. Значит, вопрос у меня следующий. Правильно я понимаю, что с рекламой все понятно, как подсоединиться к рекламным кабинетам либо сформируют собственный флоу. Понятно. Теперь, откуда он берет данные по продажам? То есть, чтобы оценивать, что оно работает. Ну, мы вот как раз, как я сказал, сейчас интегрируемся с теми сервисами, которые есть. Например, там, Swag Lines, который обслуживает как раз тот же Beauty, всякие фитнесы и остальные истории. Плюс, мы размечаем, собственно, те события на сайтах, которые есть у клиентов. Планируем сейчас с МТС обсуждаем историю с колл-трекингом, чтобы как-то отслеживать эти все истории. Ну, там, когда начинали, только использовали промокод хотя бы, чтобы клиент почувствовал вообще, что к нему кто-то пришел после этой рекламы. Но, в целом, это история про интеграцию с теми, кто... Я имею в виду, вам возвращается информация о том, что вот приведенный клиент... Мы именно над этим и работаем, то есть под капотом, чтобы вытаскивать это и, собственно, оптимизировать еще и компанию по этому всему. То есть, в принципе, подключение к 1С требуется? Ну, да. И нам это надо ровно для того же скоринга, то, что хотим в конце... Чтобы делать более эффективно. И деньги выдавать еще заодно, кредитовать, прекрасный бизнес, да. или все понятно и сразу покупать? Окей. Записываем телефон и... Так. Хорошо. Теперь следующий выступающий у нас... Сейчас, секундочку. Сергей... Сергей Круглов, компания iTech и Марата Арсланов, компания CityNature расскажут о том, как... о трансформации классического дистрибьютора. Так. Так. Моносома? А? Доброе утро. Так, а где клитер? Клитер, сейчас. Секунду. Стоите вот здесь, чтобы... Да, всем добрый день. Я Сергей. Это Марат. Добрый день. Сегодня мы расскажем о нашем совместном кейсе. На самом деле работаем мы вместе, ну там, относительно недавно, около двух лет, но за это время мы успешно завершили и продолжаем делать более 10 проектов и, собственно, расскажем о Digital Transformation компании CityNature, директором по маркетингу, которой Марат является. Вообще, Digital Transformation это такая штука очень большая, вот, и мы за два года сделали так много, что, на самом деле, очень сложно впихнуть это в маленький слот 15 минут, но мы попробуем, попробуем рассказать про ключевые этапы, про сложность, с которой мы столкнулись, решения, которые нам помогли эти сложности решить, ну и расскажем, поделимся теми инсайтами, которые мы вот во всем этом процессе нашли. Собственно, пару слов о себе хочется сказать. Мы айтек, мы на рынке уже 20 лет, являемся частью одноименного IT-холдинга, у нас больше 300 штатных сотрудников, и мы оказываем услуги по полному циклу цифровой трансформации маркетинга и продаж в малом и среднем бизнесе. Да, и у нас мы крупнейший, ну, один из крупнейших дистрибьюторов на рынке, мы управляем товарным портфелем более чем из 600 брендов в 17 категориях, и это значит, что мы выполняем активное продвижение товаров, в общем, объем более 100 тысяч, довольно большой объем, в этом нам помогают более 120 сотрудников в штате. Оборот в миллиарды мы прошли давно, и, собственно, у нас, чтобы прийти к таким показателям, мы прошли долгий путь, в том числе и с Сергеем, и об этом кейсе мы сейчас будем рассказывать. Да, первая задача, с которой к нам пришли коллеги, это была задача количественного масштабирования, нам нужно было увеличить количество поставщиков с 400 до 700 для наших коллег из сети на ИЧСД, вот это за 4 месяца. Ну, понятная, цель на самом деле понятная, больше поставщиков, больше СКЮ, больше оборотов. Мы такие задачи, похожие, решали неоднократно, решили, собственно, в рамках этой цифровизации, первого этапа вот этого цифровизации привлечения поставщиков использовать мощный канал Digital, с которым коллеги раньше работали достаточно ограниченно. Первое, с чего начали, это полная переработка сайта, был сайт, больше похожий на каталог оптовой компании, превратили его в сайт дистрибуционной платформы под задачу поиска поставщиков, внедрили CRM на базе Bitrix24, проведя реинжиниринг процессов продаж, как результат время реакции на обращение сократилось в 5 раз, средний цикл сделки сократился в 2,5 раза. Следующим этапом мы на этой твердой платформе, на этом фундаменте запустили комплексную рекламную кампанию из множества инструментов, как результат увеличили количество лидов в 9,5 раз с сохранением целевого CPL в пределах 1,5 тысячи рублей. Ну и вишенка на торте вот этого первого этапа цифровизации, цифровизации и привлечения поставщиков, это система сквозной аналитики на базе Power BI, куда мы собрали все данные с этапов воронки, начиная от формирования потребности до этапа заключения контракта. И, но это на самом деле было, наверное, первым таким прорывом в цифровизации, потому что мы реально начали собирать данные и не просто собирать и использовать, но и действительно принимать какие-то бизнес-решения на основании этого. Собственно, вот одно из бизнес-решений мы оставили только те каналы, которые не просто приносят лиды, но и с максимальной вероятностью конвертируются в контракт и благодаря этому снизили затраты на привлечение поставщика на 30%. Что из этого получилось? Марат. А нам в результате досталась огромная куча лидов, они квалифицировались, конвертились хорошо, ничего не могу сказать, но у нас в результате первого этапа, в общем-то он был выполнен, выполнен отлично, возникла проблема. Мы понимали, что при цикле сделки в 60 дней у нас у менеджеров при нормальной загрузке 10-15 поставщиков на менеджер, где-то вот дней через 60 будет загрузка примерно 40 поставщиков на менеджер. Здесь никакого качества уже не будет, здесь будут постоянно дедлайны, горящие головы и прочее. Поэтому мы это заметили, ну естественно, заранее. И линейное масштабирование нам не подходило в этой ситуации, потому что мы хотели именно скачкообразный рост компании по прибыли и по выручке. Поэтому мы решили сразу же переходить в параллель к новой задаче, это оптимизация процесса работы менеджера. Ну мы не хотели нанять еще там 10, 20, 30, 40 менеджеров. Зачем? Ну это дополнительные расходы, фото нагрузка, интересно. Поэтому мы проанализировали основные направления деятельности категорийных менеджеров, чтобы понять, где у них больше всего сейчас будет уходить времени, на что. это оказалось ценообразование и организация поставок, в том плане, что чем больше у тебя поставщиков, тем больше у тебя СКЮ, ты должен понимать, сколько тебе и когда товара поставить, и какие цены у тебя должны быть, и оперативно их обновлять. И здесь просто менеджер перестает заниматься развитием собственно категории, его основные задачи, и начинает просто все время сидеть в этих экселях, воперить, что-то считать, сводить, бегать, узнавать, и время начинает уходить просто в дыру. И собственно с этой задачей мы пришли к категорию, сказали, как это можно автоматизировать, чтобы менеджер не тратил на это время. Да, эта задача уже с технологической точки зрения была гораздо менее тривиальной, и мы начали собственно с проектирования эти ландшафты, весь второй этап цифровизации, и очевидно, что вообще цифровизация это в первую очередь про данные. Соответственно начали мы именно с этого, мы оценили сложности, которые с этим связаны, а сложности действительно были, больше 100 тысяч СКЮ и куча данных по этим СКЮ. И при этом были как мастер данные, которые редко меняются, описания, фотографии и так далее, но были и транзакционные данные, которые меняются не в режиме реального времени, но несколько раз в сутки, продажи, остатки, акции, какие-то цены и так далее. Собственно первое решение, к которому мы пришли, что их надо хранить и обрабатывать по разным алгоритмам в разных местах и разделили эти данные и создали так называемую Transactional Data Storage. Это на базе Postgres SQL система, где там с шардированием, с большим запасом прочности можно все это хранить и развивать. Соответственно, следующей сложности была изменчивость внешних систем, так как нам необходимо было данные собирать из маркетплейсов, из рекламных кабинетов и так далее, особенно маркетплейсов, у них все очень быстро развивается, и API меняется постоянно, соответственно, нужно постоянно на это реагировать. Ну и не стоит забывать про приоритеты, скорость разработки, накопление постепенное больших данных и масштабируем всей этой истории. Со всей этой вводной мы спроектировали некий IT-ландшафт. Здесь очень упрощенная система, здесь хочется просто сказать, что мы выделили источники данных, мы выделили хранилища, в TDS мы храним транзакционные данные, в 1S, как исторически сложилось, храним мастер данные, сделали надстройку из Power BI для аналитики всех этих данных и начали развивать микросервисы. Да, применили для всего этого микросервисную архитектуру, чтобы разные команды могли быстро разрабатывать, работать над каждым сервисом в отдельности. И начали разрабатывать сервисы для бизнеса, вернее, развивать Bittrex24, который был внедрен еще ранее, и делать сервисы автозаказа и ценообразования, чтобы решить вот это бутылочное горлышко категорийных менеджеров. Собственно, Марат. Да, именно этот, ну скажем, микросервис, там были основные бизнес-задачи, это гибкость, оперативность и контроль. Что стоит за этими словами? Гибкость в том плане, что сказал уже Сергей, это маркетплейсы, постоянно меняют API, постоянно меняют условия расчета, ну, они очень много чего меняют, поэтому, когда у тебя есть автоматизированная система, должен иметь любую возможность зайти, что-то поменять, и все должно рассчитываться на всю массу исковую корректно, чтобы человек не ошибся. Оперативность, это нужно делать в любой момент. То есть, менеджер, он как, я сейчас чай попью, потом открою Excel, и, собственно, рассчитаю. А от системы подходишь, в наш параметр, получаешь данные, они уходят в 1С и на workplace. И контроль. Есть человеческие ошибки, а есть и другие вещи в нашей дистрибуции, когда менеджер может повысить цену закупки и так далее. И мы поставили задачу и так, чтобы это все было осуществлено. Да, на самом деле, чтобы это все было оперативно, надо было, чтобы это работало быстро, но чтобы это не отнимало много времени у категорийного менеджера. Поэтому мы сделали рекомендательную систему, которая в любом направлении может порекомендовать цену. Что я имею в виду под любым направлением? Она может при изменении закупочной цены порекомендовать цену на market place, чтобы все целевые показатели рентабельности сохранялись. И наоборот, под целевую цену продажи на market place она может порекомендовать закупочную цену, которую нужно согласовать с поставщиком. Все это делается быстро, грубо говоря, в несколько кликов, при этом с учетом всех тех условий, которые на слайде представлены. Это и конкурентные какие-то, конкурентные окружения, и изменения целевых норм маржинальности и так далее. При этом есть система согласования цен, которая обеспечивает минимизацию человеческого фактора, и есть удобная админка, где можно все показатели подкрутить с учетом изменения на market place или изменения внутри бизнеса. Марат? Да, ну автозаказы, в принципе, схожие задачи, но основная формулируется как то, что у нас всегда должен быть в наличии товар, но не в избытке. Особенно это касается товаров, а брендов. Это прям главное. Чтобы этой цели достичь, нам необходимо было решить ряд задач, самое сложное из которых иметь в актуальном состоянии всю картинку по закупкам. Ну то есть, нам нужно понимать остатки, нам нужно понимать продажи, нам нужно понимать акции, которые предстоят или проходили ранее, нам нужно понимать, ну там, что у нас с логистикой, ну там, логистическое плечо и так далее. Соответственно, все эти данные мы собираем и это, ну то есть, именно сбор этих данных воедино отнимал львиную долю времени у менеджера. Соответственно, мы эти данные собираем в одной системе и система на основании этих данных, на основании ABCX, Y-анализа, там, ну и всего, всего вот этого, она дает некие рекомендации. То есть, сколько, ну в любой момент времени система может подсказать, сколько того или иного товара необходимо заказать. При этом менеджер может это сделать, там, ему остается только согласовать эту рекомендацию или откорректировать ее. И второй момент, это система триггеров, которые позволяют тоже снизить человеческий фактор. Система напоминает, система помогает менеджеру не забыть сделать заказ. Да, соответственно, что из этого получилось? Ну, из этого получился результат второго этапа, результат положительный. нам удалось разгрузить менеджеров, серьезно удалось. Нагрузка на них возросла, как планировали, но при этом они не погибли, не травмировались, даже улыбались, иногда могли ходить домой отдыхать. Ну, если кто-то работает в этом, 16 поставщиков на менеджера, это очень много. При этом, закрытие этих двух этапов автоматизации позволило прям очень существенно, прям существенно разгрузить их, они смогли их вести сохранением качества, и при этом мы смогли наконец уделять больше времени развитию категорий и самое главное развитию разных маркетингов мероприятий, потому что в том времени маркетплейсы, в частности один из первых, это Озон, начал предлагать действительно хорошее маркетинговое решение на рынке, которые были уже там сопоставимы с маркетинговыми каналами классическими, вот я остановлюсь на этом подробнее, условно, что было раньше, там несколько лет назад, если вы хотите продвинуть товар, вы приходите и можете купить баннер, ну вот, прямо реально, в целом, больше ничего не можете, на маркетплейсе это все и вот ваш единственный инструмент у маркетолога. Сейчас есть и аукционные модели, есть и таргет, есть и триггеры, есть персонализация, ну, в том или ином виде маркетплейсы внедрили хорошее решение, которое позволяет эффективно продвигать товар в нормальной экономике, то есть положительном роме, и самое главное, начали расширять модель аналитики, чтобы это анализировать можно было, чтобы раньше мне по баннеру сказали там CPO, DRR, какие-то вещи, это было нереально, сейчас это реально. Но все-таки реализация была недостаточной для работы, но как бы исходные данные с РМаркетплейс дают в том или ином виде или в АП-интерфейсе, или в АПе, чтобы видеть вот это, сегодня про дашборды все время речь идет, чтобы видеть показатель, то есть там тот же самый DRR, мне его надо посчитать. И здесь мы опять пришли к ITECу, все это параллель, сказали, да, мы хотим попробовать, мы хотим продвигать товары, мы хотим сделать такие же модели, как в фактических каналах, то есть мы хотим работать с эффективностью слов, вот в этих аукционах торговаться автоматическими стратегиями, неручным изменением, ну и так далее, и так далее. Все это привело к созданию сначала маленьких микросервисов, как бы таких помощников, а потом уже к объединению в более большую систему. Я на одном только остановлюсь подробно, например, когда вы хотите в лазоне запустить продвижение по поисковой фрате, у вас будет всегда проблема, какие слова выбрать, все взять не можете, дорого, а какие там отдельные взять, и сколько они стоят, непонятно. Но есть разные показатели, которые позволяют собрать некий коэффициент, мы его сами придумали, он отражает, насколько популярен запрос, насколько много его ищут часто, и насколько по нему много конверсий. Из этого всего мы состряпали такой коэффициент, который нам позволяет сказать, что это слово лучше взять, чем это. И также этот коэффициент позволяет выбирать слова. То есть здесь вот пример с бессульфатным шампунем. Люди пишут через Z, через S, и еще местами меняют эти слова. И когда у вас нет коэффициента, вы не знаете, как выбрать, что будет эффективнее, как написать заголовок, чтобы пользователь на зоне нашел наш товар, который будет больше продаваться. А вот в этой системе мы видим четко самое классное написание это бессульфатный шампунь 2,156. А с написанием через S он в два раза проигрывает. То есть к нему в два раза меньше продаж. И все, мы его не берем, берем это. Или берем оба, если у нас бюджет большой. Ну вот такие сервисы мы и, собственно говоря, писали. Да, мы разработали сразу несколько сервисов, которые, все они были так или иначе призваны автоматизировать маркетинг, и потом они постепенно такой силой притяжения начали складываться в такие кластеры, где, ну и, собственно, кластер сервиса автоматизации маркетинга, в нем два таких больших сервиса у нас организовалось. Это сервис управления ставками, все, что касается рекламных компаний на маркетплейсах, и сервис виртуального помощника, который помогает оптимизировать карточку товара. При этом мы собрали огромное количество данных, которые еще и можно было каким-то образом использовать для бизнеса, и мы предложили нашим коллегам эти данные использовать. Марат, мы сейчас очень быстро должны про это рассказать, чтобы в связи подвести итог. Значит, обычно у вас отчеты в какой-нибудь нише, ну, маркетинг, финансы, или там какая-то еще отдельная отдела или управление, а собрав эти отчеты в одном месте, мы поняли, что их можно сопоставить, объединить, ну, решив там ряд определенных проблем, и получать совершенно уникальные для бизнеса отчеты. То есть у нас директор сразу заказал отчет, который он хочет, финдиректор, свой разрез данных, и маркетинг, свой разрез данных. Без системы, данные с маркетплейсов, с 1С, с логистики, с каких-то микросервисов, да, они все собраны, сопоставлены, и можно и крутить ими, как хочешь. Вот без этой TDS-системы мы бы не могли получать отчеты. А так, ну, например, у нас директор в любой момент нажимает кнопку и смотрит, какой план выполнения там менеджеров по продажам, по марже, по закупке, по бренду, в разрезе маркетплейса, ну, вообще, как хочет. И он в любой момент знает, что у него с бизнесом. То есть до этого это было невозможно. Ну, просто негде посмотреть. И немного про итоги. Да, самую главную задачу мы выполнили. Мы увеличили прибыль без раздувания штата. Это было очень круто, сложно в некоторых местах, больно, но мы это сделали. Также по пути появилась вторая задача, второй прежде, это разобраться, как можно управлять рекламой себе, как бы, себе в выгоду. Мы тоже научились это делать. У нас сейчас по текущим кампаниям с начала года средний прирост, когда мы ими управляем с помощью нашей расширенной аналитики и данных и автоматизированных стратегий, ну, доходит до 20 вообще процентов, на самом деле. Это очень хороший показатель. То есть если у нас есть не ликвид, мы сразу бежим в маркетинг и говорим, давайте реализуйте. И мы знаем, что мы это реализуем очень быстро. То есть у нас есть, как бы, такой запас прочности. По пути, когда мы освоили компетенции по разработке, у нас появились инхаус-специалисты и постоянные планерки с менеджерами, обучение их новому продукту, ну, мы подняли компетенции сотрудников. Теперь в разговоре с потенциальными поставщиками, то есть с нашими клиентами, к ним приходит на встречу один человек, который рассказывает про озон, который рассказывает, как можно продаваться на озон, как продаваться на озон лучше. С пониманием технических деталей, нюансов и, как бы, конкурентом мы выглядим сейчас намного лучше и мы уже начали из этого забирать много брендов к себе введения, когда они отказываются от собственных, там, команд или дистрибьюторов в пользу нас ну и, собственно, открыли новые горизонты в том плане, что для бизнеса именно, в том плане, что этот продукт, который мы там долго-долго и упорно вливали компетенции каждого из отделов, мы решили, что он, в принципе, может быть востребован на рынке и начали готовить к открытому, ну, к проду и где-то в мае будем анонсировать. Поэтому, если среди вас есть какие-то поставщики для, ну, кто хочет поставлять сейчас товар на Marketplace и в Элберис, Озон, или планируют это делать, то мы можем переговорить, чтобы вы поучаствовали там на очень льготных условиях в таком тесте, скажем так. Да, ну, на самом деле на этом все. Хочется сказать спасибо и последний там вывод, во-первых, ну, рекомендацию, да, во-первых, обязательно собирайте данные, вначале, может быть, даже непонятно, для чего это делать, да, но они обязательно вам пригодятся, вот, но делать это не бездумно, ну, на каждом шаге старайтесь думать, как это можно использовать, какие выгоды бизнес этого может извлечь, и к разговору, вот, когда вначале непонятно, а потом становится понятно, это тоже самое крутое в цифровизации, мне кажется, это когда, ну, если вы свои задачи решили в цифровизации, это уже очень круто, а если вы решили свои задачи, а еще и в качестве бонуса, там, открыли новое технологичное направление бизнеса, вот, это вдвойне круто, и, ну, на самом деле такое случается, такое случается часто, и вот у наших коллег из Сицинаича такое произошло, мне было очень приятно быть частью этого процесса. Всем спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. У нас, я думаю, что есть время на один вопрос. Отлично. Вопрос, вы упомянули про долю рекламных расходов, вот вопрос, как вы ей управляете, да, вот именно рекламными расходами, если у вас поставщик может менять цену, когда ему вздумается, да, маркетинг, это наша тема, и, соответственно, он просто может уйти и прийти другой поставщик с другими ценами, то есть вот как вы контролируете этот показатель, KPI, он есть вообще у вас? Ну, вообще, мы с поставщиками отношения так строим, что они у нас не прыгают с ценами, потому что это чревато, во-вторых, у нас всегда есть подушка маржинальности, когда мы прыгаем товар, мы можем там, с одной стороны маркетплейс сдать, с другой стороны поставщик что-то хочет, между ними есть прослойка там в марже, там еще в каких-то там показателях, и, ну, вот за счет этого мы можем нивелировать, если поставщик хочет завинтить цены, у нас на самом деле нет проблемы с поставщиком, с тем, что он резко меняет закупочные цены, вообще нет. У нас есть проблема с маркетплейсами, и у нас есть проблема с новыми игроками типа самокат, которые приходят, начинают регулировать цены в онлайне, потому что им разрешили. Вот это проблема. Когда они приходят и говорят, этот товар должен продаваться на 100% дороже. Вот такие проблемы, ну да. А замена поставщика одного на другого такое часто происходит? В одной и той же... А что значит замена? Ну, в одном и том же направлении, то есть пришел поставщик, продает там условно продукцию какую-то, он уходит от вас, приходит с этой же продукцией, другой поставщик, естественно, у него другое ценообразование будет. У нас не совсем такая ситуация, потому что у нас, наверное, где-то 70% ассортимента это продукты в красоте и здоровье, всевозможные. То есть, если мы берем шампунь, то у нас их 100. И да, это задача, которую мы сейчас решаем, когда мы хотим условно выкупить всю рекламную полку на Озоне, но только для наших 100 поставщиков, и чтобы они не перегревали аукционы, там равномерно засувались. И все получали свою долю продаж. Спасибо огромное. Очень радостно, что, скажем так, все те операции, которые должны делать машина, машина делает, а человеку остается фактически творческая деятельность по развитию продаж. Коллеги, следующее выступление у нас замечательно называется про технопанику. И Роман, Местер, вперед. Всем привет, всем привет, спасибо, что пригласили. Вообще, знаете, это очень замечательно наконец быть на оффлайн конференции. Так достал этот зум, не знаю, как вас, но видеть ваши светлые лица и вас вообще ощущать, это очень круто. Я этому очень рад. У нас до этого были замечательные воодушевляющие выступления, в которых кто-то что-то внедрил, что-то использовал. От этого все стало лучше, кейсы прироста в процентах. У меня вот всего этого не будет, у меня будет только мрачняк и вообще выступлю для вас как такой всадник апокалипсиса, да и вообще выступать последним перед обеденным перерывом это самое сложное, поэтому другого выбора у меня и нет. Что я делал предыдущие 8 лет? Я как раз делал компанию, которая называется Сегмента. Мы успешно продали Сбербанку. За прошлый год компания заработала больше миллиарда рублей. Заработала она о том, что она как раз собирает данные о пользователях, больше 2 миллиардов дата-поинтов в сутки. Мы первыми стали использовать оффлайновые данные для того, чтобы таргетировать рекламу. И могу сказать, что это были чудесные времена, но они точно все в прошлом. Я сейчас как раз расскажу почему. Не потому, что мы эту компанию свою продали, а потому, что очень многое в мире изменится. Я как раз про это вам хочу рассказать. Ну а сейчас я занимаюсь вот такой штукой, которая называется магистратура высшего школы экономики. Я ее куратор. Я готовлю людей, которые придут на смену тем менеджерам, которые работают в индустрии рекламы сейчас. Мы соединяем компетенции продакт-менеджеров, маркетинг-менеджеров, аналитиков в одном человеке и верим в то, что в этом будущее. Обычный контент конференции про маркетинг, про его автоматизацию точно содержит все эти понятия в разных своих видах. Это про то, как мы стараемся, вот как до этого сказали, собирать как можно больше данных о пользователях, использовать их всех для того, чтобы очень точно показывать ему рекламу, доносить суперперсонализированное сообщение, чтобы каждый человек, заходя на сайт, видел что-то персональное. Для всего этого требуется собрать данные этого человека и их использовать. И, соответственно, на таких конференциях, как сегодня, обычно и встречаются те, кто одни хотят такие данные пособирать, а другие разрабатывают технологии, чтобы эти данные в общем-то собирать и помогать бизнесу их использовать. Вот эти все классные штуки, точный маркетинг, стопроцентная персонализация, большие данные, профиль клиента. Последние пять лет маркетинг только этим и жил. И я вот что хочу сказать по этому поводу, хочу сказать по этому поводу, что эта вся история потихонечку подходит к концу в том виде, в котором мы ее знали. Это очень мощный тренд, который я стал замечать где-то последние полтора года, наблюдая за тем, что происходит на западном рынке и все, что происходит там, непосредственно затронет всех нас, затронет все, что мы делаем сейчас в маркетинге и это в первую очередь касается того, как мы собираем данные, как мы их обрабатываем, как мы их используем. Что я имею в виду? Сейчас происходит мощнейший запрос со стороны общества на то, чтобы данные людей собирали поменьше, собирали прозрачно, не собирали вовсе и чтобы все это контролировалось и регулировалось. Я посмотрел, что происходило в прошлом году вокруг этого. Самый шумный доклад был у Гартнер, те самые, которые Гартнер Hype Cycle, которые прогнозируют тренды. Он обсуждался во всех американских медиа, потому что Гартнер заявили следующую вещь, что буквально через 4 года большинство маркетологов перестанут заниматься усилиями по персонализации и по использованию больших данных для этого по двум причинам. Первое, это не так эффективно, как все от этого ожидают. И второе, еще более важное, это то, что использовать данные пользователей и данные клиентов будет слишком стрёмно, это будет незаконно, это будет неэффективно, это будет опасно. Это буквально они упустили отдельный релиз с этой цифрой, который просто обсудили все. И вторую вещь они сказали уже в другом ресерче, примерно в то же время, про то, в чем, собственно, проблема использовать данные клиентов. В том, что, собственно, почему стрёмно, потому что пиар-скандал, особенно если вы крупная компания, связанная с использованием данных клиентов, я говорю сейчас не только про утечки, я говорю еще про те факты, когда вы собрали какие-то данные клиента, когда он особо вас об этом не просил, не давал разрешения, и если он до этого мог промолчать, то сейчас он про это скажет, и Гартнер прогнозирует, что большинство пиар-катастроф, а эти штуки очень дорогие для компаний, особенно для публичных, будут причиной примерно трех вообще пиар-скандалов, происходящих в целом в индустрии. Но не Гартнером единым. Salesforce опрашивал уже в свою очередь потребителей. У Salesforce, как вы понимаете, тоже база большая, они делали это уже не только в Штатах, но и в Европе. Клиенты, понятное дело, они недовольны тем, что собирают их данные. То есть уже почти половина недовольны тем, как компании с их данными работают. Больше половины говорят о том, что им эта персонализация вообще никуда не уперлась, и они с радостью откажутся от продуктов на основе персонализации, если у них будет такая возможность. Также это означает, что такие клиенты выберут компанию-конкурента, если она не использует персонализацию, или если она не собирает их данные. Это уже Pricewaterhouse, которые делали другой ресерч, немного попозже, но я специально вам привожу данные самых крупных компаний разных, которые говорят все примерно в одну сторону. И еще одна важная вещь, которую сказали Pricewaterhouse, это уже не про абсолютную цифру, а про динамику. Они спросили людей, изменилось ли ваше отношение по поводу сбора данных по сравнению с прошлым годом. И они такую штуку делают уже несколько лет. Сейчас уже 36% людей сказали, что они стали относиться хуже, чем относились раньше. То есть вся эта тенденция, о которой я говорю, она не просто есть, ну типа люди недовольные и все, она нарастает и усиливается, и это как снежный ком, несущийся с горы, который вовлекает в себя все больше людей, все больше клиентов. И это, конечно же, не может не отражаться в массовой культуре, которая очень сильно в свою очередь определяет то, как государство и бизнес реагируют на состояние умов людей. Появился такой термин капитализм слежки. Можете посмотреть в Google Trends, он выстрелил где-то два года назад. Одна американская дама написала книгу с таким названием, которая стала хитом, бестселлером. В ней книга совершенно демагогическая, в ней просто с дичайшим перекосом в сторону такого алармизма подается то, что страшные, жуткие компании собирают ваши данные, наносят вам вред. Но тем не менее, книга имела огромный успех. Уверен, в России она выйдет очень скоро. Этот термин стал использоваться даже в деловой прессе. Его не было до этого. На Нетфликсе один из самых популярных фильмов, вышедших в прошлом году, называется «Сошел дилемма». Скажите, видел кто-нибудь его? Если вы его вдруг не видели, советую посмотреть. Стоит содержание фильм «Киселевщина» полнейшее, потому что там корреляции выдаются за причинно-следственную связь, преувеличиваются эффекты, которые имеются и в других видах медиа, не цифровых, без всяких алгоритмов. Но тем не менее, он еще снят, знаете, режиссер, который снимает обычно фильмы про угрозу окружающей среде. Под тревожную музыку рассказывает, как у вас рушатся семьи, как страшные, жуткие алгоритмы забрали у вас воскресное утро и все такое. Но, что важно, этот фильм, вот я, например, опрашивал студентов нашей магистратуры, это люди, которые в медиа работают, которые занимаются технологиями, которым всем больше 25 лет. 90% горячо поддержали этот фильм, сказали, классно, всем знакомым покажу. Это не первая поделка, которая идет на эту тему, их будет еще больше. То есть, общество начинает еще сильнее раскручивать эту тему. Кстати, еще интересно, что его создали выходцы из Гугла и Фейсбука, есть такой центр за гуманное использование технологий, тоже очень интересное явление, советую за ними последить. Что это все означает? Что в обществе начинает усиливаться такая штука, как технопаника, то есть страх перед тем, как технологии могут повлиять на вашу жизнь. В обществе, значит, и среди ваших потребителей в том числе. Ну, казалось бы, она происходит и происходит. Но технопаника это такая вещь, которая неминуемо будет кем-то использована. Кем? Обычно это люди, которых выбрали другие люди, чтобы они их представляли. То есть, государством и правительством. Это имеет разные формы в разных странах. Наиболее яркую форму это сейчас проявляет в Евросоюзе, в первую очередь, в США во втором. Но не нужно думать, что мы тут ближе к Китаю, у нас ничего не будет происходить. Многие инициативы, законы, которые происходят сейчас, почти дословно копируют те штуки, которые принимаются в качестве идей, в качестве законопроектов на Западе. То есть, в чем здесь проблема? В том, что все эти законы, вся эта регуляция не имеет толком глубокого понимания того, что она пытается регулировать, но использует вот эту самую технопанику для того, чтобы показать, что наши законодатели, наши, я имею в виду, в целом в мире, отвечают на запрос человека и стараются делать то, чтобы жизнь человека стала лучше. Это популизм, который является одной из наиболее, наверное, больших проблем политики современного общества. Бедного Марка Цукерберга вызывают в Сенат уже четвертый раз, он на прошлой неделе там снова был вместе с главами Твиттера, Амазон, Гугл, которые вот как раз под огнем того, что это страшные компании, которые там вредят нашей жизни, которые распространяют хейт-спич, которые влияют на жизни людей. И аналитик Бен Томпсон, очень известный товарищ, автор такого блога «Стречи Терри», который цитирует все деловые медиа, он очень интересную метафору провел. Он сказал, что видно, что уровень сенаторов по пониманию технологий настолько низок, они просто не понимают, как работает интернет, что они воспринимают интернет как некую магию. И дальше они как бы хотят, чтобы эта магия работала по-другому. Они говорят, пусть алгоритмы не выводят в топ вот такие-то посты, пусть там не будет хейт-спича, сделай это прямо завтра и сейчас. То есть так как они воспринимают интернет как магию, значит Цукерберг такой волшебник, который должен просто взмахнуть палочкой и все изменится. Я только разошелся. Хорошо, да. Во второй части, кстати, будет, что это значит для вашего бизнеса. Так вот, эти люди хотят, чтобы Цукерберг замахнул палочкой или щелкнул пальцем и все стало, как они хотят. Но технологии устроены гораздо сложнее, их регуляция подразумевает гораздо более глубокое погружение и это является большой проблемой, потому что регулятор начинает все сильнее давить на бизнес, требовать от него простых решений для непростых вещей. И эти простые решения они не решат проблему, но очень сильно навредят бизнесу. А так как это бизнесы, связанные со сбором данных, с технологиями, которые используют практически все в нашей стране в том числе, рекламой в Фейсбуке, рекламой в Гугле пользуется каждый, то все изменения, которые там произойдут, скажутся и на нас тоже. Это, кстати, не первая история, когда регуляции происходят. Как только что-то становится системной частью общества, оно начинает регулироваться и в конечном счете довольно сильно меняется. Это картинки, которые были в 60-х годах, когда индустриальное производство продуктов питания демонизировалось, опять же, популистами. Было сказано, что непонятно, что вы вообще там едите. И тогда был создан орган FDA, который одобряет лекарства в Штатах, ну и еду тоже. И это привело к тому, что индустрия сильно изменилась. То же самое ждет и интернет, как мы его привыкли видеть, и сбор данных тоже. И что самое интересное, регуляция будет иметь еще и экстерриториальный характер. То есть, если раньше закон, принятый в какой-то стране, в ней исполнялся, то, к примеру, европейский закон, защищающий данные пользователей GDPR, вот так вот выглядит, если вы пытаетесь зайти на сайты американских изданий из Европы. Вам просто эти сайты не открываются и говорят, извини, чувак, мы не хотим тут рисковать, потому что иначе мы получим штраф по этому GDPR закону. То же самое касается и России на самом деле тоже. Если к вам на сайт заходит клиент из Европы, вы уже субъект правоприменения вот этого закона GDPR, который оштрафует вас на процент от оборота. Американцы это хорошо понимают, поэтому вот так вот стали делать для европейских посетителей. Соответственно, резюмируя, регуляция и запрос общества с другой стороны очень многое изменит и в работе технологий, и в том, как потребители будут относиться к бизнесу. Что это на практике значит? На практике это значит, во-первых, что регуляция будет очень сложной. Это пример, как в 2008 году после ипотечного кризиса регулировались банки, был принят такой закон Дода-Франко. Вот это количество страниц, как оно менялось в этом законе с каждым годом. Оно выросло почти в пять раз за пять лет. Что это означает на практике? Означает, что если вас начинают регулировать, ваш сбор данных, то, что вы с ним делаете, то это будет все сложнее, 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 а значит, это будет дороже, дороже, дороже и дороже для вас, как для бизнеса. И это, другими словами, можно еще вот так оценить. Это процент от выручки, сколько компаний в США тратит на соответствие разным требованиям регуляторов. Можете увидеть, что чем меньше компания, тем больше она тратит до восьми процентов своей выручки. В то время, как огромные компании, ну понятно, тратят гораздо меньше, эффект масштаба. Что это означает? Что же это означает? Во-первых, это можно назвать таким налогом, то есть, чем ты меньше, тем тебе дороже соответствовать вот этим всем новым требованиям, которых станет все больше. И во вторую очередь, это означает у одного американского экономиста суперэкономика. То есть, те, кто сейчас крупные, те, кто сейчас большие, станут еще крупнее, еще сильнее, они смогут выдерживать эти требования регуляторов, хотя им будет это дорого. Но это означает еще и то, что те, кто поменьше, стартапы, средние компании, этого просто могут не выдержать. Для них требования по регуляции станут настолько сложны и дороги, что они могут просто закрыться. Простой пример, вот Цукерберг сейчас выступил в Сенате с инициативой, что, мол, давайте все, у кого есть хоть какой-то контент на своих ресурсах, вы внедрите открытые, внешне проверяемые системы модерации, и чтобы эти компании с них сняли защиту, которая у них сейчас есть, они не несут ответственности за распространение информации, потому что они соцсеть, и не они сами там размещают этот контент. Если совсем просто, это означает, что для всех, кто этот контент создает, это будет очень дорого внедрить и дорого сделать, Facebook еще как-то это сделать сможет, остальным придется или брать этот сервис на стороне, ну или закрыться. Почему это важно вообще для бизнеса, для любого, который работает с потребителем, который как-то использует технологии? Так, я пропустил тут довольно важный слайд сейчас. Во-первых, вот такие штуки, которые много рассказывали на конференциях, уйдут в прошлое, и они уже уходят. То есть, например, и Google, и Apple сейчас скачут впереди паровоза, им не очень хочется, чтобы их регулировали, поэтому они сами вводят такие ограничения, которые усложняют и им жизнь, и всем, кто с ним работает, как с партнерами. В частности, вот большинство вещей, про которые я здесь написал, это следствие cookie-апокалипсис, то есть запрета использования кук-гуглом, который поставит крест на многих практиках, которые все использовали, то есть старые добрые сапоги, которые гоняются за вами, потому что вы посмотрели их на сайте, тоже уйдут в прошлое, потому что будет просто запрещено использовать конкретного юзера, его конкретную историю браузинга на сайте для того, чтобы таргетировать сообщения. С точки зрения бизнеса, это значит, что если вы сейчас инвестируете в эти решения, подумайте, будут ли они работать буквально через год. На самом деле, нет, не будут. Будут появляться, это уже с точки зрения того, что нужно искать на замену. Будут появляться новые методы таргетинга, например, сейчас поднимает снова голову многими незаслуженно забытый контекстуальный таргетинг вместо аудиторного. То есть, когда вы таргетируетесь на содержание страницы, ничего не зная про самого пользователя. Это вообще-то другие принципы таргетинга, другая организация работы, другие навыки. У нас таких компаний вообще полтора и обчелся, потому что все делали ставку на аудиторные таргетинги. Будет также расти запрос, например, всеми любимый депутат Горелкин тут недавно проявил инициативу при поддержке неких юристов. Если читали, вот это про колдунчики Яндекса, любая система, использующая алгоритмы для вывода чего-то в топ, контента ли, или товаров, должна быть, скажем так, объяснима, и в любой момент по запросу регулирующего органа вы должны будете показать, почему алгоритм ту или иную штуку вывел куда-то в топ. Не должно быть такого, что это происходит закрыто. Должен сказать, что эта инициатива не российская, она как раз происходит глобально, и вот эта объяснимость работы алгоритмов это то, что неминуемо тоже будет происходить. Понятно, система модерации это то, о чем я уже говорил, что если у вас есть контент, вы должны будете показывать, как вы его модерируете, как он создается, и как вы решаете, что показывать, а что нет, и нести за это ответственность. И стартапы будут появляться, во-первых, стартапы, которые будут, в принципе, своим преимуществом делать секьюрность, приватность для пользователя, а с другой стороны, те компании, которые делали как раз ставку на персонализацию, на сбор данных, на объединение данных, будут постепенно с рынка уходить. И последнее. Если вы бизнес, который работает с маркинговыми подрядчиками, о чем стоит задать вопросы вашему подрядчику, чтобы не потратить деньги на внедрение такой штуки, которая через три года уже работать не будет, по причине, как раз вот этим, по причинам регулятивным, и по причинам того, что очень многие используют западную инфраструктуру, которая как раз регуляции подчинится еще быстрее, чем это что-то будет принято у нас. Во-первых, насколько, вот мне очень понравилось это выражение в одном из обзоров того же Гартнера, насколько ваш подрядчик фьючер-пруф, то есть, насколько он вообще в курсе происходящего, что он знает про куки-апокалипсис, как он собирается заменять один идентификатор другим, какие у него есть решения для этого. Могу вам сказать, что большинство компаний просто даже не чесалось еще по этому поводу, очень большое количество людей в индустрии, с которыми про это говоришь, они говорят, ну и индустрия найдет решение, там большие компании договорятся, не очень понимаю, почему вот эта огромная опасность для методов персонализированной рекламы так игнорируется. Второе, это тот самый закон GDPR, сейчас ситуация очень интересная, потому что его приняли еще в 2015 году, а сейчас на европейские страны начали давить их органы по поводу того, что он слишком мало применяется, и регуляторы стали чаще штрафовать компаний, гораздо чаще, чем раньше. То есть, опять же, если к вам на сайт зайдет клиент из Европы, и он в зоне действия GDPR, а вы радостно собрали его куки, даже ничего не спросив, то там на самом деле много этих нюансов в этом GDPR законе, просто вас можно оштрафовать. И последнее, что если вы интегрировались и работаете с какой-то компанией, которая собирает данные клиентов, куда-то там их пересылает, как-то использует, то как эта компания собирается действовать, когда, например, пользователь напишет пост в блоге или подаст куда-нибудь в суд, это станет публичным, и если вы маркетолог, ваш руководитель задаст вам вопрос, стоили ли те усилия, которые мы потратили на вот эту всю персонализацию, этот прирост в бешеные 5-7% рои, для маленького количества аудитории, того, что мы потеряли от этого пиар-скандала. И на этом, знаете, все. Если вам было интересно, переходите, оставляйте свои e-mail, и в соответствии со всеми законами мы их соберем. Роман, спасибо огромное. Спасибо. Я правильно понимаю, что товарищ майор просто не любит, чтобы кто-то кроме него следил за вами? Ну, скажем так, товарищ майор в США начал за всеми следить еще раньше, чем все товарищи майоры цифровые это стали делать. Акт принятый, этот патриотический акт, так называемый, принятый в 2001 году, это как раз то, почему американские органы изо всех сил собирали информацию о пользователях, про это вышло много фильмов, они все сотрудничают с цифровыми компаниями, но здесь дело как раз в другом. Здесь дело в том, что интернет распространился настолько сильно, все стали уже подключены быть к нему, это на самом деле произошло не то, что как бы очень давно, а где-то 90% населения, пенетрация в Штатах произошла всего лишь, по-моему, 2-3 года назад. И вот теперь с этого момента интернет стал настолько системной частью общества, соединив всех и хороших, и плохих людей, что теперь это уже гораздо серьезнее, чем просто один из инструментов, в котором кто-то там что-то собирает. Ну и, соответственно, насколько реалистично, что в России, на основе, например, госуслуг, как единого ID, был внедрен единый ID, к которому нас всех посчитают, и вот, собственно говоря, мы бы могли использовать такого рода системы именно для российского рынка. Я думаю, что все решения, которые разрабатываются на базе государственных подрядчиков и государственных систем, до их работоспособности, срок очень большой, в отличие от коммерческих компаний. Поэтому ID, может быть, и будет, но работать не будет, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Отлично. Это хоть радует. В смысле, он не будет работать как раз для того, чтобы там обмениваться между системами, что-то таргетировать? Ну, для товарища майора он будет работать. Ну, для товарища майора и без таких ID это уже все работает. Понятно. Коллеги, я думаю, что мы все уже очень устали, но мы очень благодарны всем спикерам. Роман прям вот очень радует, когда такой вот внешний взгляд на аудиторию, на будущее фактически. И мы понимаем, куда, от каких рисков мы должны отстраняться. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И снова здравствуйте. Так, коллег нет, но я надеюсь все подключатся. Мы тут все за повышением продаж собрались или у кого-то есть еще какие-то задачи? Нет? Не пойму, за повышением или нет. Ну, поднимите руки. Кто-то за инструментами пришел? Ага, спасибо. Окей. У нас в основе это объем трафика и его конверсионность. Про это сегодня будем разговаривать. Я у нашего клиента, у которого нет сквозной аналитики, спросила, как они определяют теплоту лидов, которую требуют постоянно от маркетологов. И он сказал, что если количество лидов увеличилось, а количество продаж осталось на месте, значит лиды холодные. Я тогда подумала, что вот будем показать другого нашего заказчика с детскими товарами. Мы когда пришли к ним в магазин делать аудит, то ситуация была примерно такая. Колл-центр надрывается, телефония разрывается, к директору забегает логист, к директору забегает начальник склада, все говорят о том, что у них нет товара, все угрожают, что они уволятся, если это скажется на их зарплате. Это продолжалось на протяжении всего дня. Ребята попробовали CPA-сети. Они перегрузили свой колл-центр, они потеряли часть звонков, они уронили конверсию в подтверждение заказа, логистика и склад тоже не вывезли и захлебнулись. Рентабельность этой маркетинговой активности была в минусах, и исходя из предыдущей логики клиента, лиды там были не очень. Почему-то до сих пор маркетинг и привлечение клиентов во многих компаниях являются синонимами, хотя маркетинг это все, что касается продаж. Это фундаментальное понимание, которое меняет отношение компании, меняет отношение ее сотрудников к клиенту, к упаковке продукта, к продаже, к привлечению этого клиента и к его сервису. Эти процессы едины и должны быть связаны не только логически, но и технически. У нас на рынке сейчас очень много инструментов, которые позволяют автоматизировать, есть очень классные рекомендательные системы, но, к сожалению, далеко не у каждой компании достаточное количество данных, чтобы воспользоваться ими, этими алгоритмами. Но есть и другие инструменты, о которых я сейчас буду говорить. Из их особенностей это то, что их успешность зависит от здравого смысла человека, который начинает их внедрять. У меня в названии есть слово CRM, оно присутствует в названии самых разных сервисов, с самым разным функционалом, поэтому, когда я буду говорить CRM, я не буду говорить про какую-то конкретную. Я буду говорить о каком-то сервисе, который позволяет автоматизировать, управлять и измерять всем, что связано с клиентом. Компания первого типа, которую я описала, где маркетинг отвечает только за привлечение клиента, выглядит примерно таким образом. Здесь повторные продажи начинают с CRM-системы. Выглядит примерно так. Массовая рассылка с акциями, новостями и поздравлениями с праздниками. Возможно, массовый обзвон. Здесь процессы ведут басня, лебедь, рак и щука. Каждый тянет в свою сторону. KPI не сквозные. Здесь мы можем увидеть KPI в отделе маркетинга стоимость привлечения льда. При этом совершенно не учитывается, что я могу дать рекламу, предложить купить автомобиль за 350 рублей в день. Но людей, которым я смогу продать автомобиль по этим условиям, будет довольно мало. В такой компании узким местом назначается процесс, сотрудники которого в меньшей степени умеют жонглировать и крутить данными. Так выглядит компания, примерно, в которой маркетинг отвечает за продажи в целом. Он отвечает за трафик, за продукт в широком смысле. Мы говорим про анализ конкурентов, про анализ аудитории КАЗДФ. Мы говорим про упаковку продукта. И, естественно, обработку этого трафика. Маркетинг должен курировать эти процессы. Как правило, в таких компаниях это уже происходит на стороне какой-то условной СРМки. Показатели здесь рассчитываются в сквозную. Здесь план продаж выполняется, потому что он хорошо декомпозирован. Понятно, из какого источника мы будем привлекать людей, с кем мы будем работать, с первой покупкой или с повторными покупками. Успешность каждого из этих процессов основана на правильно подобранной коммуникации. Мы сегодня про коммуникацию будем разговаривать. Как ее подобрать правильно? В первую очередь нам нужно определить задачи. Правильно задачи для каждого из этих этапов. Какие у нас задачи как у компании в перформансе? Наша задача сделать первое касание, перевести его в транзакцию, в покупку, сделать это событие регулярным и наращивать его интенсивность. Про это вообще почему-то забывают. Если наш клиент выпал из этой цепочки, наша задача его вернуть. Чтобы подобрать задачу определения, стратегию коммуникации нужно теперь подобрать. Всего один принцип, на котором основывается правильная рабочая система коммуникации. Этот принцип звучит так. говорить с клиентом в соответствии с контекстом. Что относится к контексту? К контексту относится место. Где мы будем с ним разговаривать? Какую точку касания, соответствующую этому контексту, мы предложим ему? К контексту относится интенсивность боли клиента и то, как он сейчас с этой болью живет. Он что делает? Он пытается ее решить? И к контексту относится его знание о нашем продукте. в принципе, который я озвучила, у нас две переменных. Вторая переменная это клиент. В каждом, ну практически в каждом из бизнесов, если только здесь нет тех, кто торгует на marketplace, есть укропненные какие-то сегменты людей, которые очень сильно отличаются по поведению. В чем они отличаются? У них разные мотивации использования вашего продукта, у них разные требования к вашему продукту, у них разные опасения, разные возражения будем отрабатывать. Соответственно, если мы каждому из этих укропненных групп, они же аватары, добавим контекст, то мы получим стратегию коммуникации с нашим клиентом. Но она же не в целом стратегия коммуникации, она у нас постоянно меняется. Как она меняется? Интенсивность боли и знание о нашем продукте это состояние клиента, которое мы можем изобразить вот на таком графике. На этом графике черная область. Это область, в которой клиент принимает положительное решение о покупке. Хотелось бы, чтобы о покупке у нашего бренда. И наша задача из каждой этой точки, из каждого состояния довести каким-то наикоротчайшим способом клиента до этой области. Мы только что поговорили, что мы определили уже состояние нашего клиента. Понятно, что эта карта для каждого аватара, она своя. Мы поговорили, что контекст определяет. Контекст плюс клиент у нас что образует? Стиль обращения, содержание, что мы будем говорить. В зависимости от того, где эта точка, мы определяем, что мы будем разговаривать. И как часто частотность нашего обращения. Потому что, если вы пять раз обратились, а нужно было шесть, ну, потеряли, не дожали. Соответственно, вот этот маршрут клиента, как мы его переводим в стратегию коммуникации, определили, определили каждый шаг, все это составляет карту путешествия нашего клиента к покупке. CGM, Customer Journey Map, она же. Про это много говорят, в целом, что это правильно, что это надо использовать, но никто не говорит, ну, конкретику, глубину. CGM, я буду так для краткости называть, лежит в основе вообще всех бизнес-процессов. Мы очень много бизнесов проаудировали, и абсолютно точно успешные компании, они внутри строят процессы, исходя вот из этой штуки. Как выглядит компания, которая вот этого вообще не понимает? То есть она просто живет, потому что у них хорошие закупочные цены, либо они считают, что они из какого-то там голубого океана. Они выглядят так, вы к ним заходите на сайт, у вас пуш-уведомления, подпишись, разреши, ты закрываешь, у вас поп-ап вылетает, подпишись на нашу рассылку, ты его закрываешь, у тебя тут же влетает онлайн-консультант, говорит, я отвечу на все вопросы, оставь свой контактный номер, ты думаешь, я еще даже не поняла, что вы мне точно предлагаете. Или обратная система. Когда ты заходишь на сайт, или там, в социальные сети, неважно, и что-то вроде интересное такое, но там просто ау есть, кто живой, там совершенно непонятно, кому обратиться. Вот это компании, которые, очевидно, на эту тему совершенно не заморачивались. CGM у нас лежит в основе всех рекламных активностей, всех посадочных страниц, работы в офлайн-магазинах, то же самое, это все про это. Воронки продаж, которые мы зашиваем в автоматизацию или в отделы продаж, тоже на основе этого. Скрипты продаж, то же самое, сюда же. Какую роль системы типа каких-то CRM принимают в движении нашего клиента? Первое. Очевидно, что чем больше точек касания вы предложите и вариантов в коммуникации с вашим брендом, тем больше вероятность, что клиент воспользуется вашим предложением. Попробовали звонок, звонок не подошел. Ага, ну, может, напиши нам в WhatsApp или на сайт нам перейди. По-разному можно. Чем больше точек касания, тем больше конверсионность в первое обращение. Но если эти точки касания обрабатывать все в своих местах, то мы потеряем на скорости. И тогда нет никакого смысла увеличивать конверсию в обращении, если мы будем его обрабатывать на протяжении трех часов, например. А скорость обработки обращения – это как скорость работы сайта, загрузки. Мы все знаем, что это почти во всех сегментах на 100% коррелирует с повышением конверсионности в продажу. Поэтому обработку этих точек касания нужно собрать в одно место. CRM-системы это позволяют. Какие это могут быть точки касания? Вообще любые. Соцсети, мессенджеры, сайт, квизы, телефон, доски объявлений типа Авито, из рекламных объявлений с форума, тоже собираем в CRM-систему. Если у нас все находится в одном месте, и мы видим, вот у нас клиенты с Инстаграма ведут себя так, со звонка ведут себя так. Мы можем проанализировать, посмотреть структуру их отказов, понять, на каком этапе нашей воронки клиент, который зашел из разных шлюзов, с разных точек касания, как отличается его поведение, и убрать препятствия, которые мы ему чиним. А в основном мы мешаем клиенту купить обычно. Соответственно, проанализировали, исправили свое поведение. Дальше. Если мы все это собрали в одно место. Я только что говорила, что наши клиенты, они отличаются по поведению. Человек, который пришел купить квартиру, если он пришел купить в инвестиционных целях, или для себя, у него совершенно разное поведение, мотивация и требования к нам. Человек, который покупает для семьи, или для себя, как для одиночки. Человек, который уже покупал, и человек, который покупает в первый раз. Это совершенно разные люди. И мы можем маркировать, потому что если мы изучаем поведение наших клиентов, то мы понимаем, что у них есть четкие вещи, которые определяют и отделяют одну группу от другой. Соответственно, если мы можем их промаркировать, то мы можем обращаться к ним персонализированно. Все это понимают, что нужно обращаться персонализированно, но при этом у нас все фигачат масс-рассылки. Проведено огромное количество исследований, которые говорят о том, что если ваша информация нерелевантна запросу, то наше внимание отключается. Вы наверняка ловили себя хоть раз, если вы читаете книги, вы читаете книгу, осознаете себя и так, что там было в этом абзаце? Ты просто не можешь этого вспомнить, потому что наш мозг столкнулся с чем-то сложным или непонятным, или неинтересным. Все вас выключило. В продажах то же самое, только у них еще и мотивации меньше, чем у вас при чтении книги. Вы раз что-то неинтересное отправили, второй раз, третий раз, четвертый раз, вы просто не откройте такую рассылку. Потом вы, возможно, к ней вернетесь, когда у вашего клиента сама по себе сформируется потребность, если она сформируется. Управление маржинальностью. Всем понятно, что кому-то нужен сервис, кому-то нужна скидка. Лояльный клиент, который нас уже выбрал, ему нужен сервис, ему нужно, чтобы мы не нарушали свои СЛА внутренние. Клиент, который еще не определился с нами, концептуально по жизни он с нами идет или не идет, его иногда нужно подтолкнуть, ему нужно дать скидку больше. Если мы будем с тем одинаковыми скидки раскидываться, ну тут экономика как бы не сойдется ни при каком раскладе. Сегментация решает в том числе и этот вариант. Когда бренд не разделяет, то это похоже, знаете, если про аналогии с сайтами, когда вы заходите посмотреть YouTube на какой-нибудь сайт, а потом за вами по всему интернету электробалалайка какая-то ездит. Вы вообще не знаете, откуда она взялась и почему вам ее показывают. Вот неперсонализированное обращение похоже на что-то подобное. На рынке очень много инструментов, которые помогают в лидогенерации. У CRM, честно, было с этим не очень особенно, если мы говорим про первую коммуникацию. И сейчас одна из известных выпустила инструментарий новый, позволяет обратиться через чат к клиенту по самым разным триггерам по событиям на вашем сайте. Например, если вы наверняка анализируете, когда выше вероятность купить, когда ниже у ваших клиентов. Если, например, мы видим, что три раза посетили страницу, вероятность к покупке сильно возрастает. То мы можем настроить это так, чтобы человек зашел третий раз на эту страницу, вы ему из онлайн-чата помахали рукой, сказали, ну ты здесь уже третий раз, ну давай уже с тобой познакомимся, оставляй контактные данные, мы сейчас поговорим. Если брать большие компании, то сегментированная коммуникация у многих из них довольно прокачана. Но вот по работе с товарами регулярного потребления, это что? Это, например, СТО или чистка зубов, или питание для наших животных. То есть то, что нужно постоянно обновлять. Вот с этим почему-то даже крупные бренды работают пока не очень хорошо. Я являюсь активным пользователем фильтров Аквафор, они у меня везде стоят. И раньше они мне регулярно напоминали о том, что мне нужно их заменить. Ну я и слушалась, и меняла. Потом они бросили эту практику, и я поняла, что у меня период, когда я возвращаюсь к этому вопросу, постоянно отодвигается. В общем, я посчитала, я стала в полтора раза реже менять свои фильтры. Хотя это связано, ну это мое здоровье. Нет, смотри какие. Очень сильно зависит проточка, не проточка, да. Там разные. У меня, например, одни фильтры надо каждые 7-6 месяцев менять, а одни каждый год. Ну и плюс еще загрязненность воды, конечно. Ну не суть важна. И объем, конечно, да. В нашу компанию приходит, 10% клиентов приходят просто за продлением своих лицензий. То есть они уже пользуются продуктом, они уже закреплены за каким-то агентством. Агентство потратило на них рекламный бюджет, чтобы их привлечь. Ребята забыли, у кого они еще покупали. Наши коллеги им не напомнили о себе. Все, клиент ушел к нам. Мы внедряем в том числе систему автоматизации. Этот функционал базовый, его не нужно докупать. Это не вот какая-то вам разработка. Почему вы им не пользуетесь? Очень простой ответ. CGM. Когда зашивали бизнес-процесс, просто одно из вариантов движения клиента не учли. И не зашили. И потеряли. У меня такое первое осознанное внедрение CRM-ок, и вообще связи с ними, было 6-7 лет назад. И тогда как раз появлялся электротранспорт. И у нас была задача снизить стоимость привлечения клиента, потому что рынок еще был не очень сформирован. И она была высокая. Но для бизнеса юнит-экономика в общем не сходилась. И вторая задача, цикл принятия решений у клиентов по этим продуктам, он был 2-3 недели. И нужно было как-то менеджеров по продажам вести, контролировать. И мы тогда внедрили АМ и CRM в связке с Google Analytics, у нас была их расширенная электронная коммерция. Ставками управляли вручную. И управление ставками на базе продаж, а не на базе заявок, помогло нам соптивизировать практически треть стоимости привлечения клиента. Современные CRM имеют связи с сервисами сквозной аналитики. С такими сервисами, как оригами, для управления ставками. С колл-трекерами, разумеется. С e-mail-трекерами. Как еще можно утеплить трафик? Например, мы говорим об управлении ставками по продажам. Мы можем таргетироваться на тех, кто купил. Мы можем выгружать автоматически из Facebook, в ВК, в Яндекс, в Google аудитории тех, кто у вас выкупает, и таргетироваться на них. Понятно, что этот же инструмент можно использовать, чтобы делать довольно интересные ретаргетинговые, ремаркетинговые цепочки. Например, можно увеличить на 12-15% доходимость до бесплатного мероприятия просто за счет того, что вы напомните клиенту о том, что он на него записался. Мы сейчас много все куда записываемся, но многие не доходят. Вот, инструмент рабочий. Естественно, если мы говорим о том, что мы собрали огромное количество информации в одном месте, и ее можно как-то систематизировать, то это становится источником для инсайтов. Какие это могут быть инсайты? Например, вы увидите, что рекламная компания почему-то начала конвертить в продажу, у нас же конечные продажи интересуют, да? Иначе. Хотя заходит через тот же самый шлюз, что и остальные. Для нас это повод проверить ее, убедиться, что мы не указали какую-то акцию, точнее не убрали, которую уже нет, да? Или, например, у нас не осталось информации о том, что мы делаем бесплатную доставку, а таргетируемся мы на территорию, где этой бесплатной доставки нет. Мы можем проконтролировать структуру отказов и увидеть, что почему-то структура в этой компании очень сильно отличается, и там основная причина отказов – это отсутствие товара. Тогда нам нужно как-то прокоммуницировать с нашей операционкой, да, и узнать, а почему так происходит, или вообще выключить эту рекламную компанию. Скажите, чтобы я понимала, а сквозная аналитика у всех есть, вот, продажа, канал продажи, конечная, финальная? А у кого есть? Поднимите. Сквозная. Ну, сейчас, если мы не будем цепляться к определениям. Давайте так, что я, давайте, кто отслеживает конечные, финальные, фактические продажи по каналам привлечения? Нет, особенности в терминологии. Так, ага, все, понятно. Окей, а вы определяете, типа, отутрафика сработал новый тестовый инструмент, как я описала, типа, лиды выросли, продажи не выросли, не работают? Так это как-то происходит? В общем, если у вас есть CRM, но нет связи с какими-то, да, мы никуда эту информацию не пробрасываем, то в целом, в целом, можно отслеживать. То есть, если вы понимаете цикл принятия решения. К сожалению, у большинства руководителей вот это ощущение цикла принятия решения сильно занижено. То есть, когда оно по факту, например, месяц, почему-то руководители считают, что это там 2-3 недели. К чему это приводит? Да, мы сделали рекламный тест, продаж нет, не работает канал, убили его, сделали следующий рекламный тест, продажи пошли, работает. Пытаемся повторить, не работает. Цикл продажи, да, не учли. Вот, если вы никуда данные не пробрасываете, но просто за счет какой-то условной CRM-ки понимаете цикл принятия решения, то вы уже можете более эффективно тестировать ваши какие-то рекламные гипотезы. Так, это сервисы, с которыми у самых популярных, вот мы взяли на рынке, кто так прокачан, с кем есть связки, да, готовые. Ну, у Bittrex, у них SBI побольше, чем у AmosRM. Вот, просто я всегда смотрю и восхищаюсь, думаю, какие молодцы. Итак, все, что мы говорили, это про повышение нашего скилла в коммуникации, которая всегда влияет на наши продажи. Вообще, в бизнесе можно контролировать только то, что мы считаем. Нет смысла пытаться улучшать, ну или в этом мало смысла, то, что мы не можем измерить, потому что мы никогда не понимаем, что там повлияло на наш результат. Так вот, наш навык коммуникации измерить можно. Вот это метрики, которые на него влияют, очевидно, и которые подтверждают, да, что мы на правильном пути. Теперь самое интересное, а насколько они могут вырасти? К сожалению, исследований на эту тему их не так много, но вот есть и выглядят они примерно так. Сейчас кликер сработает. Вот. Это такие, ходят в интернете такие результаты. Могу сказать так, что на самом деле внутри этих результатов есть две большие группы. У первой группы результаты сильно выше, у второй группы результаты сильно ниже. Почему? Потому что первая группа с более высокими результатами подумала о том, как входит их клиент, как он себя ведет и зашила это в бизнес-процессы, когда внедряла. А вторая группа отнеслась к CRM-системе как к амулету. Они ждали результата просто от самого факта обладания. Это в частности объясняет, почему до 100 человек и меньше 400 миллионов оборотов компаний CRM-ки имеют. Хотя, казалось бы, результаты очевидно говорят о том, что это может быть нашим конкурентным преимуществом. Но вот исследование, которое анонсировали в конце 2020 года, говорит о том, что довольно скоро справедливость восторжествует и будет примерно так. Это малый, здесь без микро. У микро своя статистика. Сейчас, в этом году, в следующем, мы определяем к 2025 году, в какой части этого графика будет наша компания. В части, которая имеет экономику эффективную, рекламную компанию эффективную, экономика будет сходиться. Эти компании перейдут сюда, потому что здесь у всех какие-то есть системы автоматизации. Они просто не всегда CRM называются. Вот у 50% оно называется как-то иначе. Но сюда невозможно без этого перейти. Так вот, вы окажетесь, и мы вместе с вами, здесь. Или вот в верхней части компаний, которых потихоньку рынок будет вытеснять и заменять на более эффективные. Мы сегодня поговорили кратко, бегло о путешествии клиента, о том, как на этом завязана коммуникация, о том, что цепочка создания и доставки ценности до нашего клиента, она едина и неразрывна. И для того, чтобы повышать наши продажи, для того, чтобы повышать нашу эффективность, в том числе рекламную, нам необходимо отслеживать каждый шаг на этом пути. Все необходимые инструменты, возможно, не идеальные. На рынке уже есть. Я думаю, идеальных не будет, но, в общем, на рынке уже все нужные инструменты есть. Вот по этому QR-коду вы можете попасть в наш Facebook. Мы там публикуем инструменты и методологии, никакой рекламы. Только инструменты, методология, психология, все, что касается продаж. Если у вас будет какой-то вопрос, который вам захочется задать после конференции, вы всегда можете написать нам в WhatsApp и получить какой-то совет. Это не на уровне коммерции, это на уровне поговорить. У нас есть определенные миссии, таким образом мы ее просто выполняем. Я желаю вам свежих идей, растущих продаж и счастливых клиентов. И спасибо, что вы меня послушали. Вопросы? Если появятся вопросы, то можно будет как раз после секции поймать в кулуарах и Марине позадавать все свои вопросы. А мы передаем слово Татьяне Андриановой, представителю компании 1С Рарус. Коллеги, пока открываюсь презентация. Всем еще раз добрый день. Наверное, в данном случае дополню и в чем-то противоречие будет с словами моих коллег по вопросу персонализации омниканальности и маркетинга. Но, собственно, начнем. Что такое омниканальность? Такой термин, да, для себя понимаем, что это хайп или все-таки необходимость. Наверное, это можно совместить и сказать, что это необходимый хайп, в первую очередь. То есть, что мы понимаем под омниканальностью? Это модель работы, в которой все коммуникации с клиентом должны быть соединены в единое целое. Его опыт работы, его взаимодействие, его история с компанией. Все должно быть в едином виде. Соответственно, эта возможность, этот хайп дает компании преимущество перед теми компаниями, которые работают либо в онлайне, либо в оффлайне, либо к этому только стремятся. Собственно, знание клиентского пути – это как один из аспектов понимания омниканальности. И по примеру клиентов наших, покупателей наших клиентов, есть такой момент, что важно понимать, откуда клиент пришел. То есть, да, какое-нибудь было изучение. То есть, что он изучил. То есть, по статистике наших клиентов мы понимаем, да, что клиент может прийти из разных каналов. И канал продаж в данном случае по-разному будет влиять. В зависимости от того, откуда он пришел. Если он пришел с онлайна, здесь будет даже влиять, собственно, с какого устройства он подключался, принимал решение, делал эту покупку. В данном случае мы видим такой показатель клиентского пути, когда 71% клиентов он изучает и приобретает товары в онлайне. 91% все-таки пока еще изучает и покупает товары в оффлайне. Есть такой тип клиентов. И 38% изучения товара происходит в онлайне, но приобретают они все-таки в оффлайне по тем или иным причинам. И 12% тех, которые и изучают, но при этом покупают они уже в онлайне. Тем самым, как бы основная задача омниканального маркетинга состоит в том, чтобы клиент свободно мог передвигаться в любом из каналов, будь это онлайн или оффлайн, но при этом вся история его полностью сохранялась для компании, для дальнейшей взаимодействия с ними. Как пример, кейс реализации мультимедийной сети и магазинов, где была одна из поставленных задач – это соединение онлайна и оффлайна, плюс программы лояльности и определение вклада онлайн-компаний к оффлайн-продажам. Какой был момент? Здесь сложность компании заключалась в том, что сбор информации, хранение, анализ – все происходило в разных системах. Что, в принципе, достаточно часто проблема для бизнеса, с этим сталкиваются, дальше информация есть, но что с ней делать, не до конца понимают. Какое здесь было дальнейшее решение по этому вопросу? Несмотря на то, что информация собиралась с разных источников, необходимо было ее собрать, консолидировать на одну платформу, тем самым, что это было сделано, успешная была интеграция, и по результатам интеграции, по результатам уже дальнейших процессов могли определить, какой был вклад, и выявили, что порядка 30-40% клиентов посещают онлайн-магазин перед покупкой в оффлайне. На основании этих данных компания уже перестраивала свой рекламный бюджет, компания перестраивала стратегию программы лояльности, стратегию правил поведения, тем самым увеличивая свои показатели, увеличился рост интереса правил лояльности, и при этом сэкономили бюджет на 12%. На основании дальнейшего клиенты, когда общаются с брендами, что путем каналов, что путем каких-то устройств, что происходит, они оставляют свой след, след данных, то есть кто они, что они, что они купили, где они были, что они собираются купить. Эти данные должны тоже собираться отделом маркетинга, в данном случае это должны собирать не бедные маркетологи, должна собирать система, с которой маркетинг уже будет работать, и тем самым уже всю эту информацию персонализировать и интегрировать в единое целое, с чем это будет самодействовать. По исследованию как раз-таки Salesforce, сегодня о нем уже говорили, буквально недавним клиенты, более 60% дали информацию, что они бы хотели, чтобы компании все-таки более глубоко персонализировали их опыт работы с ними. Их обижает, что предоставленная информация и то, что к ним клиент приходит, не хватает для того, чтобы все-таки его знали на «ты». Тем самым, такие акспекты можно выделить, какие были на основании этой статистики. Клиент хочет, чтобы его знали по имени, это нормальная практика, 56%. Клиент хочет, чтобы знали его историю покупок, это 65%. И хотели, чтобы рекомендовали правильные товары, 66%. Я думаю, с этой ситуацией сталкивались многие, когда что-то купив, мы получаем потом не то предложение, не ту информацию, и тем самым мы теряем лояльность к этой компании, к этому магазинам, бренду. Здесь также пример реализации задачи с магазином, сетью бытовой техники, разного направления. Какая была ситуация? Большая сеть, много товаров, много различных интересных скидок, но при этом клиент приходит, но клиент не хочет вставлять свои данные. Абсолютно. То есть на момент, когда ребята пришли к нам, у них исторически сложилось, что получение информации о клиенте было путем анкетирования исключительно. На текущий момент, в силу различных обстоятельств, которые происходили в последний год, клиенты не хотят тем более оставлять информацию. Это стало проблемой для компании. Они понимают, что есть клиент, есть продажи, но они не знают своего клиента. Нужно что-то с этим делать. Как-то приходить к регистрации клиента. Прошу прощения. На основании уже этих моментов приняли решение попробовать новые каналы для регистрации. Они были выбраны оптимально первоначально одного вида, и далее это будет в любом случае еще дополняться. Итерация по внедрению дополнительных каналов занимала примерно месяц, чуть там плюс-минус. И дополнительно появились еще шесть каналов регистрации. Клиенты начали приходить через сайт. Это появился личный кабинет. Клиенты могли регистрироваться в торговом зале, но бесконтактно, без возможности анкетирования, без бумажек всех. Они начали регистрацию через QR-код. Появилось мобильное приложение, возможность входящих SMS для регистрации, и также возможность через бумажные флайеры, раздачи. Тем самым для компании стало не то чтобы новшеством, но каким-то маленьким сюрпризом, что клиенты при этом стали приходить, они стали оставлять свою информацию. Каждый определил себя удобный для него вид регистрации. И это дало для компании Росклиентской базы. Они начали знать, кто их клиент, что им предлагать. И, собственно, сам клиент начал увлекаться больше в программу лояльности. Она их больше заинтересовала, потому что начали с ним больше работать. По каналу взаимодействия. Если у вас есть уже работающая, крутая, выгодная программа лояльности, но при этом вашим клиентам, которые даже дали они свои данные, которые уже там в ней присутствуют, и вы с ними не работаете, то считайте, что у вас программа лояльности, собственно, нет. Потому что с программой лояльности, как и с любым продуктом компании, необходимо работать, нужно его выдвигать в массы, нужно относить своим клиентам, его нужно также позиционировать. При том, клиенты хотят, чтобы это взаимодействие с ними было необходимым каналом. Они хотят, чтобы это было индивидуальное сообщение по разным каналам продаж. Не нужно спамить клиента по всем путям каналов, которые у вас есть, одними и теми же информацией, чтобы он совсем от вас ушел и вообще заблокировался. Здесь необходимо построить нужную логику, цепочку взаимодействия и ограничить эти аспекты рассылок в правильной логике. Тоже как пример реализации кейс продуктового сети, более даже, наверное, не продуктового, а VineLux. Какая стояла задача? Также, что необходимо было повысить коммуникацию с клиентами, потому что какая была проблема? Много предложений, много рассылок, но при этом клиентов мало, и мы при этом еще тратим деньги на поощрение. Проблема, проблема. Что решали? Здесь, соответственно, всех клиентов, благо клиентская база уже имелась, которые еще не ушли, так скажем. Этих клиентов мы определяли по каналам коммуникации, какие, соответственно, для них более оптимальны, на что они готовы отвечать, на что они, с чем они работали. После этого была продумана логика сообщений, по которым будет с ними уже подходить взаимодействие. Она не дублировалась, она всегда дополнялась. Это были рассылки разного типа, с разной информацией, тем самым привлекая клиента к финальной покупке. Если он не заинтересовался первым сообщением в одном канале, вторым, он заинтересуется третьим сообщением в третьем виде канала, и дойдет уже все-таки до решающего этапа, до покупки. В итоге компания к этому пришла, они повысили рост продаж, и при этом у них сократился расход на поощрение, потому что они перестали давать ссылки всем и всюду. И такой важный момент, который, к сожалению, многие компании забывают, это обслуживание клиентов. То есть амниканальность не заканчивается только тем, что мы приводим клиента, мы его облизываем, мы ему делаем какие-то интересные персонализированные рассылки. Нет, здесь еще есть важный аспект, это обслуживание, это правильное взаимоотношение с ними. Клиент уже на этапе, когда он ваш, он хочет в те моменты, когда ему нужно какое-то уточнение, помощь, решение вопроса, чтобы вы этот момент быстро решили, чтобы вот именно сейчас, не когда вы делаете рассылку с предложением, а именно сейчас вы знали его вдоль и поперек, что он покупал, что он делал, как он хочет, и как к нему подойти. Этот момент очень важный, и на основании также опыта и статистических данных компании InfoSize выявили такие показатели. Клиенты хотят, чтобы правильно и эффективно взаимодействовали с ними, они хотят, чтобы важная точность информации была со стороны компании к ним, и, конечно же, скорость и эффективность решения проблемы. Короче говоря, получается, что клиент не хочет ждать решений, он хочет здесь и сейчас, и чтобы это здесь и сейчас было, должна быть вся информация по клиенту, по его истории в данную минуту. То есть не ждать, когда через неделю вдруг вы проанализируете и поймете, как решите вопрос. Решить его нужно сейчас. Для этого, собственно, омниканальная автоматизация и должна быть. Подводя итоги, здесь что можно сказать? Какой ориентир на покупателя происходит? Чего ждут клиенты, чего хотят, и что должна дать любая система автоматизации? Она должна дать персонализацию для клиента, она должна дать многоканальное взаимодействие с ним и дать быстрое и качественное обслуживание, чтобы клиент был доволен. Ну, собственно, как обеспечить саму эту омниканальность? В волшебной кнопке омниканальность, конечно, нет, ее не существует. Здесь ряд процессов, которые требуют длительного времени и выстраивания вложений в это. И при этом, что здесь, наверное, можно подытожить, то, что для обнеканальности необходимо обеспечить, чтобы все каналы были на одной платформе, чтобы ты не собираешься с разных кусков, с разных систем. Когда они находятся на той платформе, соответственно, мы переходим к полной автоматизации процесса, чтобы все так же происходило там. Когда звучит понимание автоматизации процесса, мы, в принципе, в большинстве случаев понимаем, что около себя нужно посадить программиста, который при необходимости здесь, в данную минуту, поможет, решит, выгрузит, загрузит, все сделает. Когда отдел маркетинга, в данном случае, здесь не такой узкопрофильный. Опять же, эта проблема должна решать именно система, таким образом, чтобы программист был постребован только на моменте интеграции. Остальные процессы должны быть доступны, понятны для сотрудников, для маркетологов, для тех, кто будет работать с этой системой. Собственно, данный продукт реализован, и все это о системе правилой лояльности от компании 1S RARUS. Вопросы? Здравствуйте. В начале вашей презентации вы сказали, что у вас получилось обеспечить эффективный РАПО-анализ. Подскажите, пожалуйста, во-первых, какую долю клиентов получилось учесть, то есть часть наверняка остались неидентифицированными. Второе, какой процент из оффлайн клиентов у вас получилось идентифицировать, и из них какой через программу лояльности, а какой через остальные способы? Сразу много моментов. Смотрите, часть клиентов, которые оффлайна, она, конечно же, не вся идентифицировалась, она в любом случае еще пока в перспективе растет. Здесь, наверное, можно в показателях сказать, что это где-то треть клиентов. Она все-таки пришла, мы к этому достигли. Дальше пока потенциально… Треть не идентифицировали. Соответственно, к этому в любом случае мы идем еще в дальнейшее. Так, и вопрос. Из этих 66%, сколько через программу лояльности, а сколько через QR-коды, смски и прочее не связаны с ПРО-методом? В принципе, здесь, наверное, сложно разграничить, потому что мы старались этот процесс совместить, чтобы клиент был все-таки заинтересован не просто целью данной, а чтобы он был привлек в систему. По сути дела, здесь, наверное, можно разделить 50 на 50, потому что влечение в систему было глобальное, выстраивали очень сложное, но при этом интересно для клиентов такое заманивающее систему лояльности. Еще вопросы? Изучали ли вы западный опыт эффективной рассылки печатных продуктов по системе лояльности? И сколько изменилась бы ваша тактика дальнейшей, если бы узнали, что с этого года в России тоже появилась такая возможность? Не могу сказать, что глобально звучали такой компрометирующий вопрос, но тактика, вероятно, изменилась бы, потому что направление со стороны Европы в любом случае отличается от нашего, и то, что у них реализовано сейчас, к нам все равно доходит к какой-то отложенным временем. И то, что у них сейчас, например, считаются какие-то вопросы, искусственный интеллект и так далее, у них считаются нормой, и для нас пока какие-то вещи остаются на ухау. И в этом вопросе, я так предполагаю, что мы бы переключили бы какие-то моменты, что-то пересмотрели бы, да. То есть в любом случае это нужно учитывать. Спасибо. К сожалению, следующий спикер у нас заболел, пресловутый ковидом. И я передаю слово, практически перехожу к следующим типам секций, Вадиму Дьякову, директору по инновациям группы АДВ, который подробнее расскажет о том, о чем рассказывал Кирилл Чистов в начале, про стартапы, про инновации, и расскажет о начале нашей второй сессии в другом зале. Олег, спасибо большое. Коллеги, добрый день. Ну смотрите, я, наверное, тоже не просто про стартапы расскажу, и про инвестиции. Я немножко с другой стороны. Здесь представлен со стороны рекламной группы, крупной коммуникационной, с одной точки зрения. Второе, это наша стартап-студия, венчур-билдер, целью которого является запускать быстро растущие продукты. И третье, в качестве венчурного партнера нового фонда ранних стадий Fort Ross Ventures, целью которого является поддержка предпринимателей, русскоязычных предпринимателей, во-первых, привлечения инвестиций, и далее, выходе их компаний на глобальные рынки. Вот обо всем немножко расскажу. Я, наверное, хотел просто указать ваше внимание на то, где мы видим сейчас основные тренды роста компаний, как на локальном рынке, так и глобальном. Какие компании получают больше капитализацию, где, с нашей точки зрения, есть довольно много места для того, чтобы развивать собственные проекты и инновации, и добиваться больших результатов. Меня зовут Вадим Дьяков. Как Олег представил, я руковожу инновациями и инвестициями в крупной коммуникационной группе ADV. Мы находимся в топ-5 коммуникационных групп России, представлены 20 агентствами, и закрываем все каналы рекламных маркетинговых коммуникаций, обслуживая клиентов в 360 градусов. Моей функцией в ADV является развитие новых продуктов, приобретение компаний на рынке, и в том числе технологические партнерства с крупнейшими локальными и глобальными вендорами. Увидев то, что на текущий момент у крупных корпораций есть определенные задачи, связанные с интеграцией маркетинговых рекламных решений в свои экосистемы, в том, чтобы растить эффективность, можно, да, я кликер возьму, если он заработает презентация. Значит, мы видим, как бы, свою роль, да, в том числе, это сформирует свою роль в сторону, скорее, консультантов, интеграторов маркетинговых решений, вот, и на базе которой, вот, этой функции и появилась наша стартап-студия Launchpad, которая на текущий момент уже проинвестировала 11 проектов, и мы собираемся выйти в этом году уже на темп в 15-20 компаний, вот, о тех направлениях, в которых мы, прежде всего, фокусируемся, я надеюсь, рассказать в презентации. Но если пока презентация запускается, говорить в целом, то есть несколько очень существенных трендов в глобальной перспективе. Первый из этих трендов – это то, что появляется все больше и больше технологических компаний. С одной стороны, это приводит к тому, что эти технологии нужно каким-то образом интегрировать и внедрять в свои бизнес-процессы, если мы говорим о крупных компаниях. И поэтому функция консультантов становится все более важной, и консультанты становятся полноценными игроками рынка рекламных маркетинговых коммуникаций в глобальной перспективе. Собственно, одним из таких трендов и доказательством этого тренда является то, что компания Accenture Interactive – это часть Accenture Digital, традиционного консультанта-интегратора, разработчика сложных enterprise-решений, уже на текущий момент больше в маркетинговых бюджетах, чем крупнейшие, старейшие рекламные коммуникационные группы на рынке США. Это говорит о том, что в силу второго тренда, а именно того, что клиенты все чаще переводят на себя функцию маркетинга в in-house, то есть начинают все больше и больше управлять своими маркетингами и рекламными бюджетами самостоятельно, и в силу, опять же, того, что технологии развиваются, это приводит к возможности консультантов ходить на этот рынок более агрессивно. Дальше. При этом каждый год появляется более тысячи компаний на глобальном рынке, которые закрывают всю цепочку формирования стоимости, начиная с awareness, с brand awareness, знания о бренде, и дальше в сторону итоговой конверсии в покупку. Таких компаний появляется больше тысячи в год, и разобраться в этом тоже становится все более сложным. И поэтому, в свою очередь, консультанты выходят с одной стороны на рынок агентств, с другой стороны агентства становятся все больше консультантами. И все большее значение приобретают собственные продукты как на стороне клиентов, которые они разрабатывают, так и на стороне агентств. Давайте, может быть, мы тогда не фуллскрин будем показывать, потому что кажется, что в этом может быть сложность. О, ура. Спасибо. Значит, начну, да, что маркетинг как бы меняет тем самым свою функцию. То есть в итоге функция маркетинга в компаниях, она начинает быть более комплексной. Маркетинг влияет на продукт, маркетинг влияет на оптимизацию клиентского опыта, итоговые бизнес-процессы. Все становится, по сути, SaaS. То есть сейчас, благодаря, опять же, тому, что взаимодействие с пользователем становится все более цифровым, можно уже мерить жизненную ценность каждого пользователя, и от этого тоже меняется паттерн привлечения этих клиентов. Интеграция автоматизированных решений, управление компаниями и маркетинговыми процессами – это тоже один из трендов, да, и в этом смысле консультанты и агентства выходят на этот рынок все более массированными темпами. Ну и консалтинг и бизнес-функция как итог. Значит, по каждому из блоков, куда мы смотрим активно и где мы видим потенциал роста и превращения текущих стартапов в очень крупные компании, чуть более подробно. Продукт меняется за счет применения стартап-принципов и быстрой проверки гипотез. Теперь FMCG-бренды, я не знаю, компании в сфере недвижимости, автопроизводители, кого угодно, если мы можем, ритейл здесь применить, значит, они начинают понимать, что объем данных, которые они сейчас агрегируют, вполне себе может позволять им делать определенные выводы и, пользуясь так называемыми хади-циклами, когда сначала формируется гипотеза, потом производится какое-то действие, потом собирается аналитика или данные, из этого уже строятся инсайты, это становится в том числе функцией маркетинга. И, например, то, что мы видим сейчас у крупных глобальных брендов, которые присутствуют на рынке России, вот эта продуктовая функция часто находится в зоне маркетинговой ответственности, потому что маркетинг все больше погружается в сторону пенделя. Это не только рекламный бюджет, и не только возможность привлечения пользователей или сокращения стоимости конверсии, это цельная бизнес-функция. И поэтому здесь все большую роль приобретают машин-лёрнинг-решения, которые могут влиять на ценообразование, на итоговые значения тех цен, которые предлагаются конечным клиентам, и решения в этом области активно развиваются. Второе – это моделирование бизнес-процессов, взаимодействие с клиентами, оптимизация конверсии. Второе направление – это автоматизация исследований. Исследовательская функция приобретает тоже другой, скажем, открас. И здесь на помощь приходят уже краудсорсинг-панели. Теперь для того, чтобы понять пользовательский запрос, не нужно тысячи торговых представителей выводить на улицы. Вполне можно строить краудсорсинговые панели, которые развиваются в Европе и глобально сейчас. Исследование социальных сетей – еще одна функция, которая благодаря технологиям парсинга и тем аналитическим решениям, которые позволяют в креатив загружать какой-то опрос, тоже позволяет делать вполне конкретные выводы для брендов, что в итоге влияет на итоговую стратегию. И третье – текущий клиент становится источником инновации, потому что то, что сейчас позволяет взаимодействовать через программы лояльности, через другие возможности коммуникации с клиентом, и в том числе собирая данные о паттернах поведения, это может влиять вообще на тот продукт итоговый, который компании выпускают на рынок. И третий блок – это User Journey или User Experience исследования как триггер для изменения продукта, вывод из первых двух блоков этого класса продуктовых решений. Соответственно, второй блок, о котором сейчас уже крупнейшие корпорации стали догадываться и активно применяют, он заключается в том, что многие начали понимать, что сохранять текущего пользователя выгоднее, дешевле и прибыльнее в итоге, нежели привлекать новых. Потому что борьба за итоговый ценник на уровне аукциона крупнейших рекламных платформ, она только усиливается, и поэтому сейчас все большее значение приобретает как раз-таки цикл взаимодействия с клиентом и то, насколько он доволен текущим продуктом. И поэтому появляются стоящие Customer Experience и Net Promotion Score платформы. Рекомендательные системы, как возможность допродавать дополнительные продукты и сервисы уже существующим клиентам, которые совершили в начале разовую покупку. Программы лояльности и продукты вокруг этого направления и кросс-партнерство компаний в разных сегментах, когда компании начинают обмениваться друг с другом лидами и данными, которые не конкурируют друг с другом, что открывают возможности для роста на новых нишах и сегментах рынка. Третий блок, который связан с количеством компаний в том, что данные цифровизации отношений с клиентом позволяют контролировать его опыт лучше. Итого, LTV становится измеримым благодаря наличию цифровых каналов коммуникации, и поэтому условно теперь клиент, который вроде бы ходит в ритейл и покупает какую-то молочную продукцию, вполне себе может быть рассчитан с точки зрения его жизненного цикла и той ценности, которую он принесет сквозь всю, скажем так, пока он живет в конкретном регионе и пока он пользуется этой продукцией в течение всей своей жизни. Именно поэтому это меняет подход к маркетингу, потому что теперь не нужно мерить конкретно прибыль с одной транзакцией, когда ты привлек пользователя, показал национальную рекламу на телевидении или провел рекламную кампанию, охватную в интернете. Ты вполне себе теперь можешь через программу лояльности или ритейл или другие данные видеть, сколько в течение 3-5-7-10 лет клиент будет приносить твоей компании денег. И поэтому, опять же, глядя на все это, глядя на то, что каналы коммуникации с пользователем и принципы взаимодействия с пользователями меняются, появляются тысячи компаний и платформ и сервисов на глобальном и локальном рынке, которые требуют интеграции и управления, и при этом остается множество направлений еще для автоматизации дальнейшей. Сейчас мы видим, что по-прежнему есть очень серьезные возможности для прибыльных рекламных коммуникаций в социальных сетях. Крупнейшие гиганты Google, Facebook, Яндекс, Mail.ru, если мы говорим про локальный рынок, развивают свои платформы, они достаточно сложные и достаточно эффективные, если ты умеешь в них играть. Но при этом кросс-платформенные решения по-прежнему остаются еще той нишей, в которую мы активно смотрим, и оптимизация конверсии кросс различной социальной сети, различной каналы коммуникации для нас является очень интересным направлением дальнейшего развития. И текущие компании, которые появляются даже на рынке США и в Китае, они по-прежнему являются быстрорастущим и интересным сегментом для инвестиций. Значимость агрегации и обработки анализа данных становится критичной вообще сейчас, потому что если мы говорим, что в среднем рекламодатель из Fortune 500 работает как минимум с 30 разными рекламными платформами, то где-то нужно эту информацию об эффективности рекламных компаний собирать, дальше каким-то образом ее обрабатывать и принимать эффективные бизнес-решения о том, на какие каналы сосредотачивать свою рекламную активность. Управление креативами в динамике и, соответственно, тестированием – это еще один блок. Динамические креативы используются как в перформанс-каналах, так и в медийных охватных компаниях и становятся все более и более значимыми и влияющими на итоговую эффективность. Поэтому функция креативная становится все более значимой с точки зрения ее автоматизации. Четвертый блок – это краудсорсинг и аутстаффинг, то есть когда посредством удаленных специалистов, сейчас это особенно актуально, можно получать удивительные dream team команды, которые выполняют рутинные функции, казалось бы, и приводят к лучшим результатам. Буквально недавно было несколько сделок в этой области, когда крупные холдинги приобретали компании, которые по сути позволяют брендам аутсорсить часть маркетинговой функции среди сотен людей в разных локациях, регионах, которые являются суперэкспертами в своей области. Ну и как завершение, консультанты – это полноправные члены экосистемы, ну а рекламные агентства и технологические компании все больше консультанты, которые в том числе считают пендель клиентов и идут в направлении revenue и profit sharing. Мне кажется, что здесь это довольно актуально сказать, что все больше клиенты смотрят не на технологию в целом, а на конечный продукт. И сейчас все более значимым и важным нужно понимать не только конкретный return on advertising investment, то есть тот возврат инвестиций, который идет посредством реализации рекламной кампании на уровне просто выручки, но и понимать его влияние на итоговую прибыль кампании, вашего клиента, с которым вы работаете. И третье – появление дата компаний-интеграторов как поставщиков комплексного экосистем управления маркетинговой функцией. Нам кажется, что за этим будущее, и сейчас эта консолидация на рынке рекламных маркетинговых технологий только будет продолжаться благодаря этому тренду. Соответственно, мы как инвесторы смотрим на это, в том числе в разрезе вот этого графика, собственно, этот график показывает M&A активность, то есть это количество компаний и объемы денег, которые инвестированы были в поглощение компаний на рынке рекламных маркетинговых технологий. Как видно, этот рынок остается достаточно стабильным, инвестируются миллиарды долларов в квартал, примерно в среднем в год проходят 300-400 сделок. Мы сейчас уже получаем данные по 2020 году, где видим, что порядка 350 сделок как итог в 2020 году прошло, причем на самом деле ряд этих компаний были в том числе и на российском рынке представлены. Но это только M&A. Это только M&A, а если говорить про венчурный блок, то мы видим примерно тысячу инвестиционных раундов в год, которые проходят в сегменте рекламных маркетинговых технологий в России, это 10-20 компаний в среднем. Объем инвестиций в России это 10-15 миллионов долларов в год, лоцируется обычно в блок маркетинга и реклама. Соответственно, мы этот тренд активно поддерживаем. Поддерживаем мы его через два блока. С одной стороны у нас есть крупная рекламная коммуникационная группа, это группа АДВ. Мы управляем порядка 35 миллиардами рублей клиентских бюджетов на рынке России, обслуживая крупнейших локальных и глобальных рекламодателей и поддерживаем компании и стартапы для того, чтобы они могли быть интегрированными в бизнес-процессы наших клиентов. С другой стороны, есть сейчас еще одна активность инвестиционная через Launchpad и через Fortress Ventures, куда мы приглашаем компаний и технологических партнеров для того, чтобы помогать им выходить на глобальные рынки. Поэтому в качестве следующего блока программы я хотел бы представить наш блог, в котором мы покажем ряд наших текущих решений, как решений нашей венчурной студии Launchpad, так и в том числе партнерские компании, с которыми мы сотрудничаем и решения которых интегрируем для наших крупнейших клиентов. Соответственно, он будет проходить в зале Раевский, там будет питч-сессия, можно будет задать вопросы командам и сегодня мы еще тестируем формат запросов и задач к стартапам, в рамках которых можно будет сделать бриф и компании будут стараться ответить на этот бриф итоговой технологии, которую они будут в формате MVP вводить на рынок. Собственно, рады сотрудничеству в рамках Fortress, рады сотрудничеству в рамках Launchpad. Спасибо большое за внимание и успешной деловой программы и новых партнеров вам всем. Спасибо. Если есть вопросы, да, буду рад ответить. Том задерживается с подключением, он у нас дистанционно, все-таки международная конференция, он будет вещать из Украины, так как по определенным обстоятельствам переехать из Украины в Россию достаточно проблематично, то, соответственно, он у нас будет выступать удаленно. Поэтому мы его переводим на второе место, передаем слово тогда коллегам из компании PIMPay, PIM Solutions, как правильно? PIM Solutions. Ольге Сатановской и Яной Пашутиной, которые расскажут про интересное направление. Я когда был одно время в эту тему погружен, в партнерскую программу, партнерская платформа, понять, как можно использовать CPA в B2B, сломал там не одну ногу себе, посидел, ну и все остальное. Поэтому буду тоже внимательно слушать Ольгу, может узнаю что-то, наконец, полезно, узнаю, как можно CPA в B2B использовать. Ольга, вам слово. Всем добрый день, сегодня мы с Яной расскажем вам немножко про канал CPA. Ну, для начала, кто мы такие? Меня зовут Ольга Сатановская, я генеральный директор компании PIM Solutions, и в рамках компании PIM Solutions это наше первое выступление на конференции, которая посвящена маркетингу. Соответственно, я больше 10 лет в Якоме до того, как я пришла работать в сервисную компанию, ну и я автор YouTube проекта сервиса для Якома, где я беру интервью у разных сервисов для Якома, вот некоторых пока на интервью не довзяла. Вот, ну и Яна Паршутина. Яна у нас представитель ритейла, практик, Яна, соответственно, два последних места работы Яны, это директор по маркетингу бутика и директор по маркетингу Купи Вип Групп. Яна большая молодец с точки зрения того, что она в маркетинге делает, какие инструменты вводит, у нас делится наше с ней выступление на две части, мою теоретическую как сервис, и Яна практическая как практика. Соответственно, немножко быстро, кто такие PIM Solutions, мы компания, которая делает сервисы для Якома, в первую очередь изначально мы начинали с логистических финансовых сервисов, мы в логистических финансовых сервисах на рынке с 2012 года, мы резиденты Сколково, у нас большое число магазинов, которые пользуются теми данными, которые мы предоставляем, а через нас, как через представителей финансово-логистического сервиса происходит больше одного миллиона заказов в месяц, и у нас вот много сервисов, которые мы представляем в логистике и финансах, и наш первый сервер с маркетинга, который мы начали делать, мы его назвали PIM CPI, это CPI-платформа для крупного бизнеса, которая помогает работать с CPI-каналом. Ну и, собственно говоря, про CPI-канал мы с вами сегодня и поговорим. Быстро маленькое напоминание, всем, кто знает, ну нужно же с чего-то начать, что такое CPI-реклама, это оплата трафика за целевое действие. Ну то есть у нас есть партнер, любой вебмастер, который может пригнать трафик на ваш, соответственно, сайт, например, интернет-магазин или, например, банк, или, например, любую платформу, а дальше те люди, которые пришли, должны сделать целевое действие, да, это там заказать, заказ оплатить, оформить заявку, там оформить карту, не знаю, сделать подписку, все что угодно, и дальше, соответственно, рекламодатель, ну то есть интернет-площадка платит этому партнеру по заранее оговоренной ставке за то действие, которое было сделано и подтверждено. Ну, банальная история, все известно. А каким образом сейчас, ну и вообще, в принципе, может развиваться CPI-канал? История же какая? Вот этих всех партнеров, вебмастеров, которые могут пригнать трафик на сайт, их много, ну то есть их, в принципе, бесконечно. Много, любой человек, у которого есть сайт, который генерирует трафик, может ставить на нем там рекламные блоки, рекламные объявления, да, и гнать трафик, соответственно, на сайт рекламодателей. И каким образом, соответственно, магазин этот с этими партнерами работает? Есть два варианта стандартные. Первый, самый распространенный сейчас, это CPI-сеть. Ну, то есть, соответственно, когда есть компания-посредник, которая в себе с одной стороны сочетает большое количество вебмастеров, да, размещает тех вебмастеров, которые ходят на платформу, берут там офферы рекламодателей, да, и дальше по этим офферам работают, предоставляют рекламодателям трафик. Ну и, соответственно, с другой стороны, там рекламодатели, которые эти офферы предоставляют. Значит, посередине рекламная платформа. Самая, наверное, известная история – это Admitad, CTADS, Advertise. Их достаточно много. А есть второй путь. И когда-то давно, много лет назад, это тот был путь, по которому многие шли, а потом многие перестали идти. Потому что эта история, когда сделать технологическое решение для вот всех тех партнеров, которые могут быть внутри себя, самостоятельно его обслуживать и, соответственно, быть для всех партнеров, которые могут гнать трафик на ваш канал, единственным рекламодателем. И, соответственно, не иметь конкуренции с другими CPA-сетями. А сейчас ситуация на рынке изменилась. И вместо того, чтобы вам самостоятельно делать все технологическое решение, там, кодить, писать и так далее и тому подобное, есть решения, которые могут вам предоставить технологическое решение. И вы можете его использовать, поставить себе на сайт и, соответственно, быть тем самым единственным рекламодателем и иметь эти решения для того, чтобы привлекать партнеров. Ну и те ребята, которые есть на рынке, да, это Афайс, Адавай Кейк, ну вот и теперь мы PIM Solution с решением PIM CPI. Ну и то, о чем сегодня хотим поговорить, о том, в чем плюсы, в чем минусы двух подходов, двух систем. Ну и начинаем с самого популярного, да, с CPI-сети, которыми, ну, наверное, если компания имеет достаточно серьезный трафик на сайт, да, то, наверное, она какой-то частью канала CPI пользуется. Почему выбирают CPI-сети? Ну, во-первых, потому что в нее быстро включится. Да, нужно просто там разместить оффер, сделать баннеры и дальше у вас уже есть на CPI-сети те самые партнеры, которые будут готовы за тот оффер, который вы как рекламодатель представляете, вас, соответственно, рекламировать. Да, и эти партнеры, ну, поскольку их много, да, очевидно, что они будут вам гнать достаточное количество трафика сразу и достаточное количество лидов. Понятное дело, что если у вас там идет там 10 заказов в месяц, да, то там 1000 заказов в месяц они вам не пригонят. Они пригонят, соответственно, с процентовкой трафика. Но, тем не менее, там какую-то часть вашего трафика, какая-то часть будет сразу. Ну, и у вас нет никаких фиксированных затрат, да, в чем счастье CPI-сети, что вы платите только за те целевые действия, которые вы получили. Хотите вы платить за заявки, платите за заявки, за подписки, только за реальные подписки. Хотите платить за выкупленные заказы, платите за выкупленные заказы. Ну, соответственно, есть подводные камни во всей этой истории. Во-первых, если вы встаете вместе с другими рекламодателями, то вы с другими рекламодателями конкурируете офферами. Соответственно, партнеры могут прийти не к вам, если вы предлагаете там одну скидку, а к другим ребятам, которые предлагают скидку больше. Они будут идти туда, где интереснее оффер. Во-вторых, нет прозрачности. Вы общаетесь с CPA-сетью, вы получаете какой-то трафик, по большому счету вы досконально не можете контролировать, от какого вебмастера конкретно пришел этот трафик, почему он выбрал вас и все, что с этим связано. У вас нет связи с вебмастерами, которые к вам трафик подключают. Дальше, не все вебмастера подключаются к CPA-сети. Некоторые говорят, что они не будут работать с CPA-сетями, они будут работать только напрямую с рекламодателями. Ну и последняя история, почему крайне не любят вообще историю с CPA, очень часто это фрод. Куча ребят, вебмастеров, очень талантливых, очень креативных, думают над тем, как бы придумать так, чтобы по факту заявок было бы оформлено больше, заплатили бы вы больше, а возможно этих заявок по факту не существует. И соответственно, если мы пользуемся CPA-сетями, то дополнительно к ним, скорее всего, вам будет интересно купить антифрод-систему, которая весь этот левый трафик будет вычищать. Ну, немножко про деньги, потому что мы все про деньги. Что такое оплата CPA-сети? Хорошая история, что там нет никаких фиксированных костов, там есть только комиссия. Есть комиссия партнера, и она где-то крутится, то есть рекламодателя, которому вы выплачиваете, вы обычно ее самостоятельно ставите, в зависимости от того, что есть на рынке, и она где-то крутится в районе 10%. Дальше там ваша фантазия, вы можете ее делить, вы можете ставить кому-то 10, кому-то 15, кому-то 30, но тем не менее. И комиссия сети самой, это где-то в среднем до 30% от выплаты партнеру. Ну и дальше считаем математику. Если у вас большой трафик, что же считать на маленьком, то давайте на большом считать. Если у вас там много товаров, например, вы продали 15 тысяч товаров или заказов, средний чек 5 тысяч, вы получили 75 миллионов выручки. От нее при комиссии партнера 10% вы заплатили 7,5 миллионов партнерам, самим веб-мастерам, которые вам пригнали трафик. Ну и еще 250 вы заплатили CPA-сети. И получили 13% соответственно рекламных расходов в доле или там 9 миллионов 750 тысяч ваших рекламных расходов на этот канал. Ну кому CPA-сеть будет подходить? Что для разных игроков? Ну очевидно, что лучше всего она будет подходить мелким ребятам, да? Потому что это будет быстро, потому что готов пол партнеров, потому что не надо ничего разрабатывать. Так какие у маленьких ребят будут минусы? Ну они конечно будут, соответственно тяжело конкурировать с другими офферами, ну потому что они могут быть больше и имена могут быть интереснее. И понятно, что часто идут на более интересные имена. Ну если вы совсем-совсем маленькие считаете вообще каждую копейку, да, то здесь надо иметь в виду, что все-таки там первоначальный взнос, там 30-50 тысяч рублей на CPA-сеть нужно будет внести. Дальше есть средние игроки, да, у которых там бюджет от 2 до 10 миллионов рублей. Ну история то же самое. Решение готовое, да, если вы не хотите тратить твое решение там на поиск, если для вас CPA вообще канал не супер релевантный, да, если вам нужен быстрый заход, чтобы его быть, да, вы идете в CPA-сеть, получаете. Какие минусы? Нет индивидуальных ставок для партнеров, да, потому что вы даете единое предложение в рынок, вас могут демпинговать конкуренты, у вас могут быть, еще раз, доп. затраты на антифрут, вот маленькие не будут париться на доп. затраты на антифрут, а в больших это уже имеет смысл, у средних. Ну и, соответственно, если вы захотите посмотреть, а кто же вам приносит самый большой трафик, вы с ней всегда это сможете сделать. Ну и, наконец, крупные, да. Опять-таки, что хорошо для супер крупных, что, ну, понятное дело, быстрый заход, ну, для супер крупных, наверное, там это не самая актуальная история. Ну, какие есть еще плюсы? Ну, что их можно видеть среди конкурентов, что они там есть, а с другой стороны, они могут очень хорошо там же следить за конкурентами, за офферами своих конкурентов и, соответственно, в этом случае офферы корректировать. Но тут минусов просто намного больше. Во-первых, очень большая сумма комиссии, да, 30%, которую мы платим от CPA-сети, соответственно, от, там, 10 миллионов, например, бюджета, это, ну, это много, да, это 3 миллиона, которые можно было бы куда-то еще потратить. Нет индивидуальных ставок, опять-таки, есть та же самая конкуренция офферов, ну и, опять-таки, у них недалеко не все крупные веб-мастера, как я уже сказала, пойдут работать с вами в CPA-сеть. То есть с вами-то, может, пойдут, но не в CPA-сеть, будут говорить, подключайтесь напрямую. Для этого что нужно? Для этого нужна технология. Своя партнерская платформа. Соответственно, в чем плюсы здесь, в чем минусы здесь? Ну, начнем, наверное, с плюсов, что это гибкое управление ставками. У вас есть платформа, есть решение, IT-решение, которое предназначено только для вас, которое, соответственно, в котором вы все видите, которое вы можете администрировать. Соответственно, вы можете управлять ставками так, как вы хотите, на уровне вертикали, на уровне товара, на уровне партнера, на уровне поставщика, на уровне цены. Это то решение, которое сделано под вас. Ну, офферы только ваши. Если к вам пришли и подключились партнеры, то, соответственно, по вашей программе, о чудо, они будут гнать трафик на ваш интернет-магазин, на ваш сайт. Ну, у вас есть прямая связь с партнерами, потому что вы работаете с ними напрямую. Да, вы подключаете партнеров, вы подключаете веб-мастеров. Если вы выставляете оффер, который им не нравится, ну, либо вы можете об этом у них узнать, оффер хороший, нехороший, да, либо вы сразу это видите, они просто его брать не будут, и говорят, не-не-не, а вот с этим, пожалуйста, не к нам. С этим ходите, идите куда угодно, с этим мы не будем работать. Ну, и все абсолютно крупнейшие партнеры могут быть у вас. У вас нет истории про то, что кто-то не встанет в вашу партнерскую сеть, если вы, конечно, большой игрок. Есть минусы. Любое технологическое решение, которое у вас будет, нужно содержать. У вас есть фикс-кост на решение, которое, соответственно, стоит денег. Дальше партнеров, которые так здорово, с которыми вы работаете напрямую, их нужно искать. Это время, это ресурсы. На вас вся операционная работа, по сути, да, то есть все, что касается, ведь не только надо трафик пригнать, еще надо посмотреть, насколько эта история работает, соответственно, насколько трафик релевантен, кто его пригнал, когда надо выплатить, как надо выплатить, все, что касается налогов, бухгалтерии, все на вас, да, и всем там, если у вас есть, не знаю, 125 вебмастеров, каждому из этих 125 вебмастеров нужно выплатить денег, а это тоже достаточно большая работа. А что по деньгам? Если мы посмотрим на то же самое примере, что у нас получается? То же самое с точки зрения выручки, да, там 75 миллионов. Комиссия партнерам, но она будет, давайте считать, что она будет та же самая, иначе как мы будем сравнивать 10%. Дальше. Есть все, что касается операционной работы, то, как, соответственно, идет работа именно с выплатами, с тем, как обслуживать партнеров, и это порядка 10% комиссии, которые берет партнер за обслуживание системы, ну и сама платформа, само эти решения, которое стоит, там, если быть точным, от 185, но там мы посчитали, то есть я округлила, вот там 200 тысяч рублей. Ну и дальше с вами экономика. Что получается? Есть у нас выручка 75 миллионов рублей, у нас есть комиссия партнерам 750 тысяч, у нас есть платформа 250 тысяч рублей, и, соответственно, у нас получается, что общий ценник 8,5 миллионов рублей или 11,3%. То есть на истории с платформой в случае такого большого трафика вы экономите немножко больше, чем миллион рублей, которые вы можете потратить либо на другие каналы, либо на расширение своего канала. Ну и, соответственно, для кого эта система интересна? Очевидно, она интересна, она неинтересна для маленьких ребят, потому что, ну, во-первых, слишком большие траты, да, если у вас 10 заказов в месяц, тратить 200 тысяч на платформу, ну, это безумие, да, разве что вы рассчитываете, там, завтра сильно вырасти. Соответственно, и это ресурсы, потому что обычно есть один маркетолог, он же, там, CRM занимается, он же программой лояльности, он же еще чем-нибудь, да, и он же еще искать партнеров, но, очевидно, не будет. Да, у средних рекламодателей, соответственно, здесь есть плюсы, здесь есть минусы. Соответственно, минусы – это расходы, да, и это те же самые поиск на, поиск партнеров, но здесь уже есть плюсы, потому что это более гибкая система, да, вы можете лучше контролировать трафик, и, соответственно, если для вас CPI-канал является важным, то в этом случае, даже если у вас бюджет, там будет достаточно средний, вы, если в этом бюджете CPI имеет очень серьезную долю, то вам это может быть интересно. Ну, и крупному игроку, почему может быть интересно, он получает максимальную индивидуальность, получает максимальное число партнеров, и он получает в данном случае значительную экономию на технологическое решение. Соответственно, если мы подводим итоги к теоретической части, кому смотреть на CPI-платформу? Ребятам, у которых бюджет CPI где-то порядка полутора миллионов рублей в месяц, это будет иметь смысл. Если меньше, идите в CPI-сеть, если больше, идите в CPI-платформу. Но вот тот вопрос, который очень часто встает, на который как раз поможет нам ответить Яна, что платформа, это страшно звучит, это большое решение, его надо делать, его надо внедрять. Это там долго, это процессы, и вообще непонятно, что получится. И вот о том, как Яна внедряла в своих двух проектах бутику-купи-вип-групп, соответственно, Яна нам и расскажет в своей практической части. Меняемся. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Яна Паршутина. Я директор по маркетингу двух проектов «Бутик» и «Купи-вип-групп». И то, и другое – это мультибрендовые, омниканальные фэшн-ритейл. Я расскажу о своем опыте. Это два кейса внедрения собственной партнерской программы. Собственно, я абсолютно совсем согласна и с теоретической части. Сейчас я попробую проиллюстрировать это на собственном опыте. Я расскажу об опыте реализации собственной партнерской программы. Изначально цели и задачи. Смотрите, я сразу оговорю, что здесь, наверное, нужно отойти от противопоставления использования СПА-сети и собственной партнерской программы. Это прекрасный канал, прекрасный с точки зрения минимальных рисков и понятности, потому что мы платим, как правило, в случае ЕКОМа за выкупленные заказы, да еще и по истечении периода холдирования. То есть с точки зрения рисков это максимально понятный и классный канал, сложность его только в том, что его сложно масштабировать. А в случае СПА-сети он еще и мало управляем, медленно управляем, малопрозрачен. Поэтому, именно потому, что это такой замечательный канал, формат собственной партнерской программы это просто еще один способ использования этого канала. Вот я расскажу, собственно говоря, цели и задачи, которые мы для себя ставили. Собственно, целью запуска собственной партнерской программы было масштабирование этого замечательного канала и его полная, ну, скажем так, максимальная управляемость. Ну, или как минимум гораздо большее, чем это осуществимо в формате СПА-сети. Значит, а это нарастить долю СПА-канала в рамках текущего бюджета. Как правило, как правило, за счет того, что канал маломасштабируем, он занимает, ну, в случае ЕКОМа 5-10% продаж, потому что, в принципе, СПА-канал, это канал не про трафик, это канал про непосредственно продажи. Поэтому это не такой значительный трафик, но за счет высокой конверсии это значительная доля продаж. Поэтому от существующих 5-10% продаж задача была нарастить максимально до, мы дальше остановимся на этой цифре, но сразу скажу, мы целились в 15-20%. Дальше. А это возможно только при максимальном аутсорсинге ресурсов, потому что, в принципе, сама идея прямого взаимодействия с веб-мастерами приводила, в общем, как бы в шок бухгалтерию компании, потому что идея как бы вести самостоятельно и расчеты, и документы, и оборот, ну как бы нет, сразу нет. Поэтому реализация платформы возможна только при полном и максимальном аутсорсинге процессов, а именно процесс поиска партнеров, потому что здесь мы сталкиваемся с задачей поиска партнеров, прямого взаимодействия с ними, ведения переговоров, заключения контрактов и так далее. Собственно, подключение технологическое партнеров к платформе, расчеты уже по факту, ну и, собственно, документы оборот. Задача была ограничить обязанности владельца платформы, ну, собственно, компании, да, собственно, формированием и управлением офферов, то есть сформулировать, какие виды трафиков разрешаются, какие запрещаются, какие ставки и так дальше. Ну и, собственно говоря, модерации просто да-да-нет-нет при подключении партнеров. Так, какие были вводные для запуска, то есть и в том, и в другом случае это была трехсторонняя схема, где владельцем платформы являлся компания бутик, купи-вип-групп, технологическим партнером, и в том, и в другом случае являлась компания Эдмон, собственно, это те, кто разрабатывал платформу и курировал, и осуществлял подключение партнеров к ней. И, собственно говоря, финансовый партнер нашей коллеги и в том, и в другом случае PIM Solutions это, оговорюсь сразу, а, ну, собственно, здесь мы имели дело с партнерами и это не такой частый случай, когда владелец платформы может работать и с юридическими, и с физическими лицами одновременно. И именно сотрудничество с PIM Solutions позволило нам работать и с теми, и с другими. Это, как бы, такая задачка со звездочкой. Подключение прямое по модели понятно и целевое действие в нашем случае выкупленный заказ по истечении периода холдирования, как правило, это порядка 30 дней. Расходы. Ольга уже об этом говорила, собственно говоря, да, они представлены двумя видами. Это, собственно, фиксированные расходы, это абонентская плата за использование платформы. И переменные это вознаграждение как партнерам, так и нашим финансовым партнерам это комиссия PIM Solutions. И, ну, понятно, что все мы живем и работаем в каком-то бизнес-контексте, да, и здесь мы, безусловно, маркетинг, и я, как директор по маркетингу, ограничена верхним уровнем не выговоришь, KPI. Они, в принципе, зависят от бизнес-модели. В одном случае это ДРР, это когда бизнес работает на выкупе ассортимента на себя, да, и, соответственно, что мы купили, то и продали заданной ценой, а именно долей рекламных расходов. А в случае, если это комиссионная схема или там схема маркетплейса, то, в принципе, как правило, мы имеем дело с KPI-юнит экономики, а именно цена заказа по всей корзине каналов. То есть, оговорюсь, то есть, в принципе, мы можем инвестировать в интеграцию, в постоянные расходы на платформу в течение некого периода окупаемости при условии, что мы удовлетворяем основным KPI-маркетинга. Так, что на выходе мы имеем? Аутсорсинг процессов, о котором я говорила, безусловно, состоялся и в первом и в другом случае. Это поиск, как распределились те самые процессы и обязанности. Поиск новых партнеров обязанности легла на нашего технологического партнера, по сути, что в первом случае это была такая, ну скажем, мы притирались. Во втором случае, в случае с KPI-вип-групп, был выделен отдельный менеджер, который занимался непосредственно переговорами, общением с потенциальными партнерами, а это партнеры самого разного толка, это от рядовых веб-мастеров, это от каких-то небольших сеток, это до крупных партнеров, это собственно говоря, те, кто призван сделать те самые 80-20%, тот самый принцип Парета, это крупные партнеры, это программы лояльности банков, деньков, сбербанк, ВТБ, открытие и так дальше, это программы лояльности сотовых операторов, какие-то МТС, кэшбэк и так дальше, авиакомпании и так дальше, это вот те самые крупные партнеры, с которыми там достаточно длительный цикл переговоров, но вся эта нагрузка, она ложилась на выделенного менеджера в компании Эдмон. Дальше, подключение собственно технологических партнеров, это тоже задача сложная, сугубо техническая, и она лежала на плечах тоже нашего технологического партнера. И вот самая такая муторная и сложная и в общем задача по расчету и ведения документа оборота, она лежала на наших коллегах из PIM Solutions. Какие возможности дает собственная партнерская программа? Собственно ради чего все это затевается? Это дает возможности максимально гибко, буквально в режиме реального времени, то что называется real-time, управлять собственным оффером, не согласовывая это с менеджером CPA сети, какие-то там пересылка писем, документов, допников, договорам и так дальше, и так дальше, все это нет, в этом нет необходимости. В распоряжении менеджера в компании, владельца партнерской платформы, есть веб-интерфейс, в котором, заходя в который, он может управлять оффером в любом разрезе. В случае с фэшн-ритейлом, да и в общем-то любым ритейлом, да, это возможность управлять ситуационно под операционные какие-то задачи в разрезе товарных категорий, брендов, поставщиков. Остановлюсь на этом чуть подробнее, то есть условно представьте себе ситуацию, что у вас есть там пол поставщиков и там пол товарных категорий и пол брендов, да, и вот у вас, ну не знаю, там забуксовала какая-нибудь товарная категория или какая-нибудь бренд, или какой-нибудь поставщик говорит, ну почему мой товар там не двигается и так дальше. Вы имеете возможность именно на этот, на товар этой группы повысить ставку. Там, я не знаю, да, любые параметры, в общем-то, модели, да хоть атрибуцию удлинить, хоть, я не знаю, там период холдирования изменить, все что угодно. Ну, конечно, вы прежде всего управляете ставкой. И вторая опция, что важно, видов покупателей. Время. Время. Хорошо побежали новые повторные покупатели. Условно, вы видите, что ваша база новых покупателей истощается, вы повышаете на нее ставку и имеете приток новых покупателей. Внедрение занимает порядка двух-трех месяцев, собственно говоря, от начала до конца. Предложить так. Да, ну и, собственно говоря, да, вот та экономия, о которой говорила Ольга, здесь мы говорим не об экономии, вот это важно понимать, не об экономии ради экономии. Мы имеем возможность за счет экономии на комиссии CPA-сети перераспределить эти деньги в пользу веб-мастеров, тем самым привлекая больший объем трафика и трафик лучшего качества, то есть более высоко конверсионный. Именно за счет этого мы имеем возможность масштабировать канал. Так, ну какие уроки, да, пожалуй, да, последний. Важно понимать, что сам процесс подключения партнеров не будет времени, и поэтому его важно максимально провалить с этапом технической интеграции. Вот вы начали интегрироваться, начинайте уже себе подбирать пол-партнеров. Требует ресурсы владельца платформы, собственно, компании. Понятно, что при всем аутсорсе вам необходимо вкладывать. Вы должны понимать, что интеграция с вебом, собственно, с сайтом и с мобильным приложением, если оно у вас есть, это несколько разные интеграции технически, это важно понимать. Срок окупаемости. Вы на этапе начала и утверждения в компании, у собственников, ли у инвесторов, ли у генерального, ли вы должны понимать, иметь на руках финансовую модель, где вы имеете четкое представление о сроке окупаемости платформы. То есть, когда вы начнете выходить в плюс с учетом постоянных костов на платформу. Ну и, собственно говоря, основная цель, да, это наша путеводная звезда, это расширение масштабирования CPA канала до, ну, на рынке считается таким консенсусом 15-20, топ-20 процентов в продажах, если приходится на CPA канал. Можно считать, что это большим успехом. И важно, чтобы на любом этапе реализации проекта, на этапе согласования и утверждения ли, на этапе интеграции ли, на этапе последующего использования оперативного управления ли, у проекта должен быть владелец. Это важно. Это не обязательно должно быть одно и то же лицо. Условно, там, на этапе утверждения это пропенал директор по маркетингу, на этапе интеграции это там head of digital пропенал, и дальше это просто трафик-менеджер курирует и владеет, и отвечает. Вот, но это должно быть обязательно, у этого канала должно быть имя внутри компании in-house. А, ну, собственно, вот, пожалуйста, я, как будто бы все, готова ответить на вопросы. Я, Ольга, пожалуйста. Коллеги, вопросы? Спасибо. Видимо, нет вопросов. Спасибо. Последняя строка была прям из учебника по проектному менеджменту, по PMI, я помню, там прям была такая строка. У проекта должен быть владелец на всех этапах. Правда, это был экспромт под занавес. Спасибо. Спасибо. Еще назад? А, пожалуйста. Так, коллеги, Антон, ты на связи? Да, привет. Так, так, так. Подожди, не слышим тебя. А, слышно? Не слышно. Раз, раз, раз. Раз, раз. Раз, 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 раз. Нет, пока все равно по Кате не слышим. Так, ну, у меня вроде работает все. Проверим. Юлия. Вы у нас тоже дистанционный спикер. Давайте попробуем. Давайте. С вами. Я-то Антона слышу. И в трансляции его не слышно. Меня как слышно? И вас мы тоже, к сожалению, не слышим. Кажется, вам надо проверить вывод с компьютера на экран, потому что мы друг друга слышим. Нет, нет, мы вас не слышим. Раз, 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 раз. Слышь, конечно. Нет, нет. Сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте, Юлия, с вас начнем. Давайте. Слышно меня? О, меня слышно. Я слышу себя. Отлично. Мы вас слышим, конечно... Залу хорошо слышно? Давайте, я могу супергромко разговаривать. Отлично. Так, ну тогда выводите свою презентацию. Так, а Антона давайте... А меня слышно? Антон, вас тоже слышно. Все в порядке. Так, ну что, давайте я тогда пошла. Антон сначала расскажет, да, Вик? А, я первый, да? Хорошо, Антон, давай с тобой. Давайте, да. Окей. Так, я сейчас... А, дайте мне, пожалуйста, доступ шарить экран. Так, есть. Так, ага, я вижу там вроде свою презентацию. Я надеюсь, что ее будет тоже хорошо видно. Так. Ну, запусти ее только в слайды. Да, вот так. Отлично. Да, вот, отлично. Всем привет. У меня сегодня будет доклад про основные функции автоматизации маркетинга. Наверное, в двух словах про себя. Меня зовут Антон Выборный. Я руководитель компании Time Digital CRM. Мы являемся реселлерами компании Active Campaign. Active Campaign – это топ-3 маркетинг-алтумейшн-софтвера в мире. То есть это такая большая компания. Мы являемся представителями. Соответственно, есть понимание, что такое автоматизация маркетинга. Есть там кейсы клиентов. Есть опыт в этой теме. Также мы начали свой стартап, который называется ApiWay. Это такая интеграционная платформа, где вы можете коннектить разные диджитал-сервисы между собой без программиста. Это тоже нам позволяет видеть такие некие инсайты, понимать, какие сервисы люди используют, какие там есть юзкейсы по маркетингу-алтумейшн. Ну и также я, собственно, написал книжку «Библия автоматизации маркетинга», где я про это рассказываю. Короче, в двух словах у меня есть непосредственный опыт и понимание, как эта вся штука работает. И сегодня мне кажется, что маркетингу-алтумейшн не сильно развит в странах СНГ. И нужно про эту тему побольше рассказывать. Но мне кажется, что сегодня и ежу понятно, что нужно внедрять автоматизацию маркетинга. То есть, например, если 10 лет назад, наверное, слово маркетингу-алтумейшн никто не знал, в принципе, никто и особо не знал, что такое CRM-система. Но сегодня, например, если у тебя нет CRM-системы в бизнесе, то ты странный, то сегодня в СНГ, наверное, тема маркетинга-алтумейшн, она как тема CRM-систем, я думаю, лет 6-7 назад. То есть, наверное, какие-то большие ребята уже, или продвинутые ребята, не всегда большие, уже понимают, что это такое, внедряют, а остальные еще нет. Ну и, наверное, слово автоворонка-продаж – это сегодня на территории СНГ заменяет слово маркетинга-алтумейшн. В Америке, в принципе, слова автоворонка-продаж вы не найдете. Там просто все оно – sales automation, маркетинга-алтумейшн. Вот. Все уже поняли, что это такое. Наверное, я не буду сегодня рассказывать, потому что на этой конференции вам много чего расскажут. И уже рассказали. Наверное, мы разберем две проблемы, какие у нас есть, когда мы хотим в эту тему окунуться. Первая проблема – это с чего начать, потому что выходят кучи чуваков, рассказывают про это умными фразами. В общем, это звучит все классно, но ты сидишь и, блин, не понимаешь, с чего вообще начать. А второе – это какие вообще инструменты могут быть вообще для внедрения маркетинга-алтумейшн. И, соответственно, если мы идем решать проблему, с чего начать, есть два варианта. А первый – это легкий способ. Это отталкиваться от потребности. Допустим, если вы какой-то топ-менеджер корпорации, у вас есть задача автоматизировать какие-то процессы, у вас, в принципе, где-то болит, можно так сказать, какой-то процесс руками он делается или хочется что-то сделать, и вы начинаете от этого процесса формировать техническое задание. Например, я хочу, чтобы письма мои лучше открывались, или я хочу отправлять пуш-уведомления, или еще что-то. И вы потом с этой хотелкой, например, идете в каком-то интеграторе и говорите, чувак, ну, обычно делается такое техническое задание, куда складываются абсолютно все функции, которые вы хотите сделать. Приходите к интегратору, интегратор на вас смотрит, думает, вот это вы сладкая булочка, сейчас мы тебе навнедряем все это дело. И начинается, собственно, внедрение всех вот этих вот фич. Это затягивается на года и так далее. Но почему это как бы легкий способ? Потому что, ребята, одну секунду, мне, как всегда, пришел курьер, сейчас я ему открою быстро, потому что мы на 2 часа опоздали, 2 секунды. У нас на 2 часа сбилась трансляция, а у нас тут в Украине локдаун, все позакрывает. Вот, соответственно, легкий способ, это потому что вы выписываете, что вам надо, и потом есть люди, которые будут решать вашу проблему. Тяжелый способ идет отталкивание от возможностей инструментов. То есть, как правило, да, у нас там в стране, ну, на территории СНГ русскоязычное там вообще пространство, ну, отстает от там европейского, от американского примерно лет на 5-7 по инструментам. И, соответственно, мы иногда даже не понимаем, а что вообще может быть и что вообще уже придумано. И, соответственно, когда вы выбираете такой более тяжелый способ, вы вначале изучаете, а какие вообще есть возможности в мире, да, то есть вы задаете себе вопрос, что уже есть в мире, что юзают за океаном, и какой сервис вам нужно выбрать. То есть вы изучаете возможности инструментов, и потом у вас появляется вдохновение и понимание, о, так а вот нам вот эту штуку можно решить вот этим инструментом. А вот этот инструмент нам подойдет, чтобы закрыть вот эти вот вопросы. Вот. И поэтому мой сегодняшний доклад будет больше про вообще, какие вообще функции есть в современных системах. И мне кажется, что это очень важно, потому что с какой у меня проблемой часто сталкиваюсь. То есть люди хотят какие-то функции, они идут там к интеграторам еще к кому-то, начинают это все дело внедрять и придумывать велосипед. Вот. Я неоднократно видел, как люди разрабатывали свою CRM-систему. А когда они пытаются все в один сервис, в теклу там SMS, Pushiri, Target, в общем там партнерскую программу, в общем это вот получается такой Frankenstein, а потом, когда ты говоришь, ребята, вот есть вот такое решение, вот такое, вот такое, вам нужно это по API все это дело интегрировать, то у людей возникает как бы проблема. Собственник бизнеса сидит, думает, блин, мы потратили 100 тысяч долларов на разработку, это минимум, да, а интегратор сидит, он понимает, что он сейчас без работы останется, а топ-менеджер, который принимал решение, он вообще понимает, что как бы он потратил деньги компании неэффективно. Вот. Поэтому мне почему-то кажется, что важнее вообще понять, а что вообще есть в мире. Ну и так как мы делаем там marketplace B2B софтов, мы понимаем, какие игроки есть, что они делают, ну и так как есть опыт реселлерства, да, как это, перепродажи американского софта, ну понимаем, какие там есть тренды. Первый тренд вообще в принципе, это automation builder. То есть, что это такое? Это выглядит примерно вот так. Я вам сейчас показываю вот нашу систему, но также покажу другие. В принципе, оно плюс-минус выглядит одинаково. То есть, это вот такой некий конструктор бизнес-процессов, в котором вы начинаете комбинировать вот эти вот автоматизации. Например, вы говорите, что когда там человек купил вот этот вот продукт, через там один день отправить ему e-mail, потом подождать еще один день, и если человек не там прочитал этот e-mail, отправить ему еще один. А если он там еще в дополнение покупал другой продукт, то отправить ему смс, ну, к примеру, да. То есть, у вас вот выстраивается вот такая вот штука. И очень важно понимать, да, то, что вот эти вот все билдеры, это называется node-interface, node – это узел, да, в переводе с английского, node-интерфейс, node-интерфейсы, как бы это такой некий drag-and-drop редактор, где вы можете без навыков программирования, вот это, ну, визуальное программирование, короче, это называется. Оно на самом деле выглядит очень сложно, очень сложно, но это только на первый раз, и когда вы только, ну, то есть, когда вы этот инструмент осваиваете, я сто процентов уверен, ваш мир просто меняется, да, то есть вот так эта вся штука выглядит. И первый мой такой месседж, который я хочу вам донести, я, к сожалению, не знаю, там, какая аудитория, кто есть в этой аудитории, но, скорее всего, когда вы будете выбирать какие-то инструменты, там, на рынке SMG, еще где-то, скорее всего, вам будут продавать системы, которые вот имеют такой, как бы, линейный интерфейс, то есть, это вот чем-то похоже на какой-то Excel, где вы там что-то вот это вот выбираете. К сожалению, такие системы будут плохие. Ну, кстати, вообще, и американских таких тоже много, да, таких вот фуфловых, вот, но все хорошие инструменты, они где-то лет пять назад, они перешли на вот такой вот automation builder. То есть, вывод первый, если в системе автоматизации маркетинга нет вот такого билдера, можете, в принципе, ее даже не смотреть. Как бы они там интерфейс свой не лампичили, у них все равно параметры автоматизации будут очень ограничены. Вот еще раз показываю, как эта вся штука выглядит. Вторая проблема, с которой все сталкиваются, в принципе, да, это то, что все вот эти системы, вот эти вот automation builder, они выглядят все плюс-минус одинаково. Вы можете вот загуглить там, не знаю, какой-нибудь там, MailerLite Automation Builder, GetResponse Automation Builder и HubSpot Automation Builder, вы увидите все одно и то же. Более того, чем сложнее будет интерфейс, чем он будет некрасивее, тем он будет дороже, да. А вот такие вот красивые интерфейсы, они, как правило, подешевле все. И вот тут вот как бы такая собака зарыта, да. У вас вот эти все интерфейсы выглядят одинаково, а цена бывает различается, там, я не знаю, в 10 раз. И вы сидите и думаете, да зачем мне покупать как бы вот это дорогое, когда я его куплю дешевое. Вот видите, да, вот эти два интерфейса, а цена у них отличается в разы. То есть как вообще понять качество вот этого вот софта? Да, у вас есть четыре главных компонента Automation Builder. Первое – это количество триггеров. То есть вот этот вот билдер, да, это по факту автоматизация. То есть это какой-то процесс. И триггер, да, это в переводе с английского спусковой крючок. То есть количество триггеров – это по каким причинам, по каким событиям система начинает воспроизводить вот эту автоматизацию. Например, триггер, допустим, заявка на сайте – это самый банальный триггер, да. То есть заявка на сайте, мы запустили автоматизацию, там, я не знаю, добавить пользователя в CRM-систему и потом назначить ему задачу. То есть это у нас произошел такой некий бизнес-процесс. Или, например, триггер, когда кто-то открыл письмо. Или, например, триггер, когда поменялась стадия сделки. И то есть чем больше вот таких вот триггеров, например, в хороших системах, таких триггеров, например, от 50 до там 300 где-то. Триггер, например, может быть запустить автоматизацию за 2 часа до дня рождения пользователя. Ну, то есть вот, к примеру, вот такая может быть штука. Или, например, запустить автоматизацию, когда человек 15 раз зашел на сайт. То есть на 14 она не запускается, когда он там 15 раз заходит, запускается какой-то процесс. И проблема состоит в том, что вы это можете увидеть только, когда вы окунетесь вообще в весь этот инструмент. То есть внешне оно все непонятно, это нужно копаться и вообще понимать. Но я вам сейчас даю такую какую-то дорожную карту, вообще какую-то систему координат, чтобы вы могли понимать хотя бы с чего начать. Второе условие – это количество условий. Условия автоматизации. Что это такое? Например, запускается автоматизация, вот если я сейчас перейду сюда, вот видите, вот тут у меня мышка, я надеюсь, видно справа. Вот мы идем, идем, идем. Вот видите, здесь один путь зелененький тут горит, а тут красненький. То есть по факту это, знаете, такая развилка. То есть вы ехали по шоссе, а потом можно налево поехать, а можно направо поехать. То есть по факту это срабатывает условие, называется if-else. То есть если произошло вот это, то произошло вот это. Например, пользователю отправили первый e-mail, подождали один день, и потом срабатывают условия. Если пользователь открыл этот e-mail, то мы ему отправляем там e-mail номер два. Если пользователь не открывал этот e-mail, мы отправляем ему это же письмо, только там, например, с другим заголовком. Соответственно, здесь условием является, открывал пользователь письмо или нет. Чем круче софт, тем у него будут круче вот эти вот параметры условий. То есть вы можете сделать условие такое. Например, если пользователь был на сайте шесть раз, у него стадия сделки там ожидает, также он, например, из такого-то города, он, например, мужчина, и он там покупал у нас уже продукт A, B, C, но не покупал продукт там D, F, D, допустим. Вот такой вот сложный параметр условий. Если пользователь под эти условия подходит, то он идет по одному пути, если пользователь под эти параметры не подходит, он идет по-другому пути. То есть вы строите вот такой вот как бы целый фрактал вот таких вот автоматизаций. В обычных системах вы найдете такое вот условие. Там открыл, не открыл e-mail, кликнул, не кликнул. Все. То есть практически условий других нет. Третий параметр – это количество параметров ожидания. Опять берем нашу автоматизацию. Вот смотрите, отправили e-mail, ждем, например, один день и там отправляем смс, допустим. Но ожидания могут быть разные. Например, подождать 1 час 35 минут, допустим. Или более сложное. Подождать, ждать до того момента, пока пользователь не купит этот продукт. Или, например, ждать до того момента, пока человек не посетил вот эту страницу сайта, а когда он ее посетил, подождать до понедельника 5 часов дня по московскому времени и отправить ему e-mail или смс. Ну, то есть улавливать, я надеюсь, вы улавливаете, да, то, что вот чем больше этих вот параметров ожидания, тем система круче. Понятно, что самые базовые вещи – это там подождать 1 день, подождать 2 дня, подождать час, ну и как бы все. Вот крутые, у крутых софтов, у них есть функционал ждать до какого-то определенного момента, например, пока не случится еще какое-то действие. Один был кейс у нас, интернет-магазин детских товаров. Вот там одно из полей ввода, одно из самых ключевых, да, это когда человек покупает, это аудитория мамы, да, в основном, и там их просят ввести датой год рождения ребенка. То есть она просто вбивает, например, там 35 октября 1999 года, или там 2010 года рождения ребенка. То есть мы по этому году, мы можем понять возраст этого ребенка, и, соответственно, мы можем там сегментировать, делать разные сегменты. То есть мы понимаем, ага, у этого клиента, у него там ребенок-мальчик с 6 лет, он сейчас там скоро пойдет в школу. А через 3 года мы можем ему там продавать какие-то учебники для третьего класса. А здесь, например, там... Антон, время уже. В общем, да, блин, так быстро. В общем, количество параметров ожидания, количество действий. Действия могут быть там e-mail, добавить в аудиторию, добавить задачу и так далее. Так, а вот тут я что-то пропустил один слайд, у меня он назывался сайт-event-трекинг. Блин, ну ладно, уже есть и время. Короче, есть такая технология, которая вообще трекает конкретного пользователя, на каких страницах он был. То есть вот вы видите там Вася Иванов, и в карточке клиентов видно, что он был там на продукте раз, два, три, четыре, пять. Вот. И, соответственно, в общем, эта вся штука, она привязывается к конкретному пользователю, а не в общем там как в Google Analytics. Вторая очень классная функция – это умный лид-скоринг. То есть что такое скоринг? Это начисление баллов пользователями за какие-то действия. Например, зашел на сайт один балл, открыл письмо – три балла. Не заходил на сайт долго – минус пять баллов. Там, я не знаю, оставил заявку, пришел на вебинар – десять баллов. Соответственно, вот у вас система автоматически считает вот эти вот баллы, и вы понимаете, кто максимально склонен к покупке. Так, два похода софтов. Все в одном. Это легко выбрать софт-ранкенштейн, обычно для руководителей. Приняли решение купить все в одном, все потом люди плюются, проклинают вас каждый день. Это сейчас примерно в России, в США это было примерно в 2000-х. Сложный способ – это когда вы берете, подбираете стэк инструментов. Это для чат-бота, это для e-mail, это для marketing automation, это BI-система. Связываете все по API и делаете такую систему. Это подход очень гибкий, он очень удобный. Нужен хороший интеллект, бизнес-интеллект, чтобы это выбрать. Это для людей, это профессиональный инструмент, он сложный. Сейчас это идет в США массово, если вы сейчас посмотрите, проанализируете все сервисы, они все профильные. То есть вот эти вот, Frankenstein их уже не делают. То есть вот эти все Frankenstein, это типа там Salesforce, того же HubSpot, это софты, которые были основаны там в 2000-х. То есть в SMG это используют только Jedi. Инструменты. Мой любимый ActiveCampaign, хоть я его продаю, но он реально самый классный, потому что у него цена и функции, в принципе, плюс-минус адекватные. HubSpot лидер на рынке, признанный игрок, дорогой. Klaviyo тоже молодой игрок, но в принципе такой для Enterprise. Marketa очень тяжелая штука от Adobe, такой Heavy Enterprise. Salesforce, Pardot для менеджеров, которым лопщу на уши навешали, что Salesforce это круто, они пошли купили Pardot, все плюются, но как бы, как говорят в Америке, еще ни один менеджер не был уволен, когда он купил компьютер IBM. SharpSpring тоже молодой игрок, но мне он, если честно, не сильно нравится. Такой достаточно тяжелый. Я бы выбирал бы между вот этими тремя. Вот есть сайт G2Crowd, вот это вот такая вот квадратик с софтами, вот тут есть ActiveCampaign, сюда еще встал каким-то образом MailChimp лидеры, но, блин, я не знаю, почему их с вами в Marketing Automation, я, если честно, скептично к этому отношусь. Вот тут еще, кстати, я забыл указать, есть игрок Drip. Ну, вообще, зачем я про это говорю? Есть сайт G2Crowd, там вы туда заходите, там есть вот эти все сводки, анализы, таблицы всех софтов. Поверьте мне, это сэкономит вам очень много времени по выбору софта. Всем спасибо. Вот мой e-mail. У меня есть тоже одноименный телеграм-канал, который называется «Антон Выборный», где я делюсь своими знаниями, также туда пишу всякие шуточки по поводу софта, бизнеса и так далее. Подписывайтесь. Если у вас есть вопросы, можете меня найти на Фейсбуке и так далее. Если есть вопросы, можете мне задать, если время там есть, если нет, то как бы нет. Антон, спасибо. Есть ли у нас вопросы? Вопросов нету? Было полноценно и подробно. Всем спасибо. До новых встреч. Так, и мы возвращаемся к Юлии. Юлия. Юлия представляет компанию «Калибри». Она будет рассказывать про аналитику, мультичат и всю омниканальную коммуникацию. Юлия, вам слова. Да. Так, видно ли мой экранчик? Да, видно, все хорошо. Прекрасно. Юлия Герц, меня зовут. Я евангелист сервисов прокачки маркетинга, «Калибри», сервисов автоматизации маркетинга. Ну и что я хочу сказать? Конечно, я считаю, мы считаем в «Калибри», что полноценный здоровый маркетинг, он основан на аналитике. Маркетинг должен все считать, должен делать так, чтобы деньги, каждая копейка вложенная в рекламу, окупалась. Он должен быть стратегическим, он должен быть построен на основе аналитики. Вы должны понимать, как вы привлекли каждого пользователя в свою маркетинговую воронку. Это понятно, это очевидно. Все сегодня об этом говорят. Так что, ну, в любом случае, первый шаг к объективности – это всегда аналитика. И, ну, конечно, нужна сквозная аналитика. Нужно понимать, какие рекламные каналы приносят вам деньги. И на основе этой информации уже масштабировать свою рекламу, масштабировать эффективные рекламные каналы. Но если у вас вдруг сквозной аналитики до сих пор нету, то в целом ничего страшного. Вам, маркетологу, по меньшей мере, нужна аналитика до уровня лида. Вот это точно вам необходимо, потому что только на основе этих данных вы можете посчитать, вы должны считать цену лида, первичного целевого обращения, и на основе этих данных оптимизировать свой маркетинг, свою рекламу. И еще на основе этих данных вы, маркетолог, можете управлять конверсией своего сайта. Но для этого вам нужно правильно посчитать цену лида. И кажется сейчас, может быть, вам, что в этом ничего нет сложного. То есть мы берем все обращения, определяем, с какой рекламы, с какой площадки, с какого рекламного объявления пользователь, который это обращение совершил, перешел. Ну, и считаем, собственно говоря, цену. И первый шаг в данном случае это понять, посчитать все обращения, понять, сколько их было. И если вот вы полный e-commerce, как в предыдущих кейсах было, то все, у вас стопроцентная автоматизация, у вас нет никаких менеджеров, у вас нет никаких офисов продаж, телефонов, то все понятно. Вы просто строите воронку, ее оцикловываете и следите за тем, чтобы ваша система работала. Но если у вас тот случай, когда не только ваш сайт продает, вы продаете не только автоматически, если у вас есть какой-то индивидуальный подход, какие-то менеджеры, то у вас так просто оцифровать вот свою воронку продаж не получится, потому что вам нужно учитывать все оффлайн источники обращений. И это значит, что вам нужно собрать все обращения, все каналы коммуникации, каким бы способом вам обращение не поступало. И вам нужно проверить, учитываете ли вы все обращения, все каналы коммуникации. Например, если вы B2B, если у вас есть сайт, на котором указан телефон, то, пожалуйста, проверьте, учитываете ли вы обращения из e-mail, не пишут ли ваши клиенты вам на e-mail. Мы каждый год проводим исследование, и вот оно, вот это вот пирог, он показывает, каким способом обращаются клиенты в B2B. Вот здесь видно, что 1% обращений – это, собственно говоря, e-mail, 1% виджеты, есть те, кто обращаются в чат, заказывают обратный звонок. То есть все эти способы, они есть, хотя звонков, конечно же, в этом сегменте 80%. Ну и что тут нужно еще заметить? Поскольку звонков здесь 80%, то очевидный вывод, что вам нужен колл-трекинг. Вам надо понимать, откуда пришел тот клиент, который вам позвонил по телефону, указанному на сайте. Где еще можно поискать лиды? Опять же, благодаря этому исследованию мы исследуем, как правило, разные сферы, и, например, доставка еды, там вообще полное разнообразие. Как только пользователи не обращаются, чтобы заказать себе еды, у нас мы фиксировали обращение даже с телевизора. Ну и в целом до 27% это те или иные письменные каналы коммуникации. То есть пользователи либо звонят, когда речь идет о неавтоматизированном бизнесе, где существуют там менеджеры, либо звонят, либо пишут чаты, в чаты, в социальных сетях, в мессенджеры, куда бы то ни было. Люди очень любят писать, и мы с каждым годом фиксируем все больше таких вариантов обращения. И все эти каналы коммуникации нужно учитывать, чтобы правильно посчитать цену лида. Причем, что важно, даже если вот вам сейчас кажется, вы смотрите на этот пирог, что, например, у автодилеров чатов всего 2%. 2% это совсем мало, да, казалось бы. Или, например, остальные способы коммуникации, это социальные сети, мессенджеры, там всякие вайберы, авито, ватсапы и так далее. Вот их всего там 4%. Но, смотрите, что такое 4% у автодилеров? За полгода эти 4% в нашем исследовании превратились почти в 5000 обращений. Каждое из этих обращений может в итоге превратиться в сделку. Если мы сейчас вспомним о том, сколько стоит автомобиль, то кажется, что пренебрегать вот этими 4% нельзя, и нужно считать все, собирать и считать все каналы коммуникации, считать стоимость видов со всех каналов коммуникации, каким бы образом к вам не обратился клиент. Конечно, есть вариант ограничить клиента, не заморачиваться, пусть вот у нас на сайте указан телефон, пусть туда звонит, и нечего там как бы расплываться, потому что, если клиента не ограничивать, он может обратиться 20 различными способами, 20 различных каналов коммуникации сейчас существует, и постоянно количество их прирастает. Вот так вот средний выглядит сайт, обращения, это входящие из всех указанных на сайте каналов, и не только на сайте каналов связи. Вот, поэтому нам, чтобы посчитать стоимость еда, надо понять, собрать все, обращения из всех каналов коммуникации, и если мы клиента не ограничиваем, то он обращается тем способом, который ему в данный момент удобен. Например, в чат чаще всего пишут офисные сотрудники в рабочее время, потому что неудобно разговаривать по телефону при своем начальнике, например, в мессенджеры, в социальные сети пишут люди, которые едут в трамвае на своем автомобиле, потому что в чат писать не так удобно. Обратный звонок это экономия, то есть мы должны предложить тот канал коммуникации, который, собственно говоря, удобен клиенту в тот или иной момент времени. Так, видно мою демонстрацию экрана, что-то у меня летело. Да, видно. Видно, да, все в порядке. Так, хорошо. Итак, поэтому ограничить, собственно говоря, количество каналов коммуникации не вариант. Надо предоставлять все те способы связи, которые так или иначе могут клиенту понадобиться и заинтересовать их. Так, листается у меня, скажите, презентация, пожалуйста. В данный момент нет. Куча коммуникационных сервисов. Да, куча коммуникационных сервисов. Так, секунду, что-то у нас не сделано. Попробуйте отключить демонстрацию и вновь включить. Да, 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 сейчас я это и сделаю. Так. Так. Вот, начала переключаться. Вот, поэтому, а, кроме этого, вот вы подключаете каждый новый канал коммуникации, вам нужно подключить, подключать всегда те сервисы, в которых есть встроенная аналитика, потому что, если аналитики нет, вы не сможете трекать этот канал коммуникации, вы не сможете понять, какой, какой рекламный канал, какое рекламное объявление вам привело этого пользователя, который в тот или иной канал коммуникации обратился. Например, вам пользователь пишет в WhatsApp, благодаря чему он туда вам написал, почему он туда вам написал, отслеживать вы его не сможете, если вы этот канал коммуникации не трекаете. И это очень сильно повлияет на правильность подсчета стоимости вида в вашем случае. Кроме того, есть еще один момент. Да, каждое обращение может быть видом, может превратиться в продажу, но точно так же совершенно не каждое обращение является видом. Не каждое обращение имеет для вас ценность, потому что пишут, звонят вам разные люди и не всегда они, собственно говоря, становятся вашими клиентами. Поэтому все обращения нужно классифицировать. Делаем мы это для того, чтобы сопоставить качество обращения и его источник. И, собственно говоря, дальше на основе этой информации мы, трафик-менеджер, маркетолог может управлять трафиком, делать так, чтобы рекламные каналы лучше работали, приносили больше целевого трафика. Для этого существует куча разных возможностей, да, можно настраивать запущенную рекламу более эффективно, подключать там новые рекламные площадки и так далее, и так далее, и так далее. Определяем стоимость следа, ну и дальше гоним, работаем с трафиком. Ну хорошо, кроме этого, маркетолог может работать над следующей конверсией, увеличить количество обращений с того трафика, который к вам уже на сайт пришел. Для этого существуют такие инструменты, которые называются ловцами лидов. Это оптимизация уже второго уровня, и вы про такие инструменты наверняка слышали, это вот, например, подмена контента на сайте, это крючки, которые рядом с диалоговым окном чата всплывают, это папа-покна старые добрые, это квизы, и это чат-боты. И что я хочу сказать, очень важно, чтобы у всех этих инструментов тоже была аналитика, чтобы вы могли понять, как внедрение вот этих инструментов к вам в бизнес, к вам на сайт влияет на увеличение конверсии вашего сайта. Если аналитики у этого инструмента нет, если инструмент не вписан в общую вашу маркетинговую канву, в вашу маркетинговую стратегию, то вы просто играете в чат-ботов и в квизы, но вообще не занимаетесь оптимизацией и вообще не улучшаете свой маркетинг. Вы не понимаете, как это у вас работает. Все эти инструменты в случае того, когда у вас маркетинг не полностью автоматизирован, если у вас есть менеджеры, если есть ручные какие-то продажи, они не заменят вам этих всех людей, их нельзя выгнать и позвать роботов. Точно так же, как нельзя сейчас меня отсюда выгнать и вместо меня посадить какого-то робота, который вам будет что-то рассказывать. Так, к сожалению, не работает. Мы наверняка этого дождемся, но не сейчас. Поэтому все роботы нам и менеджерам нашим только помогают. Они экономят их время, они экономят их силы, помогают раздаить клиента, помогают его раздаить трафик, сделать лучше вашу воронку, но не заменят полностью собой человека. Это как бы факт. Кейсы, истории, сейчас я вам расскажу. Значит, первая история о том, как генетической лаборатории удалось увеличить количество обращений к ним на сайт. Значит, смотрите, генетическая лаборатория проводит тесты на отцовство и родство. Такая редкая тематика, но у них в нише очень-очень большая конкуренция, потому что это дорогая услуга, и там за каждую заявку бьются только так вообще. Вот они до 2018 года работали только по телефону, принимали заявки и получали около 700 обращений, заявок в месяц. В 2018 году они установили на сайт наш инструмент мультичат Калибри. Это такой чат на сайт, который агрегирует обращения из всех остальных каналов коммуникации, из мессенджеров, из ватсапа, из инстаграма, с авито, из фейсбука, из вконтакте, из ватсапа, что еще я не сказала, все на свете. Так вот, они такой чат на сайт себе подключили, и у них уже в следующий месяц количество обращений и заявок увеличилось в три раза. И это очень объяснимо, потому что очень многим людям легче обсуждать проблемы здоровья, такие сложные проблемы письменно, а не по телефону вслух. Мужчине трудно произнести, мне кажется, что это не мои дети, ему легче это написать. Женщине сложно сказать, мне кажется, мой ребенок все-таки не от мужа, а в чате нормально. Выводы такие. Вот они подключили чат на сайт этот агрегатор, и все у них до 20-го года было все в порядке, все было припеваючи, они получали среднемесячная посещаемость сайта около 30 тысяч, и 2700 обращений к ним было, и конверсия сайта в обращение 9%, они посчитали. Весной 20-го года все гигнулось, случился провал, и количество заявок упало на 70%. Это объяснимо, потому что не хлеб, было бы этих детей чем накормить, неважно там уж чьи они. Стали анализировать, что же произошло, и выяснилось, что они работают по всей России, и оказалось, что конверсия в дневные часы, когда работал человек, была достаточно высокой, а вот в нерабочие часы конверсия значительно упала, до 4%, потому что в это время в чате работать было некому, только был один оператор на телефоне, а людям, которые звонят и хотят оставить заявку на такой тест, им нужно сначала поговорить, им нужна вот эта прелюдия, они не могут сразу свой телефончик, свое имя, свои, собственно говоря, данные оставлять совсем, если с ними совершенно не поговорили, в сухую, сложное это все, и в результате общее падение трафика и падение конверсии в нерабочие часы вылилось в падение количества лидов аж на 70%, надо было что-то делать, и они подключили чат-бота, вот в нашем мультичате есть встроенный чат-бот, разработали схему вопросов и ответов, там схема была понятная, клиент обычно уточняет, какой анализ ему нужен, они уточняют, как ему удобно привести анализ в клинику или выслать там как-то на дому или анонимно, но в общем, договариваются о дате и времени, и в результате конверсия в нерабочие часы снова поднялась до 8%, то есть чат-бот дотянул до человеческих показателей, плюс 600 лидов ежемесячно поступало только с чат-ботом, и все это за счет того, что чат-бот, он вот помогает менеджерам, он выявляет потребности пользователя, он информирует, может информировать об ассортименте и возможностях вашей компании, помогает пользователю сделать выбор правильный и может его даже обучать. Точно так же работают квизы, и квиз это тоже еще одна встроенная опция мультичата, которая к нему идет совершенно, собственно говоря, бесплатно, как и все остальные инструменты, которые туда входят. Это все и квиз, и чат-бот, это опции мультичата, платить за которые отдельно не нужно. Еще есть там такая опция, как саджесты, это такие шаблоны первого сообщения пользователя в чате, когда туда выносят самые популярные вопросы клиентов, чтобы им вообще было проще вступить в диалог, им даже вот не надо ничего печатать, натруждать свои пальчики, им просто надо тыкнуть нужный вопрос. И вот рекламное агентство Сабит нам, собственно говоря, представило кейс своего клиента-застройщика, это застройщик премиум-класса из Самары, у них там проглоченная зона на крыше, фитнес-клуб с бассейном, рестораны, детский сад, школа на первых этажах, исторический центр Самары, недалеко от набережной, в общем, ЖК без недостатков, недостаток там всего один, отгадайте какой. Конечно, это цена, которой на сайте вообще нет. Потенциальный клиент суперэлитный, и надо, чтобы посетители задали вопрос, обратились и записывались на экскурсию, они продают через экскурсию, по-другому это не продать, там минимальная цена квартиры 6,5 мультов. Подключили мультичат Калибри, значит, там есть онлайн-консультант, есть заявки, есть обратный звонок, есть ловец следов, попав всплывающий, такой старый, добрый, ну и саджесты настроили. Их можно, вопрос можно задать в один клик, и что немаловажно, они подключили несколько операторов для быстрых ответов, потому что очень важно брать трубку, очень важно отвечать на вопросы потенциальных клиентов в чате, если ты вдруг продаешь что-то за 6,5 миллионов. Делать надо это очень быстро, ждать вот этот человек, который хочет что-то подобное купить, не будет. вот так вот выглядит, собственно говоря, саджесты, вот так, здесь оставляет пользователь свои данные вопрос, и дальше менеджер связывается и это все прорабатывает. Обратный звонок у них есть тоже, ну и попав, как последний, шанс уговорить, предлагает экскурсию с комплиментом от лобби-бара, причем он, конечно, не показывается тем, кто уже заявку оставил, поэтому, ну вот, такой картины вы у них на сайте не увидите. Все виджеты, все вот эти элементы, они могут адаптироваться под фирменный стиль вашей компании, то есть они могут выглядеть так, что органично на вашем сайте. Клиент не сразу согласился на подключение онлайн-чата, он считал, что аудитория премиум-сегмента письменно не общается, они любят личное общение или звонки, но в результате уже первого месяца работы показали, что это вообще не так. они удвоили количество лидов и снизили стоимость вида в два раза. При этом качество лидов не изменилось. 60% заявок они получили именно через мультичат, то есть нормально, любят богатые люди писать, ничего такого страшного. Еще раз скажу, что вот эти все инструменты, саджесты, чат-бот, квиз, аналитика, вся интеграция со всеми каналами коммуникации в нашем мультичате, это его бесплатные опции. Их можно не просто пробовать, не просто баловаться, по каждому из обращений вы получаете полную аналитику. Вы понимаете, как каждый инструмент влияет на конверсию вашего сайта, вы можете проводить даже АБ-тесты. И у вас есть полноценная аналитика по операторам, есть дашборд, который показывает, как распределяется обращение между менеджерами в течение дня, как часто менеджеры пропускают обращения, с каких каналов коммуникации эти обращения поступают. И эти графики полезны, прежде всего, конечно, руководителям отделов продаж. Они позволяют управлять менеджерами, они позволяют эффективно распределять нагрузку между ними. То есть вы по каждому отделу, по каждому оператору чата, можете посмотреть, сколько им принято обращений, сколько пропущено. И, например, очень хорошо видно, когда отдел продаж работает с 8 утра, а отвечать на обращения начинают только с 8.30. И маркетолог тут тоже может поработать вместе с отделом продаж, вместе с руководителем. Можно проанализировать, понять, какие обращения не конвертируются, какие виды не конвертируются в продажи, почему так происходит. можете отключить показ объявлений на то время, когда обращения остаются без ответа, не обрабатываются лиды. Можете почитать, послушать диалоги менеджеров с клиентами и вытянуть из этих диалогов важную информацию, когда что-то идет не так, когда есть какая-то проблема, и наоборот, когда что-то идет очень хорошо, и взять какие-то скрипты себе для использования их в дальнейшем в рекламе. У меня есть промокод для вас, если вы вдруг захотите попробовать наш мультичат, у нас, пожалуйста, пробуйте, понимайте, какую пользу он вам приносит. Месяц можно пользоваться им бесплатно по промокоду AdMartech. Просто скажите, назовите его нашему менеджеру, мы работаем круглосуточно, хоть в чате, хоть по телефону, пожалуйста, вам помогут подключиться. Вопросы, если какие-то у вас есть, то задавайте их, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо за ваш доклад. Меня зовут Иван, магазин milto.ru. Интересно, как влияет ваш сервис на скорость загрузки сайта? Есть информация? Он практически не тормозит. То есть, понятно, что мы понимаем прекрасно, что это очень важно, поэтому постоянно работаем над тем, чтобы скорость загрузки вообще никак не увеличилась. Насколько мне известно, все так и есть. Это просто скрипт, он загружается очень быстро. А все-таки среднестатистическое сколько? Не буду врать, ничего вам хорошего не скажу. Знаю, что это это наша задача, но и что проблемы такой нет. Еще вопросы? Юля, спасибо. Вам спасибо большое. Очень была рада вас всех не видеть, но хотя бы слышать. Очень вам завидую, ребята. Вы там, а я тут не... коллеги, похлопайте Юлию, чтобы она на всех выступила. Если вы хоть там нет, спасибо. Спасибо. И у нас перерыв 10 минут до следующей секции. Последний перерыв и последняя, самая зажигательная секция. коллеги, готовы слушать Леонида Викторовича? Ну, замечательно, да. Вот Голованов Леонид Викторович сейчас выступит в... Да, да, да. Я сейчас в микрофон так лучше слышу. Да? Да. Другой попробуем? Раз, раз. Угу. Раз, раз, вот. О, круто, круто. Сегодня у нас очень много таких есть моментов нехороших. Вы в масках, вы далеко друг от друга сидите, часть спикеров не смогла к нам присоединиться, потому что на карантине. Вот. Программа отчасти поехала, так сказать, так, по времени, но самое главное, что вы получите сегодня, получили уже, получили и получите интересную информацию, и самое главное, что вы сможете использовать ее уже прям, хоть вечером, хоть завтра с утра. Много было интересных кейсов у коллег, которые показывали, да, сколько звоночков B2B потребляет, сколько вообще там в пропорциях, что происходит. И я хочу сказать одну такую вещь, которая меня гложет не первый год. Голос не исчезнет из наших коммуникаций, из наших касаний с клиентами никогда. пока у нас с вами не произойдет какая-то трансформация физиологическая и связки, не перерастут в некий телепатический пульт, пока мы с вами будем общаться вот так, тет-а-тет, пока мы с вами будем говорить с клиентами или с коллегами, коммуникации голосовые, они будут существовать. естественно, они выходят уже в такую определенную нишу, да, если там еще 10 лет назад, ну нет, я просто очень старый, 20 лет назад, а для нас голосовые коммуникации от письменных составляли там условно 80%, да, 20% мы занимались написанием писем, вот этих физических писем, да, в организации, в какие-то, не знаю, там, в детские лагеря детям там и так далее, и так далее, кто там поколение окей, бумер помнит, да, что мамино письмо приходило в детский лагерь, это была такая тема, было, почтальон приносил, ты радовался там, дай бог, каждую неделю, то теперь все, этот коммуникационный канал, он умер давно, да, и мы общаемся на бумажном носителе исключительно только с органами, где это требуется, и почему, подскажите, почему неправда, потому что всем приятно держать в руках да, конечно, конечно, да, вот я сейчас их скажу, вот эти теплые отношения с бумагой, с книжкой, с письмом, они так или иначе проецируются и на голос, а наше с вами голосовое общение, оно в первую очередь несет за собой не только информацию, но и эмоции, то есть, если вы помните, были такие пейджинговые службы, кто пользовался пейджером, поднимите руку, что такое пейджер, сказал поколение альфа, там же принцип какой был, это умерший канал коммуникации, принцип был простой, вы звоните в колл-центр, да, и говорите, оператор, мне на номер такой-то сообщение отправьте, и вот на маленькую коробочку, на поясе, тебе приходило, там, у меня был четырехстрочный, модный, моторола, приходило сообщение, кому я рассказал новость, да, динозавры это сообщение писали, короче говоря, и вот когда они умерли, и пейджеры умерли тоже, так вот, вы общались с этим оператором, это была девушка с великолепным голосом поставленным, да, это просто было приятно позвонить в это астропейдж, там, или в другую компанию, и просто поговорить с ней, она вам там отвечала здравствуйте, любезно, там, после советского, типа, не занимайте я на базу, магазин закрыт, этот сервис казался нам небесным, западным каким-то, так же самое были первые звонки в колл-центр мобильных операторов, ты общался с профессиональными, хорошо поставленной речью, людьми, это были эмоции, ты платил 50 долларов за эту связь в месяц, может быть, последние свои 50 долларов, но тебе было приятно, потому что ты, а вот что у меня с тарифом, почему у меня там сняли 2 доллара этих там и так далее, и так далее. Это все предтеча, предтеча моего сегодняшнего спича, я сегодня скажу, что голос сохранит за собой право на коммуникации и на касание с клиентом, голос останется у нас с вами в бизнесе очень и очень долго, и даже когда поколение бумеров не сможет говорить по физическим причинам, следующие поколения будут общаться голосом. Меня зовут Голованов Леонид, я эксперт по цифровизации взаимоотношений с клиентами, у меня достаточно продолжительный опыт работы в телекоме, в IT, и я был на двух сторонах этой баррикады, я был и заказчиком, и исполнителем, и достаточно часто менялся этими ролями, усовершенствовав работу и разработки, и продуктологии, и продажи, и обслуживания клиентов. Мой тезис сегодняшний и, наверное, последних нескольких месяцев, если человека можно заменить роботом, то это надо сделать всегда. Почему скажут мне хейтеры, робот, это же такая недушевленная пластмассовая вещь, а потому что человек ошибается всегда. Даже на тысячу действий, которые совершает человек, он допускает хотя бы одну ошибку. Кажется, статистическая погрешность. Но эта погрешность может бизнесу принести огромные убытки. А робот не ошибается. Если набор обучения сотрудников линейных, их адаптация это головная боль HR, то стоимость всего этого головная боль финансистов. Потому что текучка кадров и обеспечение линейных персоналов в магазинах, на производстве, стоимость и средняя жизнь сотрудника на предприятии это сейчас наверное самый важный фактор в HR. То есть когда мы тратим не на фото, а на содержание этого сотрудника, на его привлечение, поиск, адаптацию, социальный пакет, а он у нас работает 6 месяцев. А робота взял на работу и он продолжает работать, пока у него есть цели и задачи. Контроль требует. Требует контроль. Я встречал компаний, в которых функция контроля возведена наверное не хуже, чем функция зарабатывания денег для компании. То есть иногда кажется, что ребята не собираются зарабатывать деньги, они собираются контролировать своих сотрудников. Ну типа мы сейчас всех отконтролим и они обязательно нам заработают бабло. То есть они забывают про самую первую истину, что цель бизнеса это извлечение прибыли. Нет, цель бизнеса в этих компаниях становится контролировать, чтобы все работали, чтобы все показывали результаты, KPI, годовые оценки, ассассменты и все остальное. Как это влечет привлечение прибыли, ну это уже второй вопрос, не важно ли они ты тут ерунду нам говоришь. Так вот, контролировать робота не надо кучу всяких супервайзеров, соответственно каких-то еще там людей, там надстроек, программных продуктов, которые будут следить за монитором, посещаемость сайтов, количество звонков, выездов, приездов, опоздания на работу. Вся эта инфраструктура, которая за контролем, за сотрудниками следит, она очень дорого стоит. И опять-таки владение менеджером по продажам это не просто фото. Это еще дополнительные затраты на инфраструктуру, на IT-обеспечение, ну в конце концов на офис, стул, компьютер и так далее. сегодня я поговорю о немножко специализированной вещи, о том, как нам работать с клиентами и как до них достучаться. То есть, наверное, многие компании уже приобрели свою клиентскую базу, так или иначе, интернет-магазины, сервисы, вложились в привлечение, и на этих форумах в том числе мы рассказываем, мы уделяем времени много, как привлечь клиентов недорого, там, CPA сетями, всевозможными инструментами и так далее. А вот что делать с этой клиентской базой дальше и как из нее извлекать прибыль, немногие выступающие сегодня рассказывали, было, наверное, два выступления на эту тему, и я бы посвятил этому отдельный такой тренд с точки зрения, что как мы можем получить прибыль из существующей клиентской базы и какие мы инструменты для этого можем использовать. На сегодняшний момент самые оптимальные на слайде показаны это смс, это мессенджеры, звонки, email, а для кого понятно ретаргетинг? Вообще круто! Вы единственная аудитория за последний месяц, которую да ты что вообще говоришь там по обычной вещи, да? и промо бетель, здесь я имею ввиду все продукты, которые связаны с прямым контактом с клиентом, да? То есть будь то в магазинах или в торговых центрах, или где-то там касания какие-то. Так вот, эти инструменты, на мой взгляд, самые оптимальные для действующей, существующей базы клиентов. Она, естественно, может сегментироваться на там уснувших, на отекших, на каких-то еще там покупающих раз в год, сезонников каких-нибудь там, и так далее. Это уже внутренняя такая сегментация. Я пока ее обобщаю как базу клиентскую. Так вот, эти инструменты мы используем с вами каждый день. И самое печальное, что из-за бюджета или из-за каких-то еще тонкостей, да, мы эти инструменты используем в монорежиме. Ну, то есть долбасим всех смс-ками. Ой, возвращайся, покупай, вот тебе там, я не знаю, какой-нибудь промо-код. И зарядили смс-ту рассылочку, да, и каждый там, не знаю, четверг, 18.00 шмонаем наших клиентов этой смс-кой. Или мучаем ретаргетингом, что, кстати говоря, очень дорого, иногда бывает и выходит, да, то есть конверсия с него не совсем хорошая. Так вот, мучаем его, мучаем, до того, что мы получаем там клиента, который говорит, вы меня преследуете, прекратите меня, короче говоря, я на порнохаб зашел, а там опять ваши окна пластиковые, да что ж такое. Вот. Эти все инструменты в монорежиме не работают так, как хотелось бы нам. И здесь самое главное использовать комплект этих инструментов. Я сейчас субъективно на опыте своих клиентов и своих рекламных компаний расскажу, что комплект из смс-звонка и ретаргетинга оптимальный комплект. Почему мессенджеры? Потому что, ну, не стоит использовать, там нельзя писать первым. Вы реально, наверное используете в данном случае какие-то системы типа хелпдесков или CRM, где встроены мессенджеры и написать первому, даже действующему клиенту, которого есть номер телефона, да, там так далее, у вас в CRM, вы не можете. Ну, только если не с помощью личного телефона своего. Иначе система будет расценивать это как спам, ну, и вам запретит это делать. Ни один API пока не позволяет так делать, слава богу. Почта уже электронная давно стала такой притчевой языцах, это спам-копилка. Я не знаю, когда лопнут те терабайты хранения, да, писем в Яндексе, в Майле, в Джимайле, которые, ну, и в меня в ящике, наверное, в день приходят четыре письма, наличный ящик, и еще 460 спам-писем, которые просто автоматом падают в фильтр. И теперь Майл, Яндекс и Гугл борются за то, что у кого умнее алгоритм складывания спама в корзину. то есть, кто там, ваш, не знаю, от РЖД билет, вот я покупал вчера билет, он не попал в спам, я такой, ой, круто, Гугл знает, а в Яндексе попал в спам. Ну, то есть, как бы у них алгоритмы разные, да, там, понимание, что мне пришел билет, его надо в календарь добавить, Гугл так сделал, да, а Яндекс, где перенаправление письма, говорит, ой, это спам, это, короче, ритейл, там, какой-то тебе присылает очередной бонус, там, и третий инструмент, который, про бетель, я сказал, используется часто в регионах для работы с действующей базой, он интересен, с точки зрения красивых девушек, длинноногих, и раздатки, макулатуры, да, но это очень дорого, если мы считаем конверсию, и непрактично, по большому счету. Итак, для меня три инструмента самых важных, это смс, ретаргетинг и звонок. Я бы хотел в своих кейсах, так как я говорю сейчас за голосовых роботов, остановиться на третьем инструменте. Первые два, смс и ретаргетинг, это вспомогательные все равно инструменты, которые звонку помогают касаться, правильно касаться вашего клиента. А большие интернет-гиганты, наши российские, ру-гиганты назовем их, уже там десятилетиями работают с электронными, с диджитовыми инструментами, в электронной торговле. И вот их опыт и их возможности я сегодня попробую рассказать на примере голосового бота, для того, чтобы мы посмотрели такой референс. Помните, из книжки нашего, господи, Игорь Манн же был, да? Вот первый раз я слово бенч-маркетинг прочитал у него. Такой, вот это клево. У него был там целый абзац про формулу-1. То есть, какая логистическая компания, если хочешь улучшить свои какие-то параметры отгрузки товара, смотрит, как на пидстопе вот эти вот подъезжают мальчики, поднимают машину, меняют колеса в жидкости, в общем, все остальное, и оттуда берет некий полезный экспириенс и переносит на свои процессы. Вот для меня этот бенч-маркетинг, это когда я смотрю на лидеров рынка и смотрю, а что они, где они шишки понабили, да? Где у них вот это вот здоровенное на лбу синяк, да? Потому что тот же самый Озон, сейчас никого тут нету, а в онлайне же еще хорошая компания. Вот. Это же череда проб и ошибок, проб и ошибок, проб и ошибок. То есть, если поднять там, не знаю, репутационные какие-то публикации, которые были там 5-7-10 лет назад, это обвинение в спаме, еще в каких-то вещах, там, и так далее, и так далее. То есть, компания выросла, да, из большого количества итераций маркетинговых коммуникаций с клиентами. И вот другие компании так же само. То есть, Валберис тоже не стал, вот как он появился, сайт зарегистрировал, тоже не стал лидером интернет-торговли. Там тоже применялись инструменты, ой, опять скажу, нехорошее слово, темные паттерны, да, поведение, там, дизайн сайта определенный, в общем, и все остальное. Эти инструменты так или иначе испытывались, откатывались, создавались новые. И вот, чтобы стать новым Азоном, не дай бог вам никому это сделать, вот, нужно смотреть на опыт успешных компаний. Разберу на кейсе, что может делать робот для интернет-магазина, для лидера рынка, но так же самое и для обычного интернет-магазина, допустим, регионального разлива, который занимается торговлей, я не знаю, к Xiaomi техникой. Очень популярная сейчас ниша, то есть это дилеры Xiaomi, которые открывают интернет-торговлю у себя там локально в Пятигорске или где-нибудь в Красноярске. Они большие молодцы, они имеют оборот там в 10-12 миллионов рублей в месяц, и в принципе они чувствуют себя очень хорошо, у них есть оффлайн-точки, онлайн-продажи, это такой для меня показатель бизнеса регионального, то есть не то, что я там из Мурманска торгую на всю Россию федеральную, а то, что у меня есть ограниченная условно область, там Владимирская, Красноярская, я строю свой Озон в Красноярске или во Владимире каком-нибудь. Так вот, робот может для таких гигантов и для таких небольших компаний сделать очень простую вещь, убрать сотрудника на уточнение заказа. Кейс нашей компании, да, очень простой, мы просто удаляем из этого процесса одного человечка, который получает по e-mail из CMS уведомление, что сделан заказ, что он делает? Через 10 минут набирает трубку, алло, Ольга Ивановна, вы сделали заказ, такие-таки позиции, а, соответственно, доставка, ну, в такое-то время, адрес такой-то, удобно, неудобно, банальное, monkey job. Вот это monkey job убирает робот на счет раз-два-три. При том, что, если мы считаем экономику, а это самая головная боль у компании, то есть, эта девочка, мальчик, без разницы, гендер здесь не важен, да, сидит на зарплату минимум 20-25 тысяч. Дай бог, если она может или он может обслуживать всех заказчиков в течение месяца, а выходные не работают, ну, это значит, двое по сменам, то есть, умножайте 50 тысяч, да, в фото только получается, если без оформления экзота, вот, и, соответственно, ночью он не работает, ну, блин, наверно, вы скажете, грамотный будет, там, пылесосы к Xiaomi заказывать, да, но, еще как заказывают, а подтверждение заказа придет утром, ну, он придет, разгребет эту почту в 11, в понедельник, да, так вот, робот закрывает все эти проблемы и экономического плана, да, потому что этот звонок будет стоить для компании интернет-магазина полтора рубля, а сколько вот помножить или разделить, да, звонок на зарплату, стол, офис, там, даже удаленного сотрудника, хорошо, мы за офис не платим ему, да, вот, это может быть 6, ну, по нашим расчетам, от 6 до 9 рублей, а если отдать это удаленному колл-центру на аутсорсинг, это будет стоить от 9 до 15 рублей, минута разговора, мы предполагаем, что это подтверждение в минуту вкладывается, а просто потом x2 делаем, да, 2 минуты, 3 минуты, так вот, на себестоимости товара и на маржинальности может отразиться сумма или в 30 рублей, или в 3 рубля, серьезная польза в сторону робота, серьезная, а если грамотно его настроить, имеется в виду, соединить с вашей CMS-системой или CRM-системой, то при отрицательном ответе пользователя, ой, мне сейчас неудобно, короче, там этот, чтобы курьер приехал завтра в 15, пусть он вечером приедет, робот может еще предложить слоты времени дополнительно или другой адрес предложить, потому что интеграция с каждыми есть и он знает все адреса, она может продиктовать ему любой адрес и он внесет это в вашу CRM-систему и заказ нарядного водителя, на курьера будет уже автоматически оформлен по новому адресу на новый слот времени после подтверждения абонент, ну, клиентом. И это другой уровень уже. Потому что иногда сотрудник на телефоне колл-центра даже очень крупного магазина начинает теряться в информационных системах, ой, а где окно посмотреть мне выезда нового, у меня же задача была только подтвердить, а тут дали еще одну задачу, поменять время, поменять адрес. Это зависание еще минут на пять происходит, имеется в виду диалог. и ваш разговор уже умножаете, да, условно, 9-10 рублей на 5, 50 рублей. То есть человек покупает, извините меня, маржинальный товар, там, маржинальность товара, там, 100 рублей, да, обтратите вы 50 рублей на изменение адреса. Ого, где здесь юнит экономика, да, где здесь доходы даже крупного или не очень крупного магазина. Это реальная боль. Робот в этом случае берет полтора рубля за минуту разговора, и если мы говорим за, ну, честно говоря, когда мы в сценарии изменения, это будет стоить 3,50, когда идет генерация голоса. Ну, робот произносит новый адрес, предлагает. Это все равно не 50 рублей, это уже 10 рублей в общей сложности 5 минут разговора. Сбор обратной связи. Очень часто в интернет-магазинах происходит такой звоночек, да, или сообщение в приложении, да, или смс-ка. Оцените, насколько вам тот самый товар или та самая доставка или те самые, я не знаю, условия акции, да, понравились. И вы без зазрения совести, вы же все профессионально деформированные, вы же знаете, зачем это делается, да, НПС нужен для того, чтобы увеличивать качество, да, взаимоотношения с клиентами. Так вот, я всегда отвечаю на эти вопросы, а многие не отвечают. Статистика есть у нашего клиента, что он провел МПС, интернет-магазин, не буду его называть, там, NDA, не кейс. В общем, он провел вот это вот пуш-уведомление, email-уведомление, многие инструменты применил он, стандартные, и получил из 6 тысяч клиентов всего лишь 140 ответов. Как вы думаете, нормальная корреляция идет? Ну, то есть, 6 тысяч клиентов он опросил, 140 ответов. Я думаю, что те оценки, они нерелевантны абсолютно, не даст клиенту ничего. Они потратили там два дня сотрудника какого-нибудь на создание всей этой процедуры, да, утверждения, потом, увидели этот результат, подумали, ну и нафиг. и будем жить без МПСа. Так вот, а робот это может делать до 18 тысяч звонков в час. То есть, всю базу, 6 тысяч, да, вы можете математику посчитать, за какое-то время скинуть просто-напросто, позвонить, спросить, и клиент ответит 1, 2, 3, ну, голосом или на кнопке телефона нажмет, да, то есть, на номеронабирателе, какую наценку дает действие сотруднику и так далее, и так далее. И самый последний кейс, который хотелось бы показать, реактивация базы, но показать его на примере. У меня там, я понимаю, времечко капает на примере. Тот самый синий, красивый, большой магазин пришел и говорит, хотим реактивацию базы, разбудить уснувших клиентов. Задача была такая, что давно не заказывали продукцию, давно не заходили в свой личный кабинет и оставили корзинку. Настроили логику и в первом варианте клиент у нас отказывается. Мы говорим, хорошего дня, дорогой. Отказался я, отказался. А во втором варианте у нас клиент соглашается. Я, наверное, сейчас не буду включать запись разговора этого, то есть полторы минуты. Кому надо, короче, подойдет ко мне, моему коллеге Евгене, можно будет послушать запись разговора, как это происходит. Но самое главное, вот на этих цифрах, вот такая воронка получилась. Мы обзвонили 4061 клиента. Дозвонились, правда, до 2440. Понимаете разницу, да? Дозвонились, то есть эти номера, оставшиеся, казались недействительными. Или в данный момент в метро человек ехал, я ж не знаю. Вот, разговор состоялся с 304 абонента. Разговор состоялся, то есть он сказал, да или нет, первый или второй сценарий. Соответственно, согласились на промо 237 человек. Совершенно заказов 45. Конверсия, я считаю, офигенная просто. И я больше вам скажу, чтобы вы просто сейчас впечатлились. Все это произошло за 24 минуты. Вот с момента запуска до момента старта. Ой, окончания. То есть 24 минуты, и мы получили 45 заказов. Наш клиент. Все, я понял, понял. То же самое мы делали с брошенной корзиной и окончательной, буквально еще полминуточки скажу, что робот это не есть замена человеку, это не есть угроза вашему менеджеру. Робот это есть цифровой помощник, который вашего, может быть, не совсем квалифицированного менеджера подхватит и поможет ему реализовать задачи, которые вы перед ним ставите. И робота необходимо использовать на тех позициях, когда человек может совершить ошибку или когда сложно ему поставить нетривиальную, вернее, наоборот, простую задачу. Когда monkey job это все, что ему нужно делать. Включайте туда робот, это будет быстрее, эффективнее и гораздо дешевле. спасибо большое, я очень буду благодарен вам, если будете задавать вопросы в фойе, там, прямо сейчас, я не знаю, Олег, можно ли там один вопрос, да, один вопрос по времени. Выходите сюда, у нас камерная обстановка здесь. Спасибо за ваш доклад, много, на мой взгляд, полезных инструментов. Вот, например, когда робот совершает касание в смс или по телефону, там предусмотрена возможность позвать оператора, то есть кого-то очень поздражает. Да, 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 я вам дарю лайфхаки, я сегодня дарил уже. Звоните, когда на номер 900 Сбербанк, говорите, я потерял карточку, я хочу завести новую карту, заблокируйте мою. Робот сразу слышит эти звуки и соединяет вас с оператором. Ну и отлично, да, всегда так делаю. Леонид, тут срочное сообщение из чата от Виталия Хитрова. Прикольный спикер, круто рассказывает, передайте, что вы крутые. Спасибо большое. Я очень, благодарен вам за сегодняшнее внимание. Прямо с утра зарядился вашей энергетикой. Спасибо. Замечательно. Вопросы Леониду можно в перерыве будет задать. Следующий спикер у нас. Есть такой замечательный легендарный человек в диджитале, Дима Туркевич, который организовал замечательную компанию «Медиаснайпер». Нет, не «Медиаснайпер». А кто у нас сейчас? Окей. Где у нас следующий? Видимо, да. Дима, извини, я попробовал порекламировать, но не вышло. Так. Константин. Пойдем. Константин, вам слово. Да, я всех приветствую. Слышно? Отлично. Так, не моя презентация. Мы должны были быть на время. Да, половина спикеров заковидела, поэтому технические проблемы. Тем более, выборами даже я работал. отлично. Да, я сразу хочу попросить немножко прощения. Нас должно было быть двое, но Борис, к сожалению, не смог подойти, поэтому я, если первые пару слайдов немножко будут такими смятыми, прошу прощения. Я хотел бы рассказать про наш проект, который мы делали совместно с компанией People and Screens для такого небезызвестного бренда лотерей, как Костолото. Задача заключалась таким образом, что нам необходимо было проанализировать в преддверии новогодней большой лотереи текущую аудиторию и сформировать сегмент для максимизации выручки в рамках этой самой новогодней большой лотереи. Проект состоял из таких трех глобальных этапов. Первый этап. Мы хотели посмотреть вообще, какие аудитории у нас есть в наличии, с чем мы можем работать. Далее на втором этапе построить предиктивные модели, то есть использовать всю силу машинного обучения и искусственного интеллекта. Ну и на третьем шаге те сегменты, которые мы подготовили, открутить и замерить показатели. Немножко подробнее расскажу про непосредственно данные, с которыми мы работали. То есть мы рассмотрели три основных источника. первый источник это third-party data, то есть это пользователи, которые проявляют тот или иной интерес к тематике бренда, то есть к лотереям. Причем мы разбили эту аудиторию на два кластера. Те, кто потребляет контент преимущественно позитивный, то есть это всякие истории успеха, всякие истории выигрыша, и те, кто преимущественно потребляет негативный контент, то есть это скинг настроенные пользователи, те, кто считает, что лотерея это все сплошной обман и так далее. Сделали мы это с помощью двух инструментов Bigfish и Moonfish, это наши выборамские продукты, которые себя представляют системой текстовой аналитики, с помощью которых можно набора слов или словосочетаний нарезать сегменты, которые будут состоять из пользователей интересующихся данной тематикой. Второй источник данных это first-party data с сайта, то есть мы собрали с помощью DMP платформы аудитории пользователей, тех, кто заходил на сайт и совершал покупки, здесь мы тоже разделили эту аудиторию на две части, первая это те, кто просто заходил и никакой покупки не было, и вторая покупатели. Ну и третий источник данных это посредственно CRM, то есть это данные по клиентам, которые являются постоянными и совершают большое количество покупок. Дальше нам нужно было эти данные обогатить и описать. Основным источником информации для нас была система баз данных Big C, это тоже наш продукт, это система, которая содержит аудиторные профили, то есть грубо говоря историю изменений интересов по каждому конкретному пользователю. Интересы при этом это соответственно спорт, отдых, путешествия и так далее. Всего около 220 таких интересов, причем каждый интерес он тоже градуирован по своей степени выраженности, от единицы до 20, где один соответствует какому-то эпизодическому интересу, а 20 соответствует постоянному большому интересу. Любопытно, что после того, как мы это все обогатили, у нас по всем аудиториям интерес гемблинг, то есть все, что связано с азартными играми, он был выше среднего, ну примерно в 3 по всем этим аудиториям, что в принципе достаточно дальше мы решили посмотреть, как эти аудитории соотносятся друг с другом, и для этого мы сделали проекцию всех этих аудиторий из 220-мерного пространства в удобное для визуализации трехмерное пространство, и соответственно мы вывели центры каждой аудитории на вот такой трехмерный график. Центр аудитории это соответственно некий наиболее типичный представитель данной аудитории, и отдельно мы вывели еще здесь точку, которая соответствует среднестатистическому пользователю интернета, который мы посчитали тоже на нашей базе Bixi. Что здесь можно увидеть, что во-первых все эти аудитории они достаточно далеко находятся от среднестатистического пользователя, они сгруппированы, сконцентрированы плюс-минус в области пространства, но при этом они не совпадают, а немножко все-таки друг от друга отличаются. Это говорит о том, что у нас есть достаточно хорошая перспектива и потенциал применения машинного обучения для моделирования целевой аудитории на основании всех этих аудиторий. Соответственно, следующим шагом мы решили попробовать построить такой сегмент для каждой из этих аудиторий. Я напомню, что задача поиска аудитории максимально похожей по своему составу и описанию на какую-то аудиторию. Это всем известная задача Lookalike. И если традиционные подходы к решению этой задачи предполагают какое-то экспертное описание этой целевой аудитории с помощью соцдемо-атрибутов и каких-то интересов, то современные методы достаточно активно полагаются на искусственный интеллект и на использование методов машинного обучения. Собственно говоря, мы всецело поддерживаем эту парадигму и здесь в этом проекте также применяли машинное обучение для получения итогового сегмента, поскольку это позволяет уйти от экспертной субъективности, которая всегда присутствует так или иначе, и сделать это решение максимально дата-дривен. Алгоритмически существуют разные подходы, как можно решать задачу Lookalike, но если мы говорим про дата-дривен метод, это, наверное, самый популярный вариант, это решение с помощью построения бинарной модели классификации. То есть бинарная модель классификации это когда у вас на выходе два класса, которые обычно обозначают позитивным и негативным, и вот в нашем случае за позитивный класс мы выбирали референсные аудитории, вот эти пять штук, а за негативный класс мы брали всех остальных пользователей из системы Bixi, но при этом понятно, что всю базу здесь брать нет никакого смысла, поэтому генерили некий небольшой репрезентативный негативный сэмпл и обучали модель на вот этих двух классах. Соответственно, обученную модель затем мы применяли ко всей базе Bixi, и на выходе у нас получался наш целевой сегмент. Большинство подобных запрещен чаще всего ставится именно в формулировке скоринга, то есть мы на выходе ожидаем увидеть не конкретный уже готовый сегмент, а мы ожидаем увидеть аудиторию отсортированную по убыванию вероятности принадлежности данному сегменту. Что это дает? Это дает нам возможность провести полную постаналитику уже по факту построения модели, посмотреть как основные метрики зависят от размера сегмента, выбираем его на выходе, ну и самое главное выбрать оптимальный размер сегмента, то есть сделать то, что мы не могли бы сделать до построения модели. Дальше несколько технических деталей добавлю. Мы при моделировании аудитории стараемся максимально использовать наши наработки в области AutoML, то есть максимально уходить от каких-то ручных действий и максимально автоматизировать весь пайплайн обучения модели. Пайплайн достаточно простой, он состоит из шести блоков, то есть мы задаем какие-то начальные параметры, дальше у нас происходит обогащение данными, дальше производится некое исследование этих данных, построение графиков, чтобы было понятно, с чем мы работаем, дальше grid search блок, сейчас я расскажу, что это такое, после этого мы выделим максимальный размер сегмента, строим его и отправляем крутиться на площадке. в центре пайплайна находится то, что я назвал grid search, это сеточный перебор параметров моделей, точнее гиперпараметров моделей, то есть это повторный запуск модели с различными комбинациями параметров. Если по одной оси этой сетки находятся алгоритмы, которые мы используем, то есть разные модели классификации, то по остальным измерениям у нас соответствующие этим моделям параметры. Зачем это делается? Это делается просто для того, чтобы гарантировать, что на выходе мы получим оптимальную модель из доступных нам. Мы используем стандартный зоопарк моделей продиктивного моделирования, это и логистическая регрессия, и ренуфорест, и градиентный бустинг, и свм, и в общем такой достаточно дефолтор основных моделей около десяти штук, и еще раз повторю, да, это позволяет нам снизить риск того, что мы упустим какое-то решение бы лучше. При таком большом количестве повторных запусков естественным условием необходимым является применение кросс-валидации, там, вот если на пальцах кросс-валидации, это просто повторный запуск, повторное обучение модели на одних и тех же данных, при условии, что эти данные каждый раз нарезаются немножко по-разному на обучающую часть и на тестовую. Обучающая часть это та, которая используется для построения модели, тестовая часть используется для оценки качества работы этой модели. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы случайно не получить хороший результат, при этом, чтобы этот результат не был обоснован хорошим. то есть цель получить более устойчивые оценки и лучше понимать ту картину, с которой мы работаем. Технологически здесь у нас в этом проекте использовался достаточно стандартный для машинного обучения стэк, язык программирования Python, библиотека тоже достаточно стандартная для подобного рода задач, это Learn, который закрывает практически все наши аналитические потребности, ну и некоторые кастомные обертки над сторонними инструментами, такими как LightGBM или CatBoost, если о чем-то это кому-то говорит. Отмечу небольшой важный нюанс по поводу модели Lookalike. Нам важно не столько, насколько не так важно насколько хорошо модель описывает позитивный класс, для нас важнее, как эта модель работает с негативным классом, или точнее с нейтральным классом, потому что если мы возьмем например какую-нибудь сложную модель типа Random Forest, она может очень хорошо и очень точно описывать позитивный класс, но при этом на негативах она не будет давать вообще никакой вариации по скоринговому баллу, и будет все примерно скорить с одинаковым баллом. Это естественно достаточно плохо, мы хотели бы этого избежать, и нам хотелось бы, чтобы скоринговый балл был распределен более или менее равномерно. Как этого можно добиться? Можно попробовать добавлять регуляризацию в процесс обучения, что мы собственно говоря и делаем. Регуляризация из себя представляет добавление некоторого слагаемого функцию потерь, которая штрафует слишком сложные и слишком плохо масштабируемые модели. То есть если посмотреть на рейтинги на топ моделей, которые у нас получаются, то на первом месте у нас с учетом этой регуляризации обычно не градиентный бустинг, а какой-нибудь, как это можно было бы предположить, если бы мы учитывали только точность модели, а более простые модели, в том числе наша хорошо всем известная логистическая регрессия. Если говорить про технический аспект, как можно эту регуляризацию добавить, то самый простой вариант это штрафовать за слишком малое количество уникальных значений скорбала, ну или другой вариант можно попробовать штрафовать за слишком малое значение энтропии распределения скорбала, энтропия как мера однородности распределения, если распределение у нас не слишком однородное, это не очень хорошо, мы хотим сделать выбор в пользу другой модели. и второй тоже нюанс, чтобы немножко остановиться, это вопрос выбора оптимального размера сегмента, тоже достаточно стандартная проблема, слишком большой сегмент он будет терять в эффективности, если мы под эффективностью понимаем количество целевых действий, поделенное на количество попыток целевых действий, на количество показов по сути, если мы целевым действием считаем, например, отклик по рекламной кампании, то есть клик на баннер, например, соответственно, CTR, это будет показателем нашей эффективности. Слишком маленький сегмент, это тоже плохо, потому что он, во-первых, сильно уменьшает охват, уменьшает количество целевых действий, и практика показывает, что часто некоторые постклик-метрики негативно коррелируют с размером сегмента, видимо, просто из-за того, в нашу ядровую аудиторию. В общем, маленький сегмент далеко не всегда хорошо. Можно было бы математически решать эту задачу путем оптимизации, просто задав правильное соотношение важности для нас, полноты и точности, но это тоже не очень понятно, как сделать для задачи look-like, потому что практически все метрики у нас определены с точностью до размера негативного сэмпла, который мы сами выбирали каким-то случайным образом. Это во-первых. А во-вторых, то, что мы оптимизируем, то есть релевантность, некую релевантность целевой аудитории, это величина, которая достаточно, ну, то есть она напрямую не трансформируется в какое-то действие. Ее нельзя как-то по формуле превратить в вероятность отклика, как это мы могли бы сделать для какой-нибудь модели для респонс-моделирования, когда мы напрямую моделируем отклик на рекламную кампанию. И, соответственно, здесь возникают определенные сложности с тем, чтобы как статистически обоснованно выбрать сегмент. Конкретно в данном случае мы обратились к базе знаний, накопленной по предыдущим похожим запускам, посмотрели, как по разным размерам сегментов отрабатывают рекламные компании и вывели некое оптимальное значение размера сегмента, которое давало бы наибольшее значение метрик. Собственно, про то, что у нас получилось на выходе. Мы попробовали несколько комбинаций исходных пяти аудиторий, про которые я рассказывал. И, в общем, все эти комбинации отработали достаточно хорошо. То есть средний чек был увеличен примерно в два раза и CPA, если почитать, оказался примерно в четыре раза ниже. Отдельно хотел бы выделить две модели, которые у нас отработали лучше всего. Это модель была построена на базе CRM данных плюс данных сайта. Собственно, цифры приведены сейчас на экране. Здесь достаточно большой роми получился. под 3000%. Средний чек также здесь достаточно существенно увеличился на 358% и CPA уменьшился на 30%. Дальше передам слово Борису. Он расскажет про другие сегменты. Спасибо. А можно кликер также? Добрый день. Меня зовут Борис Карасев. Я CEO агентства People and Screens. Мы являемся агентством СТОАТО и вместе с Выбором участвовали в реализации данного кейса. Задача нашего агентства понять, как реклама влияет непосредственно на бизнес клиента. Я вот здесь хотел сказать несколько слов именно об этом. Потому что СТОАТО достаточно давно существующий уже хорошо разрекламированный, хорошо знаемый всеми бизнес. И поэтому нам было важно не только отрабатывать ту аудиторию, которая у СТОАТО есть, которая уже играет и которая может вернуться и купить много билетов. Нам было также очень важно растить аудиторию и получать, вовлекать в лотереи неких новых людей. И поэтому здесь важно то, что отрабатывалась не только та аудитория, которая посещала сайт и играла ранее, но также здесь проводилась работа и с теми, кто участвовал в каких-то обсуждениях в сети, кто встречался в сети с каким-то негативом относительно лотерей, кто, как мы понимали по поведению людей на основании данных в Абарамы, что эти люди могут не доверять, могут не верить, что они могут выиграть, могут считать, что лотереи это вообще все развод и так далее. И соответственно данный сегмент и показывав ему целенаправленно некую рекламу, ориентированную именно на них, это позволяло нам вовлекать новую аудиторию. Естественно, Роме, который мы здесь видим по этому сегменту, он мог быть не такой значительный, возможно, не такой значительный средний чек и так далее, но здесь ценность была именно в вовлечении новой аудитории. Вот прекрасный кейс, и казалось бы, как его можно улучшить, но у него также был и второй шаг. В следующем флайте мы для сегмента тех, кто встречался с какой-то негативной информацией, использовали подходы, связанные с динамическим креативом. Нами было создано несколько гипотез, почему люди могут не участвовать в лотереях, ну, банально, как я уже сказал, кто-то считает, что, ну, все это развод, я никогда не выиграю, на самом деле, это все подставные люди и так далее, и так далее. И под эти самые разные гипотезы было разработано очень много креативов, по-моему, у нас было порядка 70 креативов разработано, и, соответственно, опять же, на основании данных веборамы, в зависимости от поведения этих людей, в зависимости от того, под какую из гипотез они попадали, этим людям были показаны различные баннеры, и здесь по CTR мы можем видеть, что вот такой более таргетированный, более специализированный подход, он может значительно улучшать CTR и позитивно влиять на общий результат компании. Все, спасибо большое. Вам спасибо, Борис. Вопросы есть какие-то у кого-то? Мне лично больше всего запомнилось выражение представителя веборамы, мощной технологической компании, всем хорошо известная логистическая регрессия. Собственно, доклад был очень, судя по отсутствию вопросов, доклад был очень доходчивый, понятный, и всем четко понятный. С радостью расскажет про рэндом форест. Я остаюсь, если у кого-то есть вопрос. Девушка хочет. Есть вопросы, замечательно. Спасибо, ребята. Очень интересно, действительно, но слишком много математики, и вот как раз вопрос такой приземленный, а вот если это все вообще не делать, и вот в конце прозвучало использование применения DCO, персонализации и этих подходов, если предположить, что можно разработать такую стратегию, которая просто каким-то образом отработает хорошо или лучше, еще лучше, и вот исключить инвестиции, и вот такой вот прям очень долгий путь вот этого все. Вот как можно обосновать, что это все-таки сейчас нужно? Смотрите, на мой взгляд, это нужно в первую очередь потому, что это дает вам некоторую гарантию того, что вы используете максимум возможностей при подготовке вашего решения. Как я уже сказал, это убирает субъективность из традиционно принятых экспертных подходов. Понятно, что в каждом случае эксперт может по-разному создавать аудитории. Понятно, что экспертная оценка это не всегда единственная версия правды. Машинное обучение, использование искусственного интеллекта и, собственно говоря, использование данных позволяет убрать этот риск того, что мы могли где-то в процессе подготовки экспертного решения ошибиться. Как-то так. Я добавлю пару слов. На последнем слайде, где я показывал CTR, там также присутствовал в качестве базы некий стандартный креатив, который тоже используется в компании, в том числе для теста, для того, чтобы мы могли понимать, безусловно, какой креатив работает лучше, а какой работает хуже, но если что-то плохо работает, его отключать. То есть, ну в целом, я хочу сказать, что с нашей точки зрения математики много не бывает, и, конечно, все зависит, наверное, от категории, бренда, ситуации, конкурентного окружения, там сложности аудитории, сложного мэссерча и так далее, но определенные усложненные математические подходы, сегментирующие аудитории, находящие более тонкий подход, они дают лучше результат на бизнес, чем если просто есть один креатив, и его на 18+, крутить с гигантской частотой и так далее. Безусловно, погружение в данные, погружение в детализацию дает бизнес результат. Да, вижу, там еще есть вопросы, но у нас, к сожалению, по времени не очень укладываемся. Я думаю, Борису можно задать вопросы отдельно в перерыве. И Константину, я думаю. И Константину тоже, да. А сейчас госпожа Птицына, Лидия, в формате замконференции. Привет, привет, меня слышно? Меня слышно? Как-нибудь посигнализируйте, если да. Лидия, только чуточку громче, чтобы вас лучше было слышно. Хорошо. Всем привет. Меня зовут Птица Лида. Я занимаюсь программатикой уже шесть лет и являюсь руководителем отдела медийной рекламы компании MediaSniper. И сегодня я расскажу о кейсе, который показывает, как важно использовать сплит программатик инструментов в рамках одного размещения. И, что немаловажно, выбирать правильную методику оценки эффективности компании. Кейс у нас будет ноунейм, но по вполне понятным причинам не всегда рекламодатель согласен в публичное освещение. Буквально пара слов о том, что такое программатик, чтобы мы все были в одном инфополе, потому что, наверное, не все знают, что такое логистические регрессии, поэтому простыми словами прям две секунды. Программатик это способ закупки медийной рекламы, в автоматизированном формате. Отличается от классической закупки тем, что мы покупаем конкретного пользователя, а не рекламное место. То есть, во времена динозавров рекламодатель приходил к сайту и говорил, хочу у тебя на главный баннер крутить. Ну, и предполагал, что вся аудитория этого сайта попадает в его ЦА. Ну, такое предположение частично верно, но только проблема в том, что его ЦА ходит не на один сайт, а на много сайтов, и может ходить и на премиальный РБК и погоду смотреть, а только цена будет разная показа этому пользователю. И как раз программатика в сплите с RTB технологией позволяет выкупить нужного пользователя по оптимальной ставке. Программатик уже давно на рынке и хорош тем, что почти все форматы в него интегрированы. Ну, это и баннерка, и видео, и натив на всех устройствах, там, планшеты, десктоп, мобилка, все есть. Ну, и преимущество программатик это персонализация, это как раз DCO, про которое говорили предыдущие спикеры. DCO мы тоже очень активно используем, и это настолько уже классная технология, про нее уже есть много исследований, много результатов того, какая она классная, что почти уже все клиенты готовы ее использовать. Хоть это и требует, грубо говоря, более серьезной проработки, надо сделать десяток креативов вместо одного, но эффективность это компенсирует. Следующее преимущество это как раз эффективность. программатик хорош тем, что это автоматические системы. Никакой многорукий трейдер не сможет оптимизировать показ каждому пользователю, показов миллионы. Поэтому очень хорошо, что есть предиктивные модели, которые оптимизируют компанию под заданные KPI. KPI могут быть абсолютно любые, простые а-ля охвата CTR, более сложные постклик параметры, еще более сложные направленные на транзакции. Все это программатик, но про экономию мы уже сказали. В программатике есть куча инструментов, но о них как раз поговорим в рамках кейса. Итак, наш ноунейм рекламодатель это обозначим отраслью, чтобы была понятна конъюнктура. это сеть московских аптек. Цель была довольно интересная. Это работа с новой аудиторией, при этом нужно было показать эффективность этой аудитории за счет промерки пост-вью ассоциированных конверсий. То есть здесь как бы закрадывается небольшое противоречие, потому что за транзакции в большинстве своем всегда отвечает ретаргетинг. То есть лояльным посетителям сайта гораздо проще совершить транзакцию, чем совсем новая аудитория. Но как раз у нашего клиента ретаргетингом занимался другой подрядчик, они не хотели смешивать это. И очень здорово, что они поняли, что выхлоп от новых пользователей надо оценивать в разрезе не прямых, а ассоциированных или пост-вью конверсий. Потому что, как правило, прямые конверсии идут, например, из контекста. То есть когда человек уже вбивает купить анальгин, ну и перешел все купил. Вряд ли он будет с больной головой, когда у него зуб стреляет, ждать, пока ему баннер появится, чтобы он на него кликнул и перешел на сайт аптеки. В общем, компания у нас довольно длительная, она уже идет больше года, и это признак успеха, потому что у нас ее из месяца в месяц пролонгируют. Три основных шага есть для того, чтобы компания была успешной в программатике истории, ну и, наверное, в остальных тоже. Первое – это создание кастомной аудитории, это как раз-таки фишка программатики, это часть экосистемы, DMP, которая у нас есть собственная, и мы под каждого своего клиента стараемся как-то аудиторию кастомизировать. Дальше это ручная и в большей части автоматическая оптимизация. Ручная заключается в задании первоначальных настроек ротации, там, лимиты, по частоте, по деньгам, по количеству показа в день и прочее. Ну и дальше оценка эффективности. Так, перейдем к инструментам. Интерес этого размещения был в том, что это мультиформатная РК. То есть мы смогли соединить, и главное, что клиент, ну, рекламодатель был только за, соединить два формата, баннерку и видео. В чем суть? Видеореклама очень хорошо работает на имиджевые KPI, запоминаемость и прочее, потому что, как правило, когда мы видим рекламный видеоролик, мы не можем его сразу пропустить, его линии, волей, мы сколько-то его посмотрели и что-то из него запомнили. Таким образом формируется там первичная лояльность. Ну и таким образом мы на первом этапе крутили видеоразмещение, а потом на тех, кто видел видео, крутили баннерку. Ну, там у нас по бюджету там расплетовка была, иногда баннерка шла и самостоятельно тоже, но был кусок, который работал вот так, сначала видео, потом баннерка. То есть и люди, которые уже видели видео с нашим роликом, для них наш баннер уже не был таким однозначным рекламным шумом. Ну, какой-то момент узнавания был, и CTR по таким баннерам был выше, чем по стандартным, без первоначальной ОЛВ поддержки. Ну, следующий инструмент это как раз создание с помощью DMP сегментов для ротации. Я сейчас прям очень на простом примере покажу, как условно собираются сегменты. Ну, это прям на пальцах без математических сложностей. Сначала составляется словарь триггеров. Ну, например, вот у нас здесь лечение ревматоидных заболеваний, ревматизм, лечение суставов, болезнь суставов и прочее. Дальше по URL, которые доступны к выкупу, парсер ищет эти слова триггеры. Важный момент, что нам интересны те страницы, где эти слова, вес этих слов значительен. То есть это не является там случайным упоминанием, единичным и прочее. Далее формируется список из вот этих нужных нам страниц тематических. А потом собирается аудитория пользователей, которые ходят на эти страницы. Вот так собирается очень, если простыми словами, нужная нам ца. Мы сейчас не говорим про lookalike и прочую историю. Теперь переходим к инструментам оптимизации. Первый инструмент это аудиторная призма. Это наша внутренняя разработка для оценки потенциальной конверсионности каждого выкупаемого показа. Звучит не очень просто, но сейчас будет просто. Вот на примере аудиторная призма. Каждому пользователю соответствует ряд пересекающихся параметров. То есть на заре программатика было не так уж много информации о каждом пользователе. Ну, например, был соцдем и какой-нибудь главный интерес. Мужчина 30 лет любит автомобили. Сейчас, во-первых, очень много уже информации о сопутствующих интересах, о наличии домашних животных, хобби и прочее. Но, помимо этого, есть еще куча информации не аудиторной. Локация, провайдер, браузер, операционка, активность сети и прочее. Таким образом, каждый показ можно оценить с точки зрения пересечения ряда этих параметров, чем автоматически занимается аудиторная призма. Вот мы видим на примере сегмент заботы о здоровье. В нем сетя CTR был 0,067. Смотрим по Гео. Казалось бы, в городах-миллионниках CTR выше. Класс. Надо города с меньшим населением исключить. Но это неправильно, потому что можно города-миллионники заложить на следующий уровень. И в следующей ветви мы видим, что по активности в сети есть очень высокий CTR и у городов с маленьким населением. То есть этот сегмент будет выхлопной. На него надо бидить с мультипликатором повышенным. Так. Вернемся к инструментам. Следующий инструмент это трекинг-код. На сайт мы всегда просим наших клиентов устанавливать на сайт наш трекинг-код, который занимается сбором аудитории посетителей сайта и позволяет анализировать эту аудиторию. Ну, в данной компании мы без ретаргетинга работаем, поэтому сбор для ретаргетинга нам не актуален, а для аналитики сбор очень важен. Помимо этого, трекинг-код позволяет оптимизировать в реал-тайме компании. Итак, у нас была информация о посетителях сайта, и мы на ее основании построили look-alike, но про него очень много до этого очень подробно рассказывали. И следующий инструмент это контекстный таргетинг. Он заключается в том, что вот на примере, что баннер показывается в релевантном контенте. То есть мы читаем статью про витамины и видим рекламу. Это может быть как раз баннер, собранный по технологии DCO, чтобы быть вообще максимально релевантным, и на баннере будет написано вот в такой-то аптеке, которая находится в 300 метрах от тебя, продаются самые классные витамины. Вообще контекстный таргетинг это очень хороший инструмент, и казалось бы, бери и крути так все компании, и будет тебе невероятный выхлоп. Но у него есть органическое ограничение объема, то есть просто статей про витаминки в интернете не так уж много. Поэтому, как правило, контекстный таргетинг это дополнительный инструмент в рамках большой стратегии. Ну и по итогу размещения мы провели исследование, вот и сейчас мы увидим их результаты. Была контрольная группа, которая тоже состояла из пользователей входящих в ЦА, была группа, на которой мы, собственно, размещались. И видим, что количество целей для тех пользователей, которые видели рекламу, было выше. Тут, в принципе, ничего нового нет, что реклама положительно воздействует на совершение транзакций. Но тут очень хорошо то, что нас оценивали как программатик-инструмент, не сравнивая с социалками, с контекстом, с ретаргетингом, которого у нас не было. А была контрольная группа, которая, по сути, была в таких же условиях, это были абсолютно новые пользователи, которые до этого не были знакомы с нашей сетью аптек. Ну, собственно, баннерные и видеорезультаты. И мы закончили. Буду рада, если есть вопросы. Спасибо большое. Спасибо. Вопросы есть какие-то? На самом деле, представителям медиаснайпера, как и представителям выборов, можно задавать любые технические вопросы. Это очень серьезные две технологические компании. На рынке в России таких компаний хотелось бы побольше. поскольку у нас сейчас все ковидят и у нас очередная замена следующего спикера. Сейчас у нас должен быть Алексей Павлов из компании Adlux. Надеюсь, господин Павлов расскажет, о чем он будет очень интересно. Так, в онлайне, да? Нет, я здесь сейчас. А, здесь? Пойдем. Тем более, кстати, это человек, который задавал вопросы про logic regression. А слайды будут? Окей, да, сейчас слайды поставлю. А еще кто-то есть после или я последний завершающий? Вы завершающий. А, понятно. Так что это хорошо. А Adlux это агентство такое, да? А что? Adlux агентство? Нет, скорее технологическая компания. Замечательно. Я просто загуглил быстренько и там сказал, что это либо торговля светильниками, либо агентство из Владивостока. Понятно. Там, видимо, вы не правильное название написали. Понятно. А как целиком называется? Adlux что-то там? Просто Adlux. Adlux Ru там буковка I на конце возможно не добавили. Агентство из Владивостока мы знаем. Она? Да, презентация моя. Существует тикер, на этом лежит. Всего успехов. Успех надо еще заслужить. Это да. Это вот эта штучка для переключения? Да. Так, секунду. Кто? Удивительная энергетика, да? Подходит работать. Да, это классно. Так, да, еще раз спасибо. Как раз мой доклад, я думаю, будет очень в тему, потому что он в какой-то степени будет подытоживать предыдущих спикеров. И возможность выступить я получил только вчера, хотя, в общем-то, хотел и раньше. Но я, похоже, занял что-то место. Надеюсь, да, так сказать, им желаю выздоровления скорейшего, конечно, вот, поэтому я вас, надеюсь, тоже познакомлюсь с чем-то новым. И ситуация в том, что было не так много времени подготовиться, соответственно, сегодняшний доклад, он скорее будет о наших технологических решениях, потому что они сами по себе являются кейсом. и у нас есть как бы такое понятие и тезис, да, что если мы сами научились и можем сами оценить по каким-то критериям успешность нашей деятельности, да, то мы абсолютно свободно можем это внедрять и рекомендовать у наших клиентов и партнеров. Поэтому я, скажем так, свой доклад построил фактически с конца, вот, по той простой причине, что нужно взглянуть издалека, да, на тему персонализации и понять, каким образом это связано вообще с вопросами организационными, структурными, по той простой причине, что все упирается в конечном счете в людей, вот, ну, в нас с вами и если у нас проблемы, то тут их, как бы, Хьюстон уже не поможет. И вот Леонид, который первый докладчик в нашей секции был, он сказал, что робот в отличие от человека, если ему поставим цель и задачу, он может действовать бесконечно, да, соответственно встает вопрос, что если у человека, да, у Homo sapiens есть цели и задачи, является ли он роботом, вот, вот, примерно в таком философском концепте я тогда начну. Прежде всего я расскажу вкратце о нашей компании, как раз таки для того, чтобы было понятно, мы на рынке с 2013 года, вот, и, значит, не имеем достаточно широкого, значит, анонсирования нас, по той простой причине, что больше, как бы, делом получаем, зарабатываем какие-то там свои credentials, возможности, вот, и, в общем, не находим время просто заниматься каким-то, возможным, пиаром, вот, однако, мы состоим в реконсации опраша, у нас есть там комитет по продакшну, креативным технологиям, и вот здесь QR-код, кому интересно, в нем есть ссылка на white paper по динамическому креативу и персонализации, вы можете перейти и ознакомиться, это достаточно емкий документ, который был выпущен в прошлом году, вот, и он, в принципе, всем рекомендуется к изучению с той целью, чтобы познакомиться или хотя бы просто расширить кругозор относительно этой темы, да, о которой вот предыдущие спикеры в том числе говорили, вот, мы также являемся резидентом Сколково, вот, и, в общем, наша концепция основная это технология маркетинга, основанная на знаниях, то есть уже не на данных, да, не на информации, а именно на знаниях, но сейчас будет понятно, почему. Значит, прежде всего, я начну с того, что вообще такой технологии, да, и как это связано с рекламой, да, вот, в нашем с вами области, да, технологии, они нужны для того, чтобы выигрывать конкуренцию за внимание у аудитории, то есть вот здесь приказан, допустим, веб-сайт, вот, есть кванты внимания, которые летят, вот, и получается, есть магнитики рекламные, и, соответственно, контентные. И это происходит постоянным образом, как через сито просеивается поток нашего с вами внимания, и, в общем-то, если происходит установка соответствия между тем, что показывается, и насколько пользователи это вообще лично затрагивает, вот, то, в общем-то, происходит клик, и дальше уже поворонки, как это всем известно, во времени, вот, то есть это постоянно такая динамическая среда, такая матрица. Вот, это, с одной стороны, это вот, собственно, как на предыдущем докладе было сказано, это относится к медийным контентным площадкам, к программатику, в том числе, вот, но у нас еще есть, ой, прошу прощения, у нас есть еще социальные сети, вот, об этом я сейчас коснусь, соответственно, показывая даже вот этот пример, добавил и отвлекся, да, значит, в чем проблема медийной рекламы, просто, чтобы была тоже, понятна, повестка, постановка вопроса, вот, вы понимаете, вы видите здесь два баннера, вот, каждый передает какой-то рекламный посыл, вот, но это контентная площадка, и пользователь приходит за контентом, и вот, по сути, открытый такой риторический вопрос сейчас не для объяснения, а просто, чтобы задуматься, что, если, значит, нужно выигрывать конкуренцию, то каким образом ее выигрывать, и вот на следующем слайде, значит, я показываю тот вариант, да, который, по идее, передает очень узкую смысловую нагрузку, которая выражается в этом большом количестве пикселей, графики, визуала, которая имеет прям давление, да, воздействует на нас, просто в очень четких, емких, простых фразах и мыслях, и, возможно, вы даже уже встречали в наружной рекламе у ряда брендов, да, некий такой аскетизм, стремление к упрощению, да, к формулированию четких мыслей, значит, call to action, каких-то УТП, которые, если, значит, верить тому, что все предиктивные модели, значит, все системы, аналитики, значит, все таксономии, да, разных баз данных и всяких клиентских CDMP-систем, они действительно работают как надо, то пользователь кликнет даже на такой баннер. Я даже помню на заре еще, так сказать, диджитал рекламы, это были там далекие, там, 2009 год, были такие сервисы, которые предлагали, по сути, новую акцию из серии оформи, значит, заявку на, там, кредит или оформи заявку на, там, страховку и получи, там, бриллиант в подарок, например, или получи еще что-то. То есть, была вот такая, и там абсолютно было неважно, что это за поставщик, то есть, бренд был исключен из этого. То есть, таким образом, контент должен сочетаться с контентом, да, соответственно, медийная реклама, в данном случае, по нашему мнению, она переживает некий кризис, потому что большое количество баннеров делается, вижуала, видеороликов, но это понятно, это отдельная индустрия, и дальше будет видно, что она стоит перпендикулярно, значит, к медийным процессам. Есть социальные, значит, ой, опять я не туда, есть еще социальные сети. Значит, социальные сети, это особенная структура, и почему я показываю здесь вот эту схему, я не знаю, догадались вы, что это такое или нет, на самом деле, это схема магазина Икея. Вот, и схема магазина Икея здесь показана по той простой причине, что это очень хороший пример буквально клеточного автомата, то есть, некая алгоритма, которая заставляет нас, перемещаясь по магазину, значит, двигаться строго определенной траектории, делать определенные повороты, иметь, соответственно, определенный охват нашим взором, там, до 360 градусов, и все время наблюдать за разными комбинациями многих похожих вещей. Значит, по такому принципу работают все социальные сети. Ну, попробуйте сделать что-нибудь несанкционированное в Фейсбуке, или в Инстаграме, или там, в ТикТоке, вы не сможете. То есть, вы работаете на определенном алгоритме. И это позволяет усечь, да, тот функционал, который как бы мог бы быть широко представлен на медийных площадках, потому что, по сути, чем отличаются соцсети от медийных площадок? Тем, что приложением в этом случае является браузер, а сайт – это каждый раз новый фактически Facebook, или Instagram, или что угодно. И вот представьте, мы посещаем разные сайты, нам все время приходится со знанием перестраиваться, да, на то, чтобы, значит, подумать, а что там и прочее. Естественно, да какая реклама, да, нам разобраться бы с контентом, еще проблемы же с сайтами есть, сверсткой, там, ну, куча всяких проблем, вот, соответственно, клеточный автомат – это те алгоритмы, которые позволяют четко детерминированные причины и следственные связи проверить в разных направлениях. Если пользователь себя проявляет по направлению пути А, Б, С или Д, все, его можно отнести к соответствующей группе и уже показывать релевантную рекламу, просто потому, что он задержался на определенном блоке больше положенного времени. То есть, это как некое такое зеркало, как матрица клише, там, да, под копирку, да, которая анализирует все наши вещи. Поэтому, вот, Икея очень, в данном случае, хороший пример, я его везде привожу, вот, с точки зрения вообще организации бизнеса и, как бы, функционирования. При этом стоит тоже заметить, что Икея, как бы, продает не мебель, да, в первую очередь, она придает знания о том, как организовать наше пространство. И пока вы не находитесь по этому коридору и не напитаетесь вот этими новыми возможностями, вот, и вот только к складу у вас появится ощущение, классно, я знаю, как организовать мою спальню, там, да, или как сделать кухню. А тут как раз склад и тележка, вот, то есть, вот буквально такой принцип. Соответственно, его я прошу тоже, как бы, зафиксировать, запомнить, потому что вся логика вообще персонализации, работа, она должна строиться примерно на этом же, да, то есть, на простых, очень алгоритмах. Собственно, мой вопрос, вот, коллегам, он в частности был том, а нужна ли очень большая математика, да, или все-таки стоит учитывать наши особенности, нашу психологию, наше человеческое поведение и лучше проводить больше тестов, да, чем, соответственно, заниматься прогнозированием, да. Значит, переходя к следующему слайду, вот, как раз стоит заметить, что перебор разных вариантов и комбинаций, это эволюционный механизм, в первую очередь, да, с применением технологий. Как мы понимаем, что в биологии, да, где бы то ни было, постоянно идут, значит, проверки, да, мы с вами знакомимся с разными людьми, общаемся, кто-то нравится, кто-то не нравится, пробуем разные товары, услуги и так далее. Но задают вопрос, если это все в природе так закономерно, да, и происходит там, клеточное деление, генетические мутации, есть так называемые алгоритмы, значит, генетические алгоритмы, вот, и нейронные сети, работающие по принципу тоже, значит, разных вариантов введения искусственных мутаций, да, почему бы не можем использовать это в персонализации. И вот здесь вот показано, что в течение времени, по сути, запуская кампании разных длительностей с разным набором рекламных материалов, да, мы можем, проверять те гипотезы, да, которые, как бы, не были бы, возможно даже, да, и предположены на самом первом этапе. Ну, то есть, с одной стороны, человеческий интеллект силен, и я вот не очень люблю слово искусственный интеллект, потому что, ну, многие нейрофизиологи говорят, что искусственного интеллекта быть не может. может быть машинное обучение, да, может быть алгоритмы, математика, нейронные сети, как алгоритмы, да, но искусственный интеллект, это что-то из серии недостижимой фантастики, вот. То есть, скорее подключат, как говорится, электроды к человеческому мозгу, да, и будут у него спрашивать потом, в каком-то варианте, чем напишут программу такую, да, вот, просто количество нейронов в мозге триллионы, да, соответственно, представьте себе ресурсную мощность. Соответственно, лучше использовать термин машинное обучение, и вот в данном случае эти переборы, эти вот такие вот картиночки, такие вот блоки, они могут формировать абсолютно разные формы, варианты, и у каждого бренда, у каждого сегмента они будут свои индивидуальные. На выходе будут получены как раз те действующие результаты, и самое главное, нельзя останавливаться, потому что вот оно месяц, два, три, четыре, полгода поработало в одном виде, а потом возник какой-то информационный повод, и все изменилось, да, и, соответственно, это приводит к тому, что нужно уже искать новые гипотезы, что аудитория сместилась, или еще какие-то вещи. То есть данные, это такая вообще как бы история, если эти данные не агрегированы в информацию, а информация не переведена в знания, это просто набор чисел. Ну, то есть вот так. Поэтому вот эволюция – очень важный момент. Следующий, значит, момент – это по поводу того, как вообще мы думаем. Думаем мы следующим образом, что потребности, во-первых, индивидуальные, и попасть сразу невозможно, поэтому требуется исследование. Вот, и, значит, парадигма нашей работы вообще современного маркетинга, основанного на знаниях, или там, допустим, на данных, на информациях, оно должно строиться, в первую очередь, на исследовании. Получается, что большинство рекламы, да, и вот, в принципе, технологии персонализации, я привык говорить так, потому что DCO – это все-таки конкретно технологическое решение, стоящее в самом низу среди прочих. То есть, чтобы было понятно, DCO – это динамик креатив оптимизаишн, переводится это часто как «оптимизация креативов», хотя не об этом речь. На самом деле это оптимизация кампаний с помощью динамического креатива, да, то есть, когда перебираются разные варианты, по сути, алгоритмические, и если мы представим, там, не знаю, зонтик, зонтик – это некая поверхность, некого порядка, да, и на ней разбросано огромное количество точек, там, да, и вот, собственно, для того, чтобы нам найти короткий путь, значит, а где же является горячая зона, где, значит, по признакам находится наша аудитория, реагирует на конкретные офферы, их специфику и так далее, вот эта система математически автоматизирована, просто через большое количество быстрых циклов на выборках позволяет к ней приблизиться, да, но это не значит, да, то, что это может применяться абсолютно, ну, как бы, повсевместно, как минимум проблема вот в российском сегменте, но я так полагаю, она глобальная, это бренд-комплайнс, то есть это соблюдение брендовых, значит, креативных аспектов, там, связанных с бренд-буком, с гайдлайнами, и вы представьте себе ситуацию, да, что если система будет генерить, там, десятки тысяч вариантов креатива, да, то какие-нибудь крупные FMCG-бренды, как обычно бывает, захотят посмотреть все десять тысяч вариантов, да, как себе представляете, да, как компания тогда запустится вообще, нет. То есть у нас вот эта история, вот именно прям DCO-DCO, она, к сожалению, не работает, да, скорее можно говорить о так называемых precision-стратегиях и data-driving креативах, то есть когда, там, значит, изначально все уже готовится, согласовывается, и потом запускается, и вот дробится. Ну, это я как бы пояснить, потому что это имеет большое значение, потому что все время идет проблема с неправильными терминологиями, вот, собственно, в нашем white paper, да, в ассоциации, мы там постарались это прояснить. Значит, возвращаясь к потребностям, да, можно сказать так, что реклама основана всегда так, значит, формулируется какой-то общий вопрос, и сразу реклама показывает, точнее как, реклама показывает в лоб, да, значит, покупаете новый, допустим, смартфон с такой-то камерой, с таким-то процессором и прочее, вот. А человек, может быть, ну, у него есть уже телефон, он не знает, зачем ему это нужно. То есть нарушено целеполагание. И целеполагание – это вообще, как бы, к сожалению, проблема большая современности, по той простой причине появилось много возможностей, девайсов и прочее, они упрощают нашу жизнь. Но упрощая нашу жизнь, они одновременно, значит, приводят к лене наш мозг. То есть нам проще использовать какой-то паттерн поведения, да, там, значит, сделать что-то в приложении, чем заниматься осмысленным деятельностью. Вот. Таким образом, таким образом, да, происходит, что, значит, есть целая последовательность и цикличность вопросов, точнее, вопросов, и только после этого происходит инсайт. Таким образом, вот персонализация, она должна строиться, в том числе на подводящих цепочках, почему мы говорим о маркетинге знаний. Значит, я тогда ускорюсь, да, потому что, на самом деле, у меня слайдов достаточно много, а информации еще больше, да. Значит, наш принцип заключается в том, да, то, что, значит, мы используем систему, там, двустороннего такого тестирования, когда у бренда есть определенная стратегия, и он, значит, пытается ее реализовать уже в медийном пространстве, но при этом могут быть предсказаны, да, определенные, значит, пользовательские инсайты, которые построятся на, так мы называем, мотивационном фреймворке, да, который позволяет оценить те подводящие вопросы, которые вас, вот как в случае с Икеей, как раз-таки сформируют это озарение, что все, я хочу украсить пространство, и мне нужно обязательно купить, там, вот такие-то элементы. Вот. Поэтому на выходе в итоге проверяется да-нет, и таким образом мы, вот как в той шкале времени, получаем выводы, которые можно уже более эффективно использовать. Значит, в целом, современный маркетинг, он может быть представлен вот в виде такой коробки передач, да, здесь буквально разложено по блокам, единственное, некоторое не видно, вот в блоке планирования, это, значит, размещение и данные, да, а вот еще в маленьком блоке там есть DSP, да, то есть это как раз программатик системы, которая является частью общего, там, блока размещения. При этом Creative Production, вот эта технология DCO, как раз, которая часто путают как систему производства баннерного, да, на самом деле она не про производство, она про возможность гибкого, значит, воспроизведения в зависимости от внешних условий, то вот только в таком сочетании, да, значит, эта система гармонична и может взаимодействовать и вращаться. Если переставить шестеренки, система работать не будет. Значит, что дальше стоит сказать? Все эти исследования, вот эта логика, она направлена на то, чтобы найти код пользователя. То есть код пользователя, это как сейфы из АГОК, и вот эти круги, это круги информации, которыми мы обладаем. Ну, то есть вот любого человека можно спросить, назвать, там, там, не знаю, ассоциация, там, яблоко, или там, молоко, или слово, там, мама. И вокруг этого будет огромное количество ассоциативных разных связей из разных сторон, да, это так называемая фасетная таксономия, да, получается. И вот, по сути, нужно строить так эти круги информации для того, чтобы найти, убрать вот эти смещения, сделать максимально прямой путь, значит, к центру, от какого-то общего базового вопроса к тому, что должно получиться на выходе. Значит, дальше, тоже такой, как бы, важный термин, тезис, это диаграмма напряжения контакта. Значит, вот мы все говорим о технологиях, вот, и каждый рассказывает о своих возможностях, то есть есть проблема, опять-таки, внедрения. Значит, технологию нельзя просто взять и применить. То есть она должна быть осмыслена, да, людьми, которые ее будут использовать, даже если это режим аутсорсинга, да, там, или подряда, значит, каких-то вещей. И в данном случае, значит, вот здесь есть определенные пересечения. Как вы видите, самые напряженные точки контакта – это бизнес-процессы, вот, и это, соответственно, технологии, потому что одни находятся бизнес-процессы, это внутри компании. Если не настроен бизнес-процесс, очень сложно вообще что-то сделать. Вот из Леонид, который рассказывал про голосовые сервисы, как раз он говорил, а что давайте, как бы, сделать, вот человек там не справляется, так почему? А почему заставили человека, значит, работать с интерфейсом, да, который ему мешает, наоборот, таки? Зачем внедрять роботы, да, тем самым еще и, значит, ломать социальную ответственность, да, за то, что рабочее место может потерять человек, вот. Естественно, персоналы и технологии. То есть это говорит о том, что если технология настолько сложна и непонятна, да, то какой бы качественный персонал ни был, он будет испытывать всегда проблемы. То есть вот эти вот, и, соответственно, для того, чтобы вот эта модель была устойчивой, да, есть прямо ограничители. То есть таким образом рынок замкнут в какой-то степени в тех скрепах, да, в которых он есть. И при этом нужно, по идее, решать. Вот. Есть страшная такая схема. Это мы анализировали, значит, как происходит типовой процесс на рекламном рынке, да. То есть вот постановка маркетинговой задачи, там где-то в облаках обычно рекламодатель, клиент. Соответственно, на выходе там отчеты, выводы получаются. И вот на что здесь я хотел особо заострить внимание, это перпендикулярный блок креатив, продакшн и адаптации, да. То есть то, что обычно связано, к сожалению, или, к счастью, рынок, вот эти два рынка, они перпендикулярны. То есть вы можете интересоваться у любого креативного агентства, спрашивать, насколько они знакомы с вопросами персонализации и прочее, превалирующая большинство до сих пор, да, будет иметь мало представления об этом. Медийный рынок, ну, очевидно, имеет меньше представления о креативных вещах. Понятное дело, есть диджитал агентства, комплексные, но это все уже частные случаи. То есть в основе вот такая вот штука. Это какой-то термоядерный реактор, и, как вы видите, сопло уже заржавело, да, все. То есть там очень узенький проход, и, естественно, мы испытываем часто при подготовке компании достаточно много проблем. Значит, мы в своей работе выстроили достаточно четкую логическую структуру. Это такие магнитики, то есть не решив один момент, первый и второй, мы не можем перейти к третьему. И они могут работать только в этой последовательности. Вот единственная есть там корректировка стратегии, да, это переход, возврат на этот блок. И продакшн-аспект, он решен здесь. Значит, как мы это решили? Тоже есть такая большая схема. Значит, у нас есть, собственно, запатентованная технология, почему тем это называется прооблако. Она буквально работает в облаке. Мы как бы поняли, каким образом нам открыть рынок для людей, которые не имеют специальной подготовки, но нужно им входить сразу в работу, да. И мы поняли, что наиболее популярным является это, по сути, работа с файловой системой, работа с файлами Excel или, значит, с простыми какими-то документами. И просто развернув, соответственно, систему, и добавив к ней систему нашей сборки, которая собирает в конвейерном режиме рекламные форматы, разнообразные для того, чтобы потом быть размещенными, мы просто подключили клиентскую оболочку. И это привело, естественно, к высокому росту КПД. Ну, здесь уже сейчас, просто так как у меня нет времени, достаточно много возникло возможностей. То есть мы полностью разделили на три блока весь процесс производства. То есть дизайнеры, аниматоры, фрилансеры, аутстаферы могут разрабатывать шаблоны в наших стандартах, класть их просто в сетевую папку. Они будут приводить к сборке бесконечного количества вариантов, которые требуются для тестирования гипотезы реализации этой стратегии. Ну, понятие шаблона – это разметки. У нас есть очень удобный дашборд, в данном случае, который позволяет публично согласовывать баннеры, смотреть детали, вещи и прочее. Вот, к примеру, это сделано из одного шаблона. Это система. То есть, по сути, труд не убирается человечески, а минимизируется. И, естественно, это повышает КПД конкретных специалистов и также снижает действительно количество ошибок. То есть это важно было. Ну, это тоже единая система, как это работает. То есть и структура папок и прочее. Здесь я тогда не буду просто заострять внимание тоже на этом. Это так выглядит в нашем браузерном доступе, папке, проектах. То есть для того, чтобы запустить сборку, нужно полностью поместить шаблон, сделанный в Adobe Animate или в Photoshop, либо еще в некоторых публичных редакторах, доступных рынку, без придумывания каких-то новых редакторов, новых Photoshop. И система, просто синхронизировав, забрав данные из фида какого-то или Excel-таблички, соберет вам нужные варианты для готовой публикации. В том числе для возможности автоматической публикации. Вот. Ну, здесь я просто быстро пролистаю несколько наших реализаций, что делает система, каким образом она там проверяет. Вот. И сейчас буквально пару минут. Это вот модель, которая показывает триггерную систему. Здесь разные условия, роутеры, сегменты, города, геолокации. Это можно все, собственно, проверить через эту историю. Вот. И вот буквально два слайда. Это то, что мы таким образом формулируем стандарты наши собственные. Да. То есть, учитывая внимание, как привык работать рынок. Вот. И эти стандарты при работе через нас, да, при этом в режиме либо аренды инфраструктуры, либо полного нашего сервиса. Вот. Они, с одной стороны, объединяют компетенции, значит, разных участников профильных. Вот. При этом позволяют привлекать аутстафферов. Вот. И самое главное, рекламодательно давать совершенно гармоничный, бесперебойный в этом плане сервис, значит, основанный вот на исследованиях и персонализации. Вот. Ну и, соответственно, вот то, с чего как бы надо было изначально начать, это цель формировать определенное сообщество, да, проводить определенную сертификацию, потому что, например, общаясь даже с подрядчиками в виде дизайнеров, аниматоров, задаваем вопрос, а приходят ли вам задачи на персонализацию, разрабатываете ли вы какие-нибудь концепции или прочее, да. Превалирующие большинство, либо просто индивидуальных специалистов, да, предпринимателей, либо уже даже небольших студий, они говорят, что нет. Нам просто ставят техническую задачу, а мы даже не понимаем, что мы делаем, да. Вот. И вот это большая проблема. Соответственно, наша цель объединить, и сейчас это уже удалось сделать, и мы имеем как бы устойчивые связи с радами медийных агентств, креативных агентств, а там и специалистов просто частных, кого мы можем привлекать к этим задачам, вот, для того, чтобы построить вот эту единую структуру. И, собственно, вот примерно по этой же логике эта инициатива была начата еще и в ассоциации АП, мы там сделали карту рынка, технологии персонализации, обобщили всех игроков, вот, и таким образом дальше будем эту вещь реализовывать и развивать. Поэтому, значит, подытоживая, хочу сказать, что часто дело не в технологиях, да, часто дело не в данных, да, часто дело в нас с вами, в том, как мы относимся и как мы строим процессы, да, потому что чем они плавнее, чем гибче, тем нам с вами комфортнее, потому что не напрягает. Ну, конечно, цели и задачи. Спасибо. Алексей. Алексей, здорово, замечательно. Лично мне очень зашло, жалко очень было времени, мало чувствовалось. Да, я, к сожалению. Слой такой данных. Вопросы будут какие-то? Динамический креатив, это же очень важно. Это то самое юзер джорни, который в конце концов должен вылиться в динамический креатив в этих самых техниках. Да, безусловно, но динамический креатив – это уже технология, понимаете, решение. Всегда должна речь быть сверху, да, то есть, а зачем это нужно? Зачем это нужно брендам, да, зачем это нужно агентствам там и так далее, вот. Ну да, все дело в нас в конце концов. Абсолютно, да. Алексей, спасибо большое, был отличный доклад вообще. Спасибо. Спасибо. Спасибо, всего хорошего. Спасибо всем, всего доброго. Да, коллеги, спасибо за ваше внимание, за ваши активности, за ваши вопросы, за то, что провели с нами сегодняшний день. Будем рады видеть вас вновь на наших новых мероприятиях. Спасибо. 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 Спасибо.